Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Желаем приятного слушания. Часть четвертая. Глава 53. Вы радио слушаете? Спросил Александр Анатольевич. А что такое? Очередной переворот? Или повышение цен на водку? Или объявление Москвы 51-м штатам Америки? Нет, только информационное сообщение. Какое? Александр Анатольевич кивнул на лист бумаги, куда он списал информацию. Информацию об уходе в отставку по состоянию здоровья и личной просьбе одного ответственного чиновника правительства. Хорошо знакомого нам чиновника, того, который дал нам заказ на работу. Как же это его угораздило? На вид вроде здоровенький был, жизнерадостный, жить собирался до 140 лет. Что же это с ним такого приключилось, что он так быстро сдал? Очень занятно, но не очень понятно. Ну-ка, давайте пошарим по закрытым каналам информации, по тем, которые для служебного пользования. Александр Анатольевич набрал нужный номер. Да, и еще один, и еще. Так, приказы о назначениях и перемещениях. Дальше. Слухи происшествий по центральному региону. Пролистываем. Сообщение об умевших местах последние двое суток особо тяжких преступлениях. Стоп. А вот и он. Наш подопечный. Теперь понятно, от чего у него так неожиданно здоровье пошатнулось. От того, что в его здоровье в упор засадили пять пуль вблизи подъезда собственного дома. А вначале три – в телохранителя. А что ж не убили-то? Работали, судя по всему, профессионалы. Телохранитель из трех пуль получил два смертельных и одно тяжелое ранение. Без засечки. А этот из пяти пуль – все пять в мягкие ткани и не угрожающие смертельным исходом органы. Что же они в одном случае промахнулись, а в другом попали в точку? Те же самые люди. Из того же самого оружия. Или они в обоих случаях попали туда, куда хотели. Или так все и было задумано. Очень интересный расклад. Был телохранитель и нет. Был член правительства и весь вышел. Может, в том и суть? Тогда понятно, от чего пять пули все мимо. Вот что, Александр Анатольевич. Соберите-ка всю возможную информацию по данному происшествию. Все факты, гипотезы, суждения, комментарии, сплетни. В общем, все. А вы? А я, пожалуй, больного навещу с визитом вежливости. В начале я осмотрел место происшествия. Бинокль. И очень издалека. Ближе из-за обилия мельтешащего служилого, в форме и без народа, пробраться было невозможно. И лишний раз утвердился в своих подозрениях. С такого расстояния, когда никто по причине трех смертельных ранений, полученных в корпус и голову, уже не мешает, промахнуться невозможно. Если ты хотя бы один раз в жизни держал в руках хоть какое-нибудь оружие, хоть даже пневматическую винтовку в тире. А это значит, что покушения на убийство не было. Было покушение на испуг. Что бы потом не утверждали следователи и не повторяли верящие им на слово журналисты. Большого начальника не убивали. Большого начальника запугивали. И предлагали уйти в отставку. Что он и сделал, едва только перебинтовав раны. А зачем его таким невежливым способом убирали из обоймы действующих правителей? Кто на это может ответить? Пожалуй, только тот, кто его убирал. И еще, возможно, он сам. Получается, мне надо с этим переставшим быть большим и переставшим быть начальником, пациентом обязательно встретиться. Слишком сильно и замысловато. Да, причем не по моей охотке переплелись наши судьбы. Раньше он был велик и недоступен. А теперь прост и достижим для ходоков из народа, желающих рассказать о наболевшем. То есть для меня. В больницу я проник с черного хода под видом доставившего из прачечных постельное белье медбрата. Для чего пришлось это белье целую машину по сходной цене приобрести у обслуживающего персонала той же самой больницы. Чтобы рисунок, колер и печати на наволочках не отличались от оригинала. Чуть сложнее было пройти на правительственный этаж. Пришлось забивать канализацию и действовать уже под видом слесаря-сантехника. Пока настоящий, после двух употребленных внутрь бутылок водки, спал у себя в мастерской. Ну, где тут течет? Тут? Ну, тогда это колтун в трубе на верхнем этаже. Там его искать надо. Ну, так посмотрите. Это не мой участок. На этот колтун у вас свои работники должны быть в наличии. Наш не может. Это почему? Заболел он. Неожиданно. Пришлось согласиться. За дополнительное вознаграждение. А пропуск где у него? Спросил охранник. А, раз так, раз меня не пускают, то я и не пойду. Зачем мне это надо? Я слесарь аварийный, а тут работа текущая. Вот именно. По стенам. Добавил мой провожатый. Что по стенам? Не понял охранник. По стенам текущая. Прямо в палаты. Я о фекальных водах. Охранник понюхал носом воздух и махнул рукой. Ладно, идите. Не очень-то стерегут опальных начальников. Я бы даже сказал, формально стерегут. В туалете я быстро исправил канализацию и переоделся. Я даже внешность почти не менял. Только причесался немного, да другое выражение лица надел. Рабочая одежда. Вначале слесарная роба, а потом белый медицинский халат. Обезличивает лучше любого грима. Я вошел в нужную, даже неохраняемую палату. Процедуры. Пожалуйста, ложитесь на живот. Но перевернуться Петр Савельевич не смог. Он был перебинтован и загипсован с ног до головы. Вы, ахнул он. Я подрабатываю в свободное от основных занятий время. На хлеб не хватает. И патроны. Я думал, вы давно... Нет, как видите, живой и здоровый. Что не скажешь о вас? Да, так получилось. Уже до членов правительства бандиты. Только давайте не будем вести детские разговоры. Я не верю в случайное покушение. Оставьте эту легенду для журналистов. Кто и зачем попросил вас выйти из состава правительства? Причем таким убедительным образом. Зачем вам это? Затем, что теперь я знаю гораздо больше, чем знал раньше. Но хочу знать еще больше. Я вам ничего не скажу. Вы скажете все. Вы забываете, что в настоящий момент вы пациент. А я медицинский работник, пришедший сделать вам укол. Согласно данной мною клятве Гиппократа. И я его сделаю. С помощью вот этого шприца. А знаете, что в шприце? Не витамины и не глюкоза. А сыворотка правды. Слышали о такой? Очень действенное лекарство. Так помогает, что пациент не может три дня рот закрыть. Все вспоминает, что он еще такого стыдного от самых пеленок в своей жизни сотворил. Ничего не забывает. Ни про уворованные с бабушкиным буфета сладости. Ни про семейные измены. Ни про взятки. Ни про свои сексуальные наклонности. И все это в подробностях рассказывает. Вот такое безотказное, испытанное еще в кабинетах НКВД средство. А то, что вы скажете, я запишу вот на этот диктофон. Или не запишу. Если вы согласитесь дать показания добровольно, без посторонних, в ягодицу вливаний. Но, что мы выберем? Очищающую исповедь или медицинское вмешательство? Что вас интересует? Кто на вас покушался? Те же люди, что сказали мне о существовании вашей организации. Вы выполняли их указания? В начале – да. Они предполагали с вашей помощью собрать компрометирующий материал на прочих неподчиненных им руководителей государства. Лишний козырь в политике никогда не помешает. Иногда от него может зависеть весь ход игры. Особенно, если его вовремя выложить на стол. А ваш козырь оказался всем козырям козырь. И вы решили приберечь его для себя. И я решил приберечь его для себя. В еще большие начальники потянуло. Только для пользы государства. Эту теорию я уже слышал. Лучше мое дерьмо, чем чужое. Хотя народу один черт, чье дерьмо нюхать. Все одно не одеколон. Петр Савельевич пожал плечами. В общем, кому-то ваша двойная игра не понравилась. И вас предупредили. Пятью пулями в корпус. Примерно так. А что же не убили? Не знаю. Возможно, из-за опаски разглашения компромата в случае моей смерти. Я тоже подстраховался на подобный непредвиденный случай. Как вы приручили моего начальника? Я его не приручал. Он ничего не знал. Он выполнял приказ. Чей? Тех людей, которые знали о вашей организации. Где он сейчас? Его нет. Он умер. Когда? Где? При каких обстоятельствах? Еще тогда, на отвлекающей внимание вилле. Он застрелился, когда понял, что объект отстоять не удастся. Кто-нибудь еще погиб? Нет. Только он. Он сам отдал приказ о прекращении сопротивления. И покончил с собой. Это было похоже на правду. Работники конторы никогда не сопротивлялись до последнего патрона, рискуя попасть противнику в полон. Они кончали с собой задолго до наступления этого момента. Тогда, когда осознавали безвыходность ситуации. Пусть даже внешне она не была столь безысходной. Они не мечтали продать свою жизнь подороже или подпустить противника поближе, с тем, чтобы прихватить с собой на тот свет еще двух или трех врагов. Они спешно стирали информацию. Ту, которая была заключена в их головах. Стирали, не жалея голов. Это было много важнее, чем прикончить еще нескольких наседающих на тебя исполнителей. Конторские не были солдатами. Они были разведчиками. И действовали так, как их учили. Так, как было наиболее целесообразно в данный конкретный момент. И тем наносили гораздо больший урон противнику, чем убив одного-двух нападающих на него рядовых бойцов. Шеф ушел, так и не отдав тайну виллы. Шеф победил. Но проиграл, доверив ее большому начальнику. Кто были нападающие? Неизвестно, но вероятнее всего какое-то подразделение безопасности. А теперь можно задать встречный вопрос вам? Валяйте. Что вы собираетесь делать с имеющимся у вас материалом? Использовать по назначению. Каким образом? Еще не знаю. Разрешите дать вам добрый совет, как человеку неискушенному в политических интригах. Не отдавайте добытый вами компромат никому. Никому. Сколь бы обаятельным и убедительным не показался вам просящий. Какие бы аргументы он не выдвигал и чем бы не клялся. Вас все равно обманут. Эти сведения используют не так, как вы хотите. Их используют во вред. Всем. Это та атомная бомба, которая не умеет крутить турбины электростанций. Она направлена только и исключительно на разрушение. Уничтожьте все сведения. Сожгите их в печке и развейте пепел по ветру. И вы лишите оружия людей, которые пытаются им завладеть. Или действуйте сами. Только сами. Не передоверяя это право никому. В каком смысле действуйте? В самом прямом. У вас есть голова на плечах и есть оружие. Огромные убойные силы. Значит, у вас есть возможности для борьбы. Только не повторяйте мои ошибки. Не размахивайте кулаками попусту. Бейте. А если не то и не другое? Если не бить, но и не развеивать по ветру? Тогда вас вычислят. И уничтожат. Чего бы им это не стоило? Всю страну переворошат, а вычислят. Свою смерть и смерть еще многих и многих других людей. И несчастье еще гораздо большего количества людей вы носите с собой. Как ящик Пандоры. Пока этот ящик при вас, вас не оставят в покое. Вы обречены. Если вы попытаетесь устраниться, вас убьют. Если вы уничтожите материал, вас тоже убьют. Если вы отдадите материал, вас тем более убьют. Если вы ввяжетесь в борьбу, вас все равно убьют. Вас убьют в любом случае. Но в последнем хотя бы в драке. Хотя бы с пользой для дела. Без всякой надежды на спасение? Без надежды. Я вышел из палаты, зашел в туалет, переоделся в самтехническую робу, спустился в подвал, переоделся еще раз и вышел на улицу. Я узнал, что хотел. Я узнал даже больше, чем хотел. Но легче мне не стало. Мне стало тяжелее. Наверное, в чем-то бывший, разжалованный в рядовые пациенты руководитель был прав. Жизни мне ни с этими документами, ни без них нет. Я мешаю этими документами всем и одновременно всех, словно красной тряпкой стадо быков, привлекаю к себе теми же самыми документами. Замкнутый круг, превращающийся в петлю, затягивающийся на моем горле. Здесь бывший большой начальник не ошибся. Здесь он попал в точку. Но, наверное, более всего он прав в том, что если все равно суждено умереть, то лучше всего умереть в драке, чем в ожидании смерти. Значит, в бой? А почему бы и нет? Я очень долго собирал камни. Только собирал и собирал. Не пришло ли время разбрасывать их? Прицельно. Так, чтобы ни один не ушел в молоко. Так, чтобы каждый нашел достойную цель. Не пора ли? Пора. На следующий день один из пациентов правительственного этажа больницы скончался. От пяти огнестрельных, полученных в мягкие ткани и не угрожавших его здоровью ран. В последующем информационном сообщении и в некрологии было указано, что причиной смерти явился приступ сердечной недостаточности. Глава 54. Легко сказать, начать атаку. Это только в пехоте, все просто и однозначно. Примкнул штык к винтовке, вскочил на бруствер окопа и побежал навстречу противнику. И упал, получив пулеметную очередь в грудь. Или добежал и победил. А какой штык, какой винтовке прилаживать мне? На какой бруствер скакивать? У меня нет соседей справа и слева, нет артиллерийской подготовки, нет даже поля боя. Есть только противник. Спереди, с правого фланга, с левого и с тыла. Со всех сторон. И на этого противника мне надо наступать. И этого противника мне надо одолеть. Ну или хотя бы нанести значительный, в живой силе и технике урон. В общем, начать и кончить. Ну, кончить они меня смогут и сами. По этому поводу мне можно не переживать. А вот начать надлежит мне. Причем с того же, с чего начинается подготовка атаки в пехоте. С определения целей наступления. С тех самых высоток, плацдармов и населенных пунктов, которые предстоит занять. Какие цели моего наступления? Пошантажировать, пощипать нервы властям, придержащим, с помощью имеющихся у меня сведений. Слишком мелко. В масштабах районного, выпрашивающего 10 тысяч долларов наличными шантажиста. Не годится. Сместить с занимаемых должностей одного-двух нечистоплотных на руку и мысливых высокопоставленных чиновников? Их место займут другие. Образовавшуюся во власти брешь затянет, как чистую воду ряской, на топином болоте. И ничего я не добьюсь. Только себя подставлю. Не подходит. Хотя все же лучше, чем первый вариант. Генеральная уборка тоже начинается с первого сметенного веником ссоры. Что я могу еще? Устроить грандиозный публичный скандал с привлечением газетчиков? Так они не привлекутся. Им заткнут не кнутом, так пряником рты еще на этапе подготовки материала. Этот скандал не их масштаба. Газетчикам нужна не сенсация. Им нужна сенсация конкретно в их газете, чтобы поднять тиражи, рейтинги и гонорары. Сенсация ценой закрытия газеты им в убыток. С чего они тогда будут кормиться? Каким образом доказывать общественности свою неподкупность? Без рупора-то. Кто их услышит? Нет, газетчики отпадают. Прямое выступление по радио или телевидению? Так за ними присмотр, как за среднеазиатской невестой до получения от жениха, прочитающегося семье Колыма. Не проскочишь. А если даже умудришься, выступление прервут на второй минуте по техническим причинам. И запустят вместо него очень веселый мультфильм или очень любимую массовым зрителям телепередачу. На то на радио и телевидении есть редакторский рубильник прерывания трансляции. Не обойдешь его, не объедешь. Потому что тот рубильник, через цепочку доказавших свою лояльность к существующей власти ответственных работников, напрямую связан с высшими эшелонами власти. Привлечь иностранных писак? Так подавляющее их большинство, аккредитованных в нашей стране, получают зарплату в тех самых учреждениях, которые всю эту кашу и заварили. Идти к ним, это все равно, что с гордо поднятой головой явиться на собственные похороны. Хочу я попасть на собственные похороны в качестве главного их участника? Нет. Но даже если мне повезет, я отыщу честного корреспондента, где гарантии, что таким же честным окажется его редактор. Или владелец его издания. Нет таких гарантий. Значит, и этот путь закрыт. Что же мне остается? Лечь и помереть. Или... Или найти возможность влиять на развитие ситуации. Без посредников. Лично, самому. Вот такая безумная, ну или на грани безумия, мысль. Похоже, я договорился, то есть додумался до точки. Как одиночка может управлять политическими процессами целого государства? Государство не горшок с борщом, поставленный на огонь. Захотел, прибавил жару. Захотел, убавил. Захотел, пересолил. Захотел, не досолил. Да и я не шеф-повар. И тем не менее. Нельзя отбрасывать идею, сколь бы сумасшедшей она не представлялась, не обдумав ее до того со всех возможных сторон. Так нас учили мыслить. И так я всегда мыслил. В безумном повороте сюжета подчас скрывается гораздо больше здравого смысла, чем в самом обдуманном и логически обоснованном ходе. Странное противоречие получается. Они, саккумулировав необходимую информацию и проконсультировавшись, уверен, сотни самых разнопрофильных специалистов, решили, что влиять на политические процессы и даже конкретные события в конкретной стране возможно. А я, располагая той же самой информацией, посчитал, что нет. А в чем разница-то? Их много, а я один? Так с точки зрения использования информации это несущественно. Времена переписчиков бумаг и курьеров, где количество работников имело решающее значение, прошли. Передовые технологии, в том числе компьютер, ксерокс, факс и прочая оргтехника, уравняли возможности одиночки и тысяч. Здесь я по возможностям ничем не отличаюсь от них. Деньги? Деньги, конечно, нужны. Но я их раздобуду столько, сколько нужно. И когда нужно? Этому искусству, извлечению требуемых сумм из воздуха, я за время своей работы в должности резидента обучился в совершенстве. Тут я даже в более выгодном положении, чем они. Мне их у государства и банкиров выпрашивать не надо. Они их мне сами дадут. Что еще? Пожалуй, и все. Все прочие легкоодолимые частности. А нет ли у меня в сравнении с ними преимуществ? Какой бы нелепой ни казалась эта мысль. Ну-ка подумаем, пораскинем мозгами. А ведь есть. И в первую очередь то, которое я считал главным недостатком. Я один. И значит за все отвечаю один. Лично сам. И все решения принимаю тоже сам. Без согласований и увязок с мнением и рекомендациями вышестоящего начальства. И значит остановить меня и выследить меня и схватить меня за руку гораздо сложнее, чем их с их громоздким трудноподчиненным механизмом исполнителей, помощников и советчиков. У меня эти самые руки развязаны и свободны для действия. А еще? Есть еще. Я знаю территорию, на которой разворачивается действие, лучше их. Много лучше. Это моя территория. Это мои люди, психологию которых я усваивал с детства. А для них они непонятные, загадочные чужаки. Здесь я хозяин. Здесь я царь и бог. Они оккупанты. Для них каждый шаг, риск и напряжение. Не подкинут ли под каблук мину? Не стрельнут ли из-за угла? Не придумают ли еще какой гадости? Здесь они не могут действовать в полную силу и без оглядки. А я могу. Потому что это моя страна. Потому что я и есть тот самый партизан. Значит, шансы на победу есть. Есть. Значит, вперед, в атаку, марш-марш. Значит, в атаку. А чтобы гарантированно одолеть противника, я перехвачу из его рук его же оружие. Чтобы уравнять наши шансы. Чтобы крушить его с помощью его же тяжелых, умопомрачительного калибра пушек. Раз у меня своих нет. Может быть, именно это имел в виду мой бывший подопечный и бывший большой начальник, который толковал о драке. Может быть, именно это он пытался объяснить мне. Вот что, Александр Анатольевич, дайте-ка мне на экран папку сценарий. Зачем она вам? Почитай. Не одну же мне с утра до вечера переводику листать. Что-то и для души хочется. Это как угодно. У каждого свои литературные пристрастия. Час за часом, день за днем, я самым тщательным образом штудировал сценарий. Каждую из 3750 машинописных страниц. В каждом ее пункте. Я читал эти страницы и раньше. Но раньше меня интересовала только фактическая сторона дела. Кто, когда, с кем, при каких обстоятельствах встречался или должен был встречаться. Теперь я искал нечто иное. Я искал рычаги управления, с помощью которых можно перекраивать общество под свои лекалы. И с помощью которых можно управлять этим обществом. Я искал методологию. Не что делать, а каким образом это делать. И я находил ответы на многие свои вопросы. Я находил эти рычаги. Их было множество. На все случаи общественно-политической жизни. Но все они, как отдельно взятая войсковая часть, оставались лишь небольшим фрагментом армейского резерва, сконцентрированного на направлениях главного удара. Таких стратегических направлений было три. Первое. Формирование общественного мнения. Управление и манипулирование этим общественным мнением в зависимости от поставленных целей и задач. Второе. Подбор и расстановка кадров. Вот уж действительно прав был наш великий кормчий. Кадры решают все. Третье. Организация событий в избранной стране. Опять-таки в зависимости от того, каких результатов и как скоро вы желаете достичь. Три кита, на которых ничего не стоит, но которые совместными усилиями способны разрушить все. Удивительно, как немного надо, чтобы заставить миллионы и миллионы людей подчиняться чужой воле. Заставить их разрушать собственный дом. Не задумываясь. Убивать и покорно умирать. Стадный инстинкт. Ведомые на веревочке ложаки и брошенные в центр стада камни. Теперь я знаю ниточки, за которые дергает свои куклы кукловод. Теперь я тоже попробую их подергать. Но совсем в другом направлении. В обратном направлении. От кукол к кукловоду. И посмотрю, как ему это понравится. Если, конечно, они эти ниточки раньше времени не обрубят. Вместе с моими руками. Глава 55. Я очень долго готовился к следующему своему шагу. Я переделал за несколько месяцев столько черновой подготовительной работы, сколько не умудрялся делать за иной год. Я не досыпал сутками и не доедал килограммами. Я измотался морально и физически, прежде чем смог произнести итоговую, в которой так долго шел, фразу. Переодевайтесь, Александр Анатольевич. Во что? Вот в это. Спецовку телефонного монтера. Мы выезжаем на линию. Устранять аварии согласно заявкам населения. Значит, опять машина. Упал духом Александр Анатольевич, прижившийся в очередной съемной квартире. Опять. Зачем? Затем, что на этот раз, предполагаю, нас будут ловить. С утроенным усердием. И не какие-нибудь за 3-9 земель импортные электронщики. А наши, доморощенные пинкертоны, которым до запеленгованного телефона добраться, только 5 автобусных остановок проехать. Снова говяжьи туши. Снова холодильник. Нет, на этот раз машина профильная. Аварийная, городской телефонной сети. Со специальной раскраской и со всеми необходимыми причиндалами. Фургон на базе ЗИЛа еле нашел подходящий. А тогда мы кто? А мы бригада аварийщиков, устраняющая разрывы и прочие повреждения в сети. Кстати, ради такого случая, произвожу вас сразу в ремонтника 6-го разряда. Заметьте, без экзаменов и бюрократических проволочек. Цените. И получайте удостоверение. Когда выезжаем? Как только вызов получен. Фургон передвижной телефонной мастерской излишних удобств не предлагал. Грязный стол, грязная скамейка, грязный топчан и пара шкафов в углах. Там же в шкафу один стационарный компьютер, пара миниатюрных ноутбуков и факс. Лучше бы в холодильник, заключил осмотр Александр Анатольевич. Может и лучше, но приметней. К тому же нам не требуется теперь возить с собой столько техники, сколько мы возили раньше. Надо порошка купить и вымыть здесь все как следует. А лучше покрасить, предложил Александр Анатольевич, мазнув пальцем по стенам. А вот этого как раз не надо. Ни мыть, ни красить, ни даже подметать. Это лишнее. Все должно оставаться как есть, то есть натурально. Максимально приближенно к быту настоящих, обслуживающих телефонной линии монтеров. А у них там, поверьте мне на слово, стерильностью не пахнет. Потому как это не дом для них, а только рабочее место. Что же мне с грязи лопнуть? Можете надеть подробу крахмальное белье и менять каждые два часа. Первый выезд. Первое подключение. На этот раз шкафы я не закрывал и провода не маскировал. На этот раз я действовал легально. Подключился! Орал я, что есть мочи. Проверь сигнал! Есть сигнал! Давно известно, чем больше навязываешь себя постороннему вниманию, тем меньше тебя замечают и запоминают. Тогда порядок! Я брал в руки пассатижи, телефонную трубку, обматывался проводами и вставал возле приоткрытой двери. С чего начинаем? Первое сообщение вот по этому адресу. Александр Анатольевич загонял факс-бумагу. Готов! Запускай! Минутная пауза. Сообщение пошло! Принятие подтверждено! Что еще? Здесь все! Меняем диспозицию! В сообщении было несколько красноречивых, из личной и служебной биографии адресатов фактов. В частности, касающихся того, с кем и где он встречался и что в результате этих встреч получал в виде подарков, бесплатных билетов, гонораров за книги, лекции и публичные выступления по радио и телевидению. По числам, по очередности. Что в начале, что потом. Что причина, а что следствие. В сообщении не было указано ни фамилий, ни должностей. Но была маленькая приписка. Как вы считаете, имеет ли моральное право государственный чиновник с подобной биографией претендовать на новый, вновь предложенный ему высокий пост? Или из морально-этических соображений должен отказаться? С уважением, группа независимых журналистов. И постскриптум. Готовы предоставить вам соответствующие документы, с частью которых, малой, вы имели возможность ознакомиться. Всякий чиновник, если он не был полным дураком, увидев такую о себе информацию, от должности должен был отказаться. По крайней мере, до выяснения каналов утечки информации и поимки независимых журналистов. Он и отказывался. Под каким-нибудь благовидным предлогом. Не то здоровье, не тот опыт. Благодарю за внимание. Второй адрес пошел. Принято. Третий адрес пошел. Принято. Четвертый. Пятый. Шестой. Новая, устраивающая треть тех лиц правительства, не вытанцовывалась. Но никак не вытанцовывалась. Самоотвод за самоотводом. Что за чертовщина? Десятый адрес пошел. Одиннадцатый. Двенадцатый. Принято. 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 С первым списком закончено. Коротенький список, но очень звонкий. Другой чуть подлиннее, потому что касается фигур второго и третьего плана. Этих компроматом не запугать. Этим еще нечего терять. Потому что они еще ничего не имеют. Этих на политический испуг не возьмешь. С этими надо воевать по-другому. Новая точка стояния. Возле двадцати какого-то шкафа. Заряжай первый объект. На связи. Запускай. Сделано. На стол первого объекта из пасти факса выползла короткая бумага. С выдержкой из одного прелюбопытного для него разговора. Того, где известного ему лицо А, говорило так же хорошо ему известному лицу Б, о партии одного, опять-таки хорошо известного ему товара. Направляющегося из пункта С в пункт Д. И о том, что по дороге этот товар может исчезнуть в районе пункта Х. Если, конечно, Б столкуются с А. И совместными усилиями нейтрализуют В. Которым и был адресат. В конце получателю письма предлагалось спуститься в подъезд и взять в почтовом ящике копию магнитофонной записи данного человека, вставить ее в магнитофон и еще раз прослушать. Что адресат незамедлительно, чуть ноги на лестнице не поломав, и делал. Потому что товар действительно существовал и действительно шел из пункта С в пункт Д. Но никто его не собирался перехватывать в пункте Х. И никакого разговора между А и Б не было. Но была вражда между Б и В. Не на жизнь, а на смерть. Что я и использовал. Необходимую мне для проведения данной комбинации информацию я получил за немалую сумму от одного известного мне человечка. А голоса записал с установленных мною в известных же мне местах жуков. А смонтировал разговор с помощью талантливого звукоимитатора, студента актерского факультета провинциального театрального вуза. И не только этот разговор, а еще два десятка. На самые разные темы. Конечно, квалифицированная экспертиза, проведи такую, в соответствии голосов установила бы довольно быстро. Но кто будет эту требующую времени экспертизу проводить? Когда кулаки чешутся, когда кровь в голове приливает, а гнев глаза и уши застит. Такой ситуации хватаются не за высокочувствительную экспертную аппаратуру, а за примитивный пистолет. На что я и рассчитывал. Таким образом, одна ненужная ни мне, ни стране партия лишилась части субсидированных ей на политику и предвыборную компанию средств, потому что спонсоры самым неожиданным образом перестреляли друг друга. Перекрывая финансы, я перекрывал возможности. Другое письмо уходило к другому денежному мешку. В нем сообщалось, что отделу по борьбе с экономическими преступлениями стало известно об одной не очень чистоплотной внешнеэкономической сделке, и что сообщил о ней в органы один из руководителей филиала данной фирмы, под маской анонимного и потому неуловимого доброжелателя, сообщил с двойной целью, чтобы насолить шефу и чтобы прибрать к рукам после его отсылки в места не столь отдаленные головную фирму. И действительно, милиция, тот самый доблестный отдел, получала соответствующее письмо, где был подробно изложен механизм противозаконной сделки с извещением о посылке дубликата письма в вышестоящие инстанции. Ну, чтобы они шустрее шевелились. И они шевелились, так что пыль столбом стояла. Характерно, что эти сведения мог знать только этот человек, только руководитель филиала. И только он и знал. Потому что именно он, посредством приляпанного с помощью пневматического ружья к стеклу кабинета микрофона, обо всем мне в доверительной беседе с главным бухгалтером рассказал. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями в полном составе прыгал в машины, ехал в указанную фирму и изымал всевозможные документы. Глава фирмы, конечно, выкручивался, все валил на замов и помов и освобождался под подписку о невыезде. А потом разбирался с руководителем филиала. Который решительно ничего не понимал и от всего открещивался. Начиналась очередная бесконечная и небезобидная междоусобная разборка. Филиал закрывался, головная фирма терпела убытки. Потому что когда идет драка, купцам не до торговли. В результате еще одна партия теряла живительный, столь необходимый ей именно сейчас для проведения предвыборной кампании, финансовый ручеек. Подобным же образом, я не без успеха стравливал между собой партии и целые блоки партий. Уж не говоря о всяких там мелких, мечущихся между ними политических группировках. Хорошо, что все они, трудами неизвестных мне сценаристов, были учтены, рассортированы и разложены по политическим полочкам. Кто на крайне правую, кто на правую, а кто в центр. Каждая на свое, а не на то, которое декларируется в политической рекламе место. И в порядке убывания. От наиболее необходимых для успеха задуманного действия, до совершенно в нем бесполезных. Мне не приходилось ничего выдумывать. Я пользовался готовыми рекомендациями. Только с точностью до наоборот. Политики оказались очень управляемыми, потому что были очень скандальными типами. Просто на удивление скандальными. Просто как торгующие семечками на базаре бабы. Им довольно было подбросить самый примитивный, самый малоаппетитный, но обязательно дурно пахнущий факт, чтобы они тут же вцепились друг другу в глотки. Работать с ними было одно удовольствие. Одним я доводил до сведения, что вторые, никак не рекламируя это, ищут подходы к третьим, которые, оказывается, сделали ставку на четвертых. Отчего пятые, ну просто заходились в праведном гневе. Чему злорадно радовались шестые, вошедшие в союз с седьмыми. А потом так все запутывалось и перепутывалось, что нелицеприятное выяснение отношений шло уже без всякого моего вмешательства. Да такое, что на участие в собственно политической борьбе ни времени, ни сил уже не оставалось. Я только бросал камень в стаю. А уж они по собственной инициативе начинали выяснять, кто прав, кто виноват, и кто из виновных виноват и всего. А санта! Кричали лидеры политических движений и тянулись пальцами к лацканам пиджаков недавно союзной страны. На себя посмотри! За этих уже можно было быть спокойным. Эти своими политическими демаршами стране уже угрожать не могли. А главное, не могли объединиться с другими, подобными им по убеждениям, программам и честолюбимым мечтам партиями. В этой бесконечной, беспрерывной сваре политиков разных толков и направлений я мог властвовать, потому что научился разделять. Наверное, спустя какое-то время они разберутся в своих претензиях и поймут, что их попросту стравливали друг с другом, как голодных, бездомных и оттого злых псов. Но будет уже поздно. То, что они согласно чужой воле и чужому сценарию должны были сделать, они уже не сделают. Не успеют. Так что зря кукловод дергает свои ниточки в надежде, что куклы разыграют требуемые им спектакли. Куклы ничего не разыграют, потому что все идущие к ним ниточки перепутались и перевязались узлами. Информация передана. Подтверждение получено. Еще адреса есть? Есть. Глава 56. Следующий удар я нанес в пакету общественного мнения. Того, которое было угодно моим противникам. Нет, я не был сумасшедшим. Не предполагал, что единственным своим голосом смогу изменить настроение населения целой страны. Хотя бы потому, что невозможно влезть в душу и побеседовать за жизнь с каждым из сотни миллионов представителей ее взрослого населения. И убедить их в чем-то. Это по силам только тому, кто держит в руках громкоговорящий рупорт телевидения, радио и прессы. Тому, кто заказывает всю эту музыку. И кто с помощью ее ежечасного и каждодневного, по всем вещательным каналам прокручивания, достигает требуемого результата. Я такими возможностями не обладал. Я не мог изменить ситуацию. Но я мог исказить представление о ситуации. Это мне было по силам. Я понимал, что любая массовая компания должна отслеживаться и корректироваться в зависимости от полученных результатов. Чуть вправо или чуть влево. Настроение людей слишком чувствительный инструмент, чтобы можно было играть на нем в автоматическом режиме. Это не патефон, где завел ручку, поставил пластинку и крути ее, пока она не кончится. Это скорее оркестр, где даже одна пропущенная дирижером фальшивая нота может в конечном итоге испортить всю музыку. Нет, здесь без хорошо налаженной и очень оперативной обратной связи не обойтись. А раз есть связь, значит возможно использовать ее в своих целях, как ту самую, идущую в две стороны телефонную лапшу. Вот именно лапшу, телефонный провод, который соединяет двух, трех и гораздо более абонентов, которые используются для разговоров, для общения, для вопросов и ответов. Вот это его свойства я в своих целях и попытаюсь использовать. Я сел за справочники. Я выписал все существующие государственные, общественные и частные организации, занимающиеся социологическими обследованиями. Всех, кто задает населению вопросы по телефону или вручает на остановках общественного транспорта и в магазинах сомнительного вида анкетки и опросные листы. Опросы респондентов, посредством которых устанавливаются рейтинги политиков и партий, выясняют соотношение населения к тем или иным вопросам общественно-политической жизни. И есть та самая обратная связь. Именно та, от которой зависит корректировка планов противостоящей стороны. Я показал найденные мной адреса и телефоны Александру Анатольевичу. Попытайтесь выяснить, какие из них подключены к компьютерным сетям. Хайн Момен. Если социологическая служба выполняет заказ третьей стороны, то она почти наверняка имеет выход в сети. По ним передавать информацию гораздо проще, чем таскать по улицам, зажав подмышкой, папки с бумажными сводками. К тому же папки – улика, вещественное доказательство, которое можно изъять, которое можно предъявить, которым можно прижать подозреваемого по самой крутой статье Уголовного кодекса к стенке. А информацию, ушедшую по сетям сразу, в закрытую память чужого компьютера, попробуй поймай, попробуй запротоколируй. Но даже поймав, умудрись доказать злонамеренность данного факта. Может, это лишь оплошность оператора, перепутавшего номера. Уголовно ненаказуемое деяние. «Сети подключены к следующим номерам», – доложил Александр Анатольевич. «А возможно установить, на каких еще абонентов компьютерных сетей выходят эти номера?» «В момент связи – да». «И что для этого требуется?» «Дождаться их выхода в эфир». «Вот что, Александр Анатольевич, попасите-ка вы эти номера и постарайтесь выяснить, на кого они выходят и с каким объемом информации. А саму информацию не сканировать?» «Нет, информацию не надо. Здесь нельзя рисковать. Они могут зафиксировать присутствие чужака в своих сетях и насторожиться, что ни в коем случае нельзя допустить. Вы меня поняли?» «Я вас понял. Александр Анатольевич сделал больше, чем я его просил. Он вычислил требуемые номера, но они были совершенно нейтральны и, значит, совершенно бесполезны. Тогда он дождался еще одной передачи и установил следующих в сетевой цепочке абонентов. Это были знакомые нам абоненты. Через них, а затем через границу, еще совсем недавно перекачивалась периодическая печаль». «Так вот, кого интересуют ответы наших граждан на вопросы, заданные по телефону и на остановках общественного транспорта. Я обнаружил каналы утечки информации и решил изменить их назначение. Решил каналы поступления информации превратить в каналы передачи дезинформации, поменять их полярность на противоположных, с минуса на плюс. Я подогнал свой аварийный автомобиль, поближе к месту действия, подключился к квартальному шкафу. Вышел на их телефонную сеть и стал ждать. «Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов? Отвечать нужно только «да» или «нет». Так я узнал о содержании этих нескольких вопросов. Теперь мне надо было действовать очень быстро. Я подключил к линии два телефонных аппарата и пять автоответчиков, и совместными с ними и с Александром Анатольевичем усилиями обзвонил две тысячи абонентов, которым задал те же самые, что услышал вопросы, и получил соответствующие ответы. Все не устраивающие меня ответы я исключил. Все полезные сохранил на магнитофонной пленке. Утром я был готов к массовому опросу единственного себя, как полномочного представителя своего народа. «Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов?» «Мог бы». И я включал зафиксированный вчера на магнитофонную пленку чужой голос. «Да, да, да, нет, да, спасибо, не за что. Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов?» «Да, да, да, нет, да, спасибо, пожалуйста, вас беспокоит, да, 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 нет, да, и так 1150 раз. Когда техника не справлялась, я вставлял, слегка изменив тембр, свой голос. И отвечал на все те же вопросы, все те же самые «да, да, да, нет, да». С небольшими вариациями. Но откуда было корреспондентам, набиравшим первый пришедший им в голову номер, догадаться, что они, крутя диск, ни с кем не соединяются, кроме меня? Что из двух тысяч граждан, согласившихся ответить на их вопросы, две трети были мной? И что эти ответы я подгадывал под заранее известный мне результат? Что далеко не все довольны происходящими в стране событиями? Что не всем нравится именно вот эта названная партия? Что не всех устраивает международная, направленная на помощь нашей стране, политика? Оказывается, не все так благополучно, как, наверное, представлялось автором этих вопросов. И как удивительно резко меняется мнение опрашиваемого народа. Может повторить исследование? Можете повторить. Можете повторять его сколько угодно. Процентные отношения не изменятся. Голову на отсечение даю. Я свой народ лучше знаю. Лучше, чем кто-либо другой. Потому что я, этот народ и есть. В данный конкретный момент. И в данном конкретном месте. Спасибо. Вопрос закончен. Следующий адрес и следующий шкаф. Вас беспокоит общественная рейтинговая служба. Просим вас ответить на ряд интересующих нас вопросов. Весь внимание. Да, 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 нет, да. Вас беспокоит. Да, 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 нет, да. Наверное, я не мог полностью изменить результаты опросов. Ведь они шли не только по телефонному каналу. Но повлиять на них и повлиять самым существенным образом мог точно. И влиял. Вам беспокоит. Да, да, да. Нет, да. Вас беспокоит. А зачем мы туда-сюда трубку тягаем? Вдруг спросил Александр Анатольевич. Так и рука, и уши рано или поздно отвалятся. Что поделать. Другого пути нет. Так что потерпите. Почему нет? Очень даже есть. Не проще ли, минуя телефоны, забираться сразу в компьютер, принимающий информацию? Как это? Да, очень просто. Пусть они звонят. Пусть спрашивают кого и о чем угодно и фиксируют их ответы. Все это в конечном итоге все равно загоняется в память компьютера. И там и хранится. И чем нам пытаться влиять на конечные цифры опроса в розницу, каждым телефонным звонком? Не проще ли делать то же самое оптом? То есть в самой базе данных? Но ведь вход в компьютер запер паролем. А на каждый замочек отыщется свой ключик. Ведь чему-то я научился у нашего вундеркинда Козловского. К тому же уверен, здесь не может стоять мудреных шифров. Это же не счета в банке и не секретные сведения. Только ответы на публично заданные вопросы. Да и персонал там, одни женщины. И дай бог единственный с очень средним техническим образованием программист. Ну, как вам такая идея? Идея была замечательная. Тысячекратно упрощающая нашу задачу. Я облегченно бросил раскалившуюся ДКС на телефонную трубку. Начали? Начали. Запрос, отказ. Запрос, отказ. Уточнение. Согласие. Файл открыт. Я в хранилище памяти. Какие изменения внести в основные данные? Все те же самые. Да, 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 нет, да. Только не переборщите. Не загоните все ответы под единый стандарт. За кого вы меня принимаете? Хомар носа не подточит. Все будет очень похоже на правду. Все будет выглядеть даже убедительнее, чем сама правда. Готово. И что получилось? Итоговые проценты на экране. Итоговые цифры получились очень печальными для их заказчиков. Судя по ним, исследуемая страна не была еще готова к принятию следующих, предусмотренных генеральным сценарием, шагов. Что-то затормозило поступательный процесс реализации действия. Что-то не вполне совпало с прогнозами аналитиков, с предложенной ими математической моделью событийного развития. Что? Это они пусть выясняют сами. Я им в этом деле не подсказчик и не помощник. Пока они перепроверяют рейтинги, пока пересчитывают математические модели, пока спорят друг с другом. Идет время. Время, которое работает против них. И значит на нас. На всех. В том числе на меня и на страну. Вот что, Александр Анатольевич, добавьте-ка вы им еще пессимизма. Немножко. Чтобы у них поубавилось охотки лезть в чужие дела. Глядишь, они с нашей подачей одумаются. Вы думаете, одумаются? Уверен. У них просто нет другого выхода. Я ошибся. Они не одумались. И не потеряли охоты лезть в чужие дела. Более того, они форсировали процесс разрушения. От сбора информации и подкупа должностных лиц они перешли к прямому действию. Это было совершенно непонятно. Не похоже на них. На их осторожную и до того очень взвешенную политику. Но это было так. Пора теоретических изысков прошла. Началась драка. Глава 57. В известном промышленном районе одновременно забастовали шахтеры трех угольных разрезов. Через четыре дня их поддержали горняки еще двух регионов. И еще трех. Но почему именно шахтеры? Удивлялся Александр Анатольевич. Потому что это был очень умный, очень расчетливый и очень действенный с точки зрения влияния на внутреннюю политику ход. Правда, он случился чуть не вовремя. Не тогда, когда был предусмотрен сценарием. Но он случился. Чего они добиваются? Дестабилизации отдельных районов страны. Нет, я имею ввиду шахтеров. Шахтеры здесь ни при чем. Шахтеры действительно были не в счет. Они служили только средством. Только разменной картой в большой игре больших политиков. Очень удобной. И потому козырной картой. Добастовка шахтеров являлась идеальным инструментом для манипулирования общественным мнением. В любую угодную сторону. Хоть вправо, хоть влево. Остановка угольного конвейера как напрямую, так и косвенно отражалась на всех прочих отраслях промышленности. Уголь не получали металлурги. Металлурги не давали металл. Отсутствие металла лишало работы десятки тысяч людей в тяжелой и станкостроительной промышленности. Но самое главное, отсутствие угля било по расположенным в ближних регионах тепловым электростанциям. А падение напряжения в сети по всем, без разбору. От промышленных гигантов до мертвящих в своей квартире старушки-пенсионерки. Забастовка в угледобывающей промышленности отражалась на всех и вызывала цепную реакцию народного недовольства. Ни выход на работу учителей или инженеров никто бы и не заметил. И никто бы не воспринял всерьез. Вопрос. Именно поэтому забастовка случилась в шахтах. Забастовка угольщиков должна была послужить тем фитилем, который способен взорвать бомбу социального недовольства целого региона. Какого-то одного региона. Только одного. Так было предусмотрено сценарием. Вопрос. Какого из шести? Я сел за учебники географии. Любой город, любая область и даже государство существуют не в безвоздушном пространстве, а на вполне конкретных, с конкретным рельефом и климатом участках суши. Эти доставшиеся им участки во многом влияют на экономику, характер и уклад жизни проживающих там людей. И тем на политику. Рассматривая карту под таким специфическим углом зрения, иногда можно увидеть много больше, чем на ней нарисовано. Не одни только горные хребты и водоемы. Меня в первую очередь интересовали климатические условия, количественный и качественный состав населения, транспортные развязки, наличие энергоисточников, приближенность к границам и еще многое-многое другое. Поднимать волну социального недовольства проще было в местности, где забастовка шахтеров угрожала реальными, а не воображаемыми бедствиями проживающему там населению. Регион А. Отличные подъезды, дублированное энергоснабжение, альтернативные теплоносители, малая населенность. Не похоже. Здесь, если социальные выступления и возможны, то очень вялые и очень кратковременные. Регион Б. Здесь положение подобное. Немного населения, хорошо отлаженное снабжение, мощная энергетика. Малый процент людей, занятых в горнодобывающих и сопутствующих ей отраслях. Регион В. Тут положение более печальное. Три теплоэлектростанции и ни одной гидро- или атомной. Дороги малочисленны и разрушены. Люди сконцентрированы в городах, не имеющих автономного теплопитания. Преобладающая профессия – горняк. Регион Г. Регион Д. Я остановился на трех регионах, но я все еще не знал, какой из них избран для социального эксперимента. Александр Анатольевич, а не слабо вам дотянуться своим сканером от Москвы до самых до окраин? До каких? До самых дальних. Что вы все ходите вокруг да около? Что вам требуется конкретно? Периферийная печатная продукция в больших объемах. Будет вам продукция, если там есть хотя бы одна подключенная к компьютерным сетям редакция. Неделю я потратил на просмотр переводики. Я смотрел ее беспрерывно с утра до вечера, отмечая плюсиками и минусиками по десятибальной шкале негативную либо позитивную информацию. Ругают существующее положение дел Минус три Сильно ругают Минус семь Ругают распоследними словами Минус десять Хвалят за наше счастливое сегодня Плюс четыре Сильно хвалят Плюс шесть Разливают елей так, что он со страниц медом капает Плюс десять с половиной А в итоге? А в итоге явное процентов на сорок выше, чем в прочих местах преобладание негатива в одном из регионов Уж не здесь ли запланирован и любовно взращивается взрыв народного негодования? Попробуем подтвердить свои подозрения Или отвергнуть их Я просмотрел сводки поступления в отдельные регионы материальных и финансовых средств Очень занятно Мой регион на фоне остальных Выглядел как пасынок, живущий рядом с родными и горячо любимыми детьми Питаются из одного и того же котла Но очень по-разному Недопоставка, задержка, отказ, отказ Сплошные отказы Кому-то куриные ножки, а кому-то воробьиные горлышки Или голая отварная картошка К чему бы это? А если зайти с другой стороны? Там, где ожидаются проявления народного недовольства Обычно начинают подкармливать органы правопорядка и армию Чтобы они из братской голодной солидарности На сторону противника ненароком не переметнулись Чтобы они руку дающую не кусали, а скалившись защищали Как у нас с этим дело обстоит? Занятно обстоит Если верить в служебной, только для их пользования статистике В означенном регионе проблем с жалованием для офицерского и сержантского состава МВД и армии нет Никаких задолженностей Более того, даже какая-то квартальная премия выдана За что выдано? За то, что прошло 90 календарных дней? Странная для наших прижимистых руководителей щедрость Дурно пахнущая щедрость Теперь посмотрим грузопоток Что из того региона ушло и что туда взамен прибыло? Так, лес, уголь, другие полезные ископаемые, транзитный груз и прочее Тут все ясно А туда? Шиш на постном масле В очень значительных количествах И еще, если судить по запрашиваемым платформам и местам погрузки Бронетехника И воинские, подробно не раскрываемые в сводках эшелоны И дополнительная горючка Наверное, для той бронетехники Отчего это вдруг военные по стране разъездились? Может, они всегда так разъезжали? Согласуюсь, со временем года Как дикие перелетные птицы Ну-ка, полюбопытствуем, как обстояло дело в предыдущие годы Хм, по-другому обстояло Никто никуда не ездил Все по зимним квартирам сидели И что на это нам скажет пресс-служба Министерства обороны? Если я представлюсь корреспондентом Би-Би-Си И заплачу за информацию с зелененькими Ах, учение Плановое С целью отработки взаимодействия различных родов войск Окей В смысле, понятно Вот только непонятно, почему именно там И именно в это время Не раньше, не позже Или наоборот Очень даже понятно Создают на всякий пожарный случай силовой буфер Если вдруг ситуация выйдет из-под контроля Итак, подводим итог Если где-нибудь, что-нибудь и может случиться То только в этом, обиженном со всех возможных сторон Кроме разве не запрашиваемой военной помощи Регионе Значит, туда мне и путь держать Но прежде чем туда отправляться Мне следует решить, что я там смогу полезного сделать Как совладать с таким скопищем искусственно взращенных проблем Учитывая, что я не глава государства Только рядовой его гражданин И я снова, как всегда Когда не знал, что делать Начал задавать себе вопросы Точнее, один единственный вопрос Что будет являться Главной пружиной Затеваемого между населением и властями конфликта Главной Деньги Официальной, а впрочем И реальной причиной забастовки шахтеров Была не выплата им за несколько месяцев зарплаты Это было странно Потому что деньги в стране были Деньги были даже в поселках шахтеров У милиции, у пожарников У административно-управленческого аппарата У многих других категорий граждан Им зарплаты выплатили В том числе, наверное, и потому Что их участие в акциях неповиновения не предусматривалось Сценаристам не нужен был Всеобщий бунт Им нужна была лишь демонстрация недовольства Несогласия с существующей политикой Не более того Более это уже революция Которая в рамки кабинетных сценариев Не укладывается В конечном итоге Все задолженности будут погашены Все зарплаты выплачены Что лишний раз докажет Наличие требуемых средств Но это будет потом А за это время Кроме забастовок И выяснения отношений между народом и правительством Кое-кто успеет протащить Через законодательные органы Устраивающие его поправки к законам Поставить на ключевые должности нужных людей И сделать еще очень много полезных Лично для себя и для своих негласных хозяев дел В этом и есть основная цель Хорошо срежиссированной Бузы Это понимал я Но это не понимали И не могли понять Лишенные средств существованию шахтеров Они не осознавали Что их бурчащие от голода желудки Это лишь прелюдия Первый звук Чужой Очень сложной И очень длинной музыкальной импровизации Наверное я мог попытаться Объяснить им Всю эту В которой их использовали В качестве основного аргумента Комбинацию Но я никогда бы не смог Донести свою мысль До их жен и детей Которые хотели есть И одеваться В более-менее приличную одежду Поэтому я пошел другим путем Тем, который лишал бомбу Главного ее запала Я просто нашел деньги Всем тем, кто их не получал Как? Как умел От имени статичного комитета Я отправил пять факсов В пять наиболее крепко стоящих на ногах Местных банков С просьбой оказать материальную поддержку Семьям голодающих шахтеров До погашения им долгов государством Банкиры посмеялись Над наивностью стачкома Сделали заявление В местной прессе О большом желании Оказать материальную помощь Нуждающимся И о полной невозможности Это сделать Из-за хронического отсутствия Каких-либо свободных средств В отличие от всего прочего населения Сидящего на голодном Финансовом пайке региона Они догадывались Кто и с какими целями Не переводит шахтерам Причитающиеся им средства По крайней мере Думали, что догадываются С людьми из центра Дирижирующими региональной политикой Банкиры ссориться не хотели И положили факсы под сукно До момента, пока не пришли Следующие факсы Теперь уже именные Управляющим Лично в руки В факсах доказывалось Наличие в данных банках Излишков сумм Которые можно было бы Направить бастующим горнякам Триферийные банки В отличие от столичных Не так рьяно и изощренно защищали Свои дебеты с кредитами Чтобы нельзя было вытянуть Требуемую информацию Из их компьютеров А сами банкиры Оказались исключительными В быту болтунами К тому же малообразованными В сфере техники Промышленного шпионажа Они боялись только Грабителей и медвежатников Вооруженных отмычками Автогенами и автоматами И не предполагали Что обыкновенный телефонный провод И неразличимый глазом микрофон Налепленный на оконное стекло Способный причинить Куда большие финансовые потери Чем просто банальный взлом В заключении финансового обоснования Я рекомендовал задуматься над тем Что предпримут оголодавшие горняки Если они узнают о наличии у них Под боком Излишков так не хватающих им средств И что скажут рядовые вкладчики Которым из-за полугодового отсутствия прихода Не выплачивают причитающиеся им проценты По вкладам И какие выводы сделает налоговая инспекция Буде ей как-нибудь случайно попадут в руки Вот эти вот цифры А? Утром следующего дня Четыре местных банка Удивили общественность заявлением О готовности выдать шахтерам Беспроцентную суду Для погашения задолженности по зарплатам С принятием долговых обязательств государства На себя Пятый банк заявление не сделал Потому что объявил себя банкротом А его управляющие и главбух Ударились в бега Недостающую сумму Я известными мне и другим работникам конторы методами Получил в других банках И переправил на счет стачкома В качестве благотворительного взноса От пожелавших остаться неизвестными бизнесменов Шахтеры покинули митинговые колонны И встали в очереди в кассы А потом в кассы магазинов Накал страстей пошел на убыль После сытного обеда И тихого отдыха в кругу семьи Охотников идти на продуваемую всеми ветрами улицу Обычно не находится Это был успех Но это была еще не победа Согласно сценарию Невыплата зарплат не являлась единственным способом Политической и социальной дестабилизации региона Были еще недопоставки товаров первой необходимости Перебои с электроэнергией Рост преступлений против личности Массовый террор Последний подходил лучше всего Он не просчитывался как интрига государства Против отдельно взятой административной территории И при минимальных вложениях давал максимально положительный эффект Два-три сопровождающихся многочисленными жертвами взрыва И население проголосует за любые предложения Обещающие им быстрое избавление от страха за себя и своих детей Старый, опробированный во множестве стран прием На их месте я взорвал бы бомбу А лучше две Раздул пламя общественного возмущения с помощью прессы А потом собрал многочисленные митинги Выдвинул политические требования И методом стихийного волеизъявления народа Поддержал бы того Кто всю эту кашу заварил Я бы сделал именно так Именно поэтому я постарался сделать все наоборот Я пошел в аптеку И купил без рецепта несколько необходимых мне лекарств В большом количестве Потом я пошел в хозяйственный магазин И прикупил кое-что из бытовой химии Потом я смешал все эти лекарства И всю эту бытовую химию в известной мне пропорции И получил мощное взрывчатое вещество Умению изготовлять бомбы из ничего Вернее, из того, что свободно продается в любой посудной лавке И применять их по назначению Каждого диверсанта-разведчика учат еще на первом курсе учебки Это азы Это самое простое Я сделал две бомбы Одну положил в урну возле центрального универмага Другую в вестибюле кинотеатра И позвонил в милицию Алло Тут какой-то сверток большой В кино И там что-то тикает Может будильник, а может еще что Я его трогать боюсь Вы посмотрите сами Милиция приехала И нашла то, что нашла Снаряженную взрыву бомбу И потом еще одну И объявила тревогу Чего я и добивался А зачем ждать, когда в городе поразбрасывают в местах скопления людей Настоящие взрывные устройства О которых никто не сообщит И которые сделают свое кровавое дело В таких случаях лучше опережать ситуацию Как в медицине С помощью загодя поставленных прививок Немножко укололся чумой И уже никогда чумой не заболеешь И не умрешь В город нагнали дополнительные силы правопорядка На каждом углу поставили по постовому Каждый подозрительный чемодан или сверток Тащили на экспертизу Каждого подозрительного типа Ощупывались силами привлеченных дружинников И курсантов местных военных училищ Теперь проведение в городе террористических актов было усложнено И террористических актов не состоялось Даже если они и планировались А если не планировались То тут лучше пересолить Регион был стабилизирован Но взорвался другой регион Точно по тому же сценарию Глава 58 Что и должно было произойти Получился классического покроя Тришкин кафта Где я с иголкой и нитками Бегал из одного конца страны в другой И штопал худые места А по швам трещало там, куда я не успевал Все это было закономерно В одиночку против всех не воюют Я явно переоценил свои силы Я слушал радио Смотрел телевизор Читал сообщения с мест И слышал, видел и понимал Гораздо больше, чем говорили, печатали и показывали Я знал, что произойдет дальше Через час, через день, через неделю Я мог сверить это по листам Имеющегося у меня сценария Конечно, это был не тот регион Который планировался в качестве Главного исполнителя заказанной роли И даже не запасной Где я тоже успел предпринять Кое-какие шаги Это был третий Наименее приспособленный Для бунта регион Где революционные процессы Протекали вяло Со скрипом и пробуксовкой Но тем не менее протекали Подталкиваемые чьей-то опытной рукой Что? Плохи дела? Спрашивал Александр Анатольевич Неважнецкие дела Я могу чем-нибудь помочь? Тем, что выбросите телевизор Радиоприемник и газеты И не будете рассказывать о том Что происходит в стране Два раза я выезжал В те внезапно оголодавшие края Но сделать почти ничего не смог Болезнь была запущена Болезнь прогрессировала Я попробовал выдрестить деньги Из местных банков Но их хранилища Оказались пусты Кто-то посредством Хитрых финансовых махинаций Обескровил их раньше меня Похоже сценаристы умели Учитывать опыт предыдущих ошибок Теперь банки Не могли вступить в игру Не могли выдать Беспроцентную Под зарплату Ссуду Банки были нейтрализованы Я добыл и направил Средства в стачком И они пропали В стачкоме Я попытался через Подставных журналистов Поднять скандал И их нашли Но только часть И пообещали в скором времени Отыскать остальные Но деньги нужны были сейчас Как ложка к обеду Сейчас А не потом Когда тарелки опустеют Я ломал голову над тем Что предпринять еще Но в глубине души понимал Что что бы я ни сделал Ситуацию уже не переломить Я опоздал Как на поезд Который ушел вчера Время легких прививок Было безнадежно упущено Если бы была жива контора Если бы во дне оглобли Со мной впрягся местный Владеющий обстановкой Знающий людей Существующие пружины власти Резидент Может быть что нибудь И удалось изменить Но контора не было Был один только я Я был обречен на поражение Потому что рвал вершки Только вершки А питающие сорную траву корни Оставались в земле На недоступной мне глубине И выталкивали 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 на поверхность Новую сорную поросль Где были эти корни Кто был этими корнями Кто и где На этом и надо было Сосредоточить внимание А не на бесконечном Безнадежном дергании Сорных стеблей Кто и где Я оставил бестолковую суету И стал думать Местные руководители Едва ли Их конечно использовали Но в темную Так что они сами не знали Что и для чего они делают Большие чиновники в правительстве Из тех что числятся в моем досье Агентами влияния Наверняка Но они тоже лишь пешки в большой игре Их много И каждый гадит исключительно В меру своих сил и способностей На своем строго определенном участке Это суммарно они заваливают Тем самым всю страну По ноздри Управлять ими Каждым в отдельности Ни рук, ни ног Ни времени не хватит Минуточку Вернемся немножко назад Как я сказал Определенном участке А кем они определены Эти участки Если обращаться к самым истокам То сценариям А кто разрабатывал сценарий Группа специалистов Очень широкого профиля Одной неизвестной мне страны А почему неизвестной? Наверное потому Что я просто не задавался целью Выяснить конкретного адресата Мне это было без надобности Мне было важно не кто делает А что он делает Я не собирался вести захватнические войны Я дрался на своей территории Итак Чья страна? Уж не дядя ли Живущего в большом С белыми колоннами доме? Вполне вероятно Если исходить из принципа Что когда хочешь узнать Вдохновителя преступления Посмотри кому оно принесло Наибольшую выгоду И кому же? В первую очередь ему Нашему заокеанскому соседу И его руководству Сэкономившему своему налогоплательщику За счет победы В полувековом военном противостоянии Многие и многие миллиарды долларов Но и его северному соседу И его союзникам в Европе И всем прочим Кого не устраивало могущество Контролирующее одну шестую часть Суши империи Так кому же конкретно? А так ли это важно? Допустим Я установил заказчика сценария И что с того? Что я сделаю дальше? Дам ему срочную телеграмму С требованием прекратить Чинимое при его поддержке безобразие Обругаю Престыжу Пальчиком погрожу Матом пошлю Он конечно испугается И затрепещет И покается И уйдет в монастырь Замаливать свои политические грехи И дослужится там до звания архиепископа Так? Ну конечно нет Его как и всякого другого Высокосидящего чиновника Так просто не усовестить Потому что этого органа чувств У него как действующего Профессионального политика нет Отмер за ненадобностью В процессе политической эволюции Как мешающий рудимент Политика не делается чувствами Политика делается расчетом И силой И еще страхом Может обратиться за содействием В международной организации Обратиться можно Дождаться содействия Нет Все они тому большому идолу Который зовется политика В рот смотрят Как рыбы-чистильщики В пасть акуля Вдруг что-нибудь такое съестное С зубов перепадет И иногда перепадает Тогда поднять на борьбу Общественное мнение Собрать миллионы подписей В знак протеста Против Как это раньше делалось Когда боролись за мир Во всем мире Отчего нет Общественное мнение Это сила На одну подпись минута На миллион подписей Два года Это если без сна Отдыха И перерыва на обед И туалет Итого лет через 10 Наберется к вору Только к тому времени И Ишак помрет И Эмир И я Что ж тогда делать Кому обратиться за помощью Кто может помочь В борьбе с всесильным заказчиком Только равный ему По положению и весу чиновник А кто ему равен Он сам Заказчик Только заказчик Может остановить Заказчика Вот такая логичная И одновременно Абсурдная мысль А может быть Не такая уж и абсурдная Может Очень даже здравая А? Зачем обращаться Ко многим тем Кто не может помочь Не лучше К единственному тому Кто способен это сделать Но только Как его найти Я не знаю Не только его адреса Я даже не знаю Страны его пребывания Я могу строить предположения Но это будут только предположения Ошибаться мне нельзя Как передать тому Кого я не знаю Мое послание? Да очень просто Через исполнителя Компьютерный адрес Которого мне известен Разве он не переправит Сообщение Которое высветится На экране его монитора Дальше Тому, кто принимает решение Передаст Или ему голову снимут Вот и почтальон Отыскался Очень надежный почтальон Потому что работает Не за зарплату А за голову На плечах Этот не подведет И заказчик Получит мое письмо Кем бы он В какой стране ни был Получит И прочтет Что и требовалось доказать Я сел за стол Взял ручку Чтобы набросать черновичок И замер в растерянности А что писать? Точнее Как писать? В каких выражениях? И кому адресовать Это письмо? Глубоко уважаемому Президенту Неизвестной мне страны? Инкогнито Разработавшему план Общественно-политического Переустройства Известного ему государства? Просто Заказчику? Не так Не так Президент он Или только Премьер-министр Я не знаю Заказчик Это сугубо мое Для облегчения работы Название А об инкогнито Смешно говорить Посылая конкретное письмо Конкретному человеку Не силен я В эпистолярно-дипломатическом жанре Чему не учили Тому не учили Сказать бы ему При личной встрече Что я о нем О его программах думаю Тут бы у меня слова отыскались Разные Доходчивые Но к сожалению Плохо переносимые На бумагу Так как написать? Я написал просто Как в обезличенных Бюрократических повестках Как в казенных объявлениях На подъездных дверях Получателю Настоящим Извещаю о наличии у меня Полного пакета информации По файлу сценарий Прошу рассмотреть вопрос О прекращении разработок В данном направлении В этом случае Обязуюсь Не передавать копии файлов сценарий В законодательные органы Вашей страны С целью выяснения Правомощности Ваших действий С точки зрения Существующего закона Не обнародовать Сметы расходов Государственных средств Уже использованных И запланированных К использованию В рамках реализации Настоящей программы Не ставить в известность О случившемся Международной организации Не направлять Копии документов Руководителям Оппозиционных партий И организаций Не опубликовывать Имеющийся у меня Материал Международной прессе И в самом конце Подтверждение Серьезности Своих намерений Несколько наугад Выбранных Из того самого Сценария Страниц И как хотите Ну что Александр Анатольевич Забросим Цедульку На вершину Политического олимпа Хватит у нас Селенок Хоть самому Господу Богу Если у него Компьютер есть За Бога Не скажу А у этих Точно есть Какой адрес? Старый Международный Тот самый адрес Из архивов Которого Мы когда-то Сканировали Самую ценную информацию Теперь мы возвращаем Часть того Что не спросясь Взяли Как говорится Долг платежом Красен А он им нужен Этот возврат А мы их И не спросим Как о качестве Зубов Того дареного Коня Готовы? Готов Ну Тогда не пуха А вас Совсем По другому Адресу Первый телефон Вызов Запрос Ответ Запрос Ответ Уточнение Ответ Согласие Пропуск в сети Второй телефон Запрос Уточнение Ответ Укажите пароль Пошел пароль Опознание Запрос Уточнение Ответ Согласие Как удивительно легко На этот раз Прошла связь Вот что значит Входить в загоди Открытую дверь Даже петли не скрипят Вот что значит Опыт и квалификация И еще, наверное Чувство собственной правоты Которая в открытом бою Не последнее дело Правому и черт в подмогу Они правому и бог не помог Линия открыта Абонент готов к приему информации Запускайте Информация пошла Информация принята Уходим Пока хвост не прищемили Погодите Что еще такое? Они просят Не прерывать связь Просят сообщить наш адрес Для продолжения диалога А наш вес Рост Объемы груди и талии Им для продолжения знакомства Не нужны Так и передавать Никак не передавать Работайте только на прием Продолжают настаивать на диалоге Сообщают о крайней заинтересованности Полученной информации Что предпринять? Уйти? И не узнать о судьбе Собственного послания? Не узнать дошло ли оно До получателя или нет? Остаться? Рискуя тем Что они вычислят адрес? Но даже если вычислят Успеют ли что-то предпринять Здесь, на чужой территории И станут ли что-нибудь Предпринимать Зная, чем это им может грозить Ведь информация уже похищена И может быть легализована В любой следующий момент Похитителей ловят за руку Только в процессе воровства А когда они этот предмет Уже умыкнули С ними торгуются Подтверждение Получение письма адресатам Стоит риска? Стоит Встречный поиск зафиксирован? Встречный поиск не просматривается Впрочем Что? Нет Показалось Просто секундный сбой программы Тогда передавайте Готов к диалогу О времени следующего сеанса связи Сообщу дополнительно Буду разговаривать только с адресатом Все, отбой Но Александр Анатольевич Не выключил компьютер Что опять? Сейчас Еще минуточку Он стучал по клавишам Как опаздывающая на последний поиск Профессиональная телеграфистка Потом смотрел на экран И снова стучал Что произошло, Александр Анатольевич? У меня такое ощущение Что в сети кроме нас Присутствовал кто-то еще Кто-то третий Кто? Не знаю Я даже не знаю Есть ли он Или мне померещилось С чего вы это взяли? Сам не знаю И тут же резкий Так что мы вздрогнули Телефонный звонок Странно Нам на эту квартиру Звонить некому Потому что О нас в этой квартире В этом городе И в этой стране Никто не знает Разве только Хозяева У которых я ее снимал Или участковый Который желает познакомиться С новыми жильцами Пока только по телефону Звонок продолжал Дребезжать Я и Александр Анатольевич Напряженно смотрели на телефон Нам было не по себе Хотя это был только Телефонный звонок Взять? Не взять? Александр Анатольевич Поднял трубку Алло Тосю позовите Вы не туда попали Да ладно тебе Пургу гнать Тоську давай Это я Мишка Вы не туда попали Отбой Длинные гудки Вот такой Почти мгновенный Переход С вершин политического Олимпа К полупьяному Мишке Ошиблись номером Псих какой-то Может и ошиблись Может и псих Вот что Александр Анатольевич Сворачивайте свою технику Кажется мы слишком долго Засиделись на одном месте Неужели вы думаете? Я думаю Что там где случаются Сбои программ И ошибочные телефонные звонки Лучше не задерживаться Мы переходим на новую квартиру Это нам не подходит С этой мы съезжаем Она слишком шумная Пять минут на сборы Пять Только винты Да Только винты Пока Александр Анатольевич Выдергивал диски Я отсматривал подходы Никаких подозрительных Шевелений Дорога чиста До самого горизонта Может и вправду Неизвестный абонент Тоську разыскивал А не притаившихся На конспиративной квартире Нелегалов Может я зря Горячку парю Тем усугубляя Нашу устоявшуюся Бытовую жизнь Нет Не зря Случайность равна угрозе Угроза на которую Не обратили внимания Провалу Провал равнозначен смерти Лично я предпочитаю Бытовые беспокойства Вечному покою На выход Куда вы Александр Анатольевич К двери Вы же сказали Мы уходим Для нас выход Теперь с другой стороны И совсем через Другие двери Через какие другие Через балконные Через наш балкон На соседский Через него в квартиру И в соседний подъезд Но там же люди Боюсь что за входными Дверьми тоже Но гораздо менее Дружелюбно настроенные Давайте быстрее У нас уходит время Балконы разделяло Несколько метров Я поднял с пола Заранее заготовленную доску И перекинул ее С одних перил на другие Узкую доску Шириной в две ступни Александр Анатольевич Побледнел Я не пойду Вы пойдете Потому что другого Пути нет Но я упаду Если вы упадете И к примеру Вы вернете лодыжку Я буду вынужден Вас добить Издеваетесь Нет Честно предупреждаю Живым я вас Не отдам никому И ни при каких обстоятельствах Вы теперь не человек Вы теперь Ходячий архив информации На двух ножках С языком Который возможно развязать Или вы перейдете С балкона на балкон Или вы умрете Еще до того Как долетите до земли Ну Александр Анатольевич Встал на доску Держитесь за стену Смотрите вверх И думайте только О приятном Посоветовал я Шаг Еще шаг Мой напарник Цеплялся за кирпичи В стене Как за саму жизнь Казалось Ладони его Превратились в присоски Вроде тех Что расположено Восьминога На щупальцах Все Я дальше не пойду Без капризов Я не могу Дальше Через пять секунд Я встаю на мосте Двоих Он не выдержит Я боюсь Раз Ну я действительно боюсь Два Три Я встал на доску Что вы делаете? Я иду Четыре Не надо Не надо Я сейчас Почти падая Александр Анатольевич Шагнул два шага И вцепился В перила Соседнего балкона Шесть его Судорожных шагов Вместились В три моих Обыкновенных В отличие от него Я шел спокойно Как по мостовой Так Как меня когда-то Учили Как меня когда-то Учил Старый Заслуженный Цирковой Артист Канатаходец Шагай уверенно И обязательно С улыбкой Размышляй не о том Что ты можешь упасть А о том Что ты должен Понравиться Зрителю Кураж Помогает равновесию Больше чем Балансирный шест Артист Который думает Об угрозе падения А не об успехе Номера Обречен на провал В прямом И переносном Смысле слова Я шел с улыбкой И абсолютной Уверенностью В успехе Своего выступления Четырехэтажная Высота Меня не смущала Точно так же Я бы мог пройти По натянутому Над стометровой Пропастью Канату Или по лезвию Ножа Когда знаешь Как надо ступать Как держать Овновесие И что при этом Думать Дополнительные метры Разделяющие Подошвы ног И землю Уже не играют Никакой роли Равно как Ширина опоры Ты просто идешь Как человек По меловой линии Начерченной на асфальте Здорово Это у вас Получается Восхитился Пришедший в себя Александр Анатольевич Цирковая практика Вы еще И в цирке выступали Ага В некотором роде Коверным С чужого балкона Я ввалился В чужую квартиру Именно ввалился Потому что Входить В непринадлежащее Тебе помещение Лучше с громом Молнией И по возможности Копотью Дабы феерической формой Заглушить Противоправное содержание И не дать возможности Испугавшимся До полусмерти Жильцам Поднять крик Вы Почему Цветочные горшки С перил не убрали Резко спросил я Приподнявшихся С дивана Хозяев Обалдела Уставившихся На незваных Открывших И в балконную дверь Незнакомцев И на секунду Высунув на улицу Голову Крикнул Все Отгоняй подъемник Мы через подъезд Спустимся А вы Кто Собственно Я говорю Почему вы Собственно Горшки не убрали Несмотря на категорическое Распоряжение Райкомхоза А? Но мы Но мы Но вы Зафиксируйте Нарушение Бросил я Через плечо Александру Анатольевичу И по соседнему Балкону Тоже Будем вызывать В жилкомхоз Трест И штрафовать Несчадно Сколько Можно предупреждать В самом деле А если штраф Не возымеет действия Расселять Но Мы Мы действительно Не знали Насчет того Что не знали Это вы Комиссию Жилтрест Надзора Расскажете Если они Слушать будут Какая у вас Квартира Шестьдесят Седьмая А нам Куда Дальше А задача Спросил я И сам себе Ответил Шестьдесят Девятую Все Получите Повестку Явитесь По указанному Адресу Деньги С собой Сразу Брать Не надо Какие Деньги На штраф Деньги Согласно Распоряжению Начальника Коммунхоза Мы Уберем Мы Не знали Мы Обязательно Поскуливали Сопровождая Неожиданно Нагрянувшую С балкона Комиссию В входной Двери Недисциплинированные Жильцы Уберете? Конечно Уберем Сегодня же Сейчас же Ну смотрите В последний раз Беру на свою Ответственность Шестьдесят Седьмую Можете Вычеркнуть Спасибо Вам Да ладно Не за что Если уберете Хорошие у нас Люди Душевные И тем Очень удобные В обращении К ним Не спросясь Квартиру Вломишься На них же В три этажа Наорешь И они же Перед тобой За это Оправдываться Станут На цивилизованном Западе Говорят С этим делом Не так благополучно Обстоит Их законопослушные Граждане Чужака Нарушившего Границы Частной собственности Сразу палят Из всех Имеющихся В наличии Стволов Так что Он про те горшки Даже слова Сказать не успевает В подъезде Я прозвонил В три подряд Квартиры Пока не нашел Пустую Открыв дверь Отмычкой Я втолкнул Внутрь Александра Анатольевича Сидите тихо И ждите меня А если вдруг Вернутся Хозяева Если вдруг Вернутся Хозяева Наорите на них Что они Протозейству Входные двери Не запирают А вам Дружиннику По просьбе участкового Здесь дежурить Приходится Как будто У вас своих дел Нет Только шумите Погромче И обязательно Оплату с них За услугу Требуйте Это убеждает Ясно Ясно Ну тогда До скорого Отъехав За три улицы На общественном Транспорте Я на первой Встретившейся Стихийной Дворовой стоянке Завел первый Понравившийся Мне автомобиль И вернулся Назад На колесах Помотавшись До того Для порядка Полчаса По городу Куда Еще раз О том Что вам Такое При работе С компьютером Пригрезилось Попросил я Едва Захлопнув Входную дверь В наше Новое Жилище Может Завтра Нет Не завтра А сегодня Причем Не откладывая Ни на минуту И максимально Подробно Александр Анатольевич Посмотрел на меня С каким-то Даже Подозрением Он не понимал Этих Мгновенных Безъявной Угрозы Со стороны Квартирных Переездов Этих Блошиных Прыжков С балкона На балкон Этой Могей Маниакальной Торопливости Он вообще Ничего не понимал Я вас слушаю И буду слушать До тех пор Пока вы мне Все не расскажете Ну Не знаю Тогда Мне на мгновение Показалось Показалось Что я увидел Вернее Почувствовал Что-то Такое Конкретней Мне показалось Что кто-то Посторонний Вклинился В нашу связь И используя Открытый канал Пытался Влезть В память Нашего компьютера Вы Можете Проверить Свои ощущения Документально Наверное Могу Если Снова Открыть Канал связи А если Не открывать Тогда Невозможно Без специальной Аппаратуры Невозможно Значит Если Исходить Из худшего То они Могли засечь Наш адрес И даже Считать Отсылаемую Информацию Могу А не Могли На подбор Временем На подбор Вариантов А теоретически И теоретически Невозможно И все же Что следует Предпринять Пользователю Который Подозревает Что в памяти Его компьютера Кто-то Покопался Кто-то Совершенно Посторонний Найти Этого Постороннего И набить Ему Морду И сломать Его компьютер А если Без шуток Тогда Только Сломать Компьютер Или Выдернуть Из него Вин Можно С мясом А если Это Невозможно Сделать Ну Тогда Не знаю Например Запустить В машину Вирусы Чтобы Стереть Базу Данных В том числе И ту Уворованную У вас Есть Такие Вирусы Зачем Нам Они У нас Все Равно Нет Того Постороннего Я Ж Вам Говорю Защита Нашей Базы Данных Абсолютно У вас Есть Такие Вирусы Вы Что Серьезно Более Чем Ну Есть Их Можно Запустить Через Сети Вполне Что Для Этого Нужно Адрес Абонента Открытый Канал И Нажатие Нескольких Клавиш Больше Ничего Могут Ли они защититься От проникновения Вирусов Конечно Могут На тот Случай Существуют Антивирусные Программы Они Просто Пропустят Всю Прибывшую Информацию Сквозь Них Как Сквозь Фильтры И Отделят Грязь От чистых Которые Употребят Дело Бит Антивирусные Программы Отлавливают Все Вирусы Все Уже Известные Вирусы А Новые Не Всегда На то Они И Новые Тогда Еще Один Вопрос Как Быстро Уничтожает Информацию Вирус Иногда Быстро Иногда Медленно Зависит От Сорта Вируса И Если Он Стирает Медленно Его Можно Остановить Можно Тогда Так Александр Анатольевич Вы Должны Мне Подготовить Такие Вирусы Которые Или Очень Быстро Стирают Или Разрушительную Работу Которых Невозможно Остановить Это Потребует Составления Специальных Программ Так Составляйте Их Когда Немедленно Но У меня Нет Компьютеров Считайте Что Уже Есть Добраться До Ближайшего Магазина И Вернуться Мне Хватит Получаса Вы Что Смеетесь Плачу Горькими Слезами Я Уже Говорил Что Не Верю В Странные Сбои Программ В Непонятные Следом Затем Телефонные Звонки Я Не Верю В Случайности Но Верю В Интуицию Специалистов В То Что Вы Называете Мне Что То Такое Подчудилось Вы Считаете Что Кто-то Проник В Наш Компьютер Что Это Возможно Нет Но Я Обязан Так Считать И Вы Должны Так Считать Подозрение Равно Происшествию И Поэтому Вы Должны Приложить Максимум Усилий Чтобы Выполнить Мою Просьбу Очень Вас Прошу Хорошо Я Постараюсь Прямо Сейчас Постараетесь Ладно Прямо Сейчас Хотя Я Не Понимаю Зачем Такая Спешка Вот Вот и Хорошо Вот и Договорились Вы Пока Работайте А я Посмотрю Что Там Случилось С нашей Брошенной Квартирой И Заодно Подберу Еще Одну Или Две Или Три Еще Еще Но Вы Не Беспокойтесь Раньше Завтрашнего Вечера Мы Отсюда Не Двинемся Я Не Выдержу Такой Чехарды Выдержите Тем Более Что Это Не Чехарда А Нормальная Жизнь Раскрытого И Находящегося В Бегах Нелегала Раскрытого Будем Считать Что Раскрытого Иногда Мне Кажется Что У Вас Ярко Выраженная Мания Преследования Иногда Мне Это Самому Кажется Я Вернусь Через Полчаса С Компьютерами А Потом Еще Через Полсуток Прошу Вас Никуда Не Выходить К Окнам И Телефону Не Приближаться В Туалет Ходить Сопряжено С Выходом На Улицу Спасибо За Доброту Пожалуйста На Том Мы Расстались Я Вернулся Не Через Полсуток А Раньше С Ключами От Новой Квартиры И С По Случаю Угнанными И Оставленными За Углом Жигулями Отсмотрел Подходы Двор Соседние Дворы Соседняя Улица Все Было Чисто Не Доходя Несколько Десятков Метров До Подъезда Я Завернул К Телефон Автомату Мы Никогда Не Возвращались Домой Вдруг Только После Телефонного Оповещения Трех Обрезанных Звонков Тридцатисекундной Паузы И еще Двух Столь же Внезапно Оборвавшихся Звонков Я Набрал Номер Отсчитал Три Гудка Повесил Трубку На Рычаг И Выждав Условленное Время Снова Набрал Номер Я Предупреждал О своем Приходе Александр Анатольевич Должен Был Открыть Задвижку И Встать Возле Глазка В подъезде Было Темно И Зловонно Именно Так Как Наиболее Желательно Проживающим Здесь Разведчикам Которые Не Любят Лишний Раз Подставлять Под чужие Взоры Свои Лица Я Поднялся На Этаж Открыл Ключом Дверь Ставший Привычной Фразой Только Винты Он Ничего Не Ответил Потому Что Не Мог Ничего Ответить Александр Анатольевич Был Мертв Он Лежал На Боку В Луже Расползающейся Из-под него Крови Еще Не Запекшейся Крови Я Опоздал Лишь На Несколько Минут Компьютеров Не Было Не Было Мониторов И Даже Клавиатуры Только Одна Единственная Панель Осталась Возле Самой Головы Покойного Программиста С Кровавыми Пятнами Пальцев На Клавишах Как Будто Он Пытался Ею Отгородиться От Своих Убийц Не Удалось Моему Напарнику Умереть Своей Смертью Ему Помогли Другие Теперь Нужно Было Уходить Немедленно Но Что Останавливало Меня Что Возможно Положение Тела Покойного Он Должен Открытого Окна Попытки Найти Кратчайший Путь К Спасению А он Умер Лицом К Тупиковой Стене И Клавиатуре Может Он Пытался Почувствовав Угрозу Что-то Спрятать Я Нагнулся И прощупал Карманы Своего Недождавшегося Переезда Напарника Пусто Я Заглянул В обувь За пояс Штанов Рукава Ничего Очень Быстро Сантиметр За сантиметром Я проверил Пол и мебель Вокруг Лежащего Тела Перешел К плинтусу К стене И заметил Слегка Отошедший От стены Лист обоев Я Отодвинул Его В сторону И снова Ничего Не увидел Кроме Пустоты И Непотревоженной Пыли Если бы Он что-нибудь Туда закладывал И это Что-то Нашли Убийцы Пыли бы Не было Пусто Я Вышел Из квартиры И через чердак И дальний Подъезд Выбрался На улицу Самым тщательным Образом Проверился Слежки Не было Произошедшее По своему почерку Напоминало Обыкновенное Бытовое Убийство Где преступники Не задерживаются На месте Преступления А наоборот Стремятся Оказаться Как можно Дальше От него И как можно Быстрее Пока Милиция Не приехала Если бы Здесь Действовали Профессионалы То дальше Подъездные Двери Я бы не прошел И уж тем более Не вышел Из квартиры Профессионалы Не уходят С места Преступления Не почистив Все хвосты Неужели Это был Только налет Местных Грабителей Неужели Все так Совпало Я быстро Уходил По улице Снова и снова Мысленно Возвращаясь На место Преступления Я вспоминал Двор Подъезд Звуки И запахи Я вспоминал Как в замке Вращался Ключ И как Открывалась Дверь Я пытался Отыскать Какие-нибудь Зацепки Какие-нибудь Несоответствия Указывающие На присутствие Постороннего Я вспоминал Александра Анатольевича Лежащего В луже Крови Лицом К стене Почему же Все таки К стене К стене А не К окну Почему Он В последний Момент Не пытался Спастись Пусть даже Ценой сломанных Ног Почему он Поступил Так Нелогично Что он Искал Возле Этой Стены Что Искал Такого Что Не смог Найти Я А может Он Ничего Не искал Возле Этой Стены Может Он Специально Привлекал К ней Внимание Своих Палачей Так же Как И мое Привлекал Для того Чтобы Увести От Чего-то Другого Например Я Замер И Повернулся Назад Я вернулся И снова Ничего Не обнаружил Я сдвинулся Влево И вновь Ползая На коленях Перепахал Землю И нашел То Что Искал Там Где Это Бы Не догадался Искать Никто Я Нашел Дискету Которую Александр Анатольевич В последний Момент В последнее Мгновение Своей Жизни Выбросил В открытое Окно Выбросил Не вниз А далеко В сторону Выбросил Чтобы Ее Нашел Я Глава 59 В дискете Словно В ящике С тысячами Несчастей Помещались Вирусы Наверное Она была С очень Действенными Вирусами Раз Александр Анатольевич Умирая Помнил Не о себе А о ней Вот только Использовать Эту дискету По назначению Я не мог Потому что Мой технический Помощник И программист Умер И еще Потому что Адресат Куда следовало Направить Эти вирусы Был Неизвестен Не оставил Адресат На месте Преступления Визитку Ничего Не оставил Кроме Трупа А трупы Даже очень Дорогие И близкие Ничего Рассказать О своих Последних Минутах Не могут Я проиграл Боль Потерял Боевого Товарища И все Отбитые Нашими Совместными Усилиями Трофеи Я вернулся В исходные Позиции Я снова Был один И гол Как сокол Впрочем Не стану Лукавить Кое что У меня осталось Например Дубль Информация С утерянных Дисков Спрятанная В очень Надежном Месте Но Что с того Толку Использовать Ее Я смогу Не раньше Чем Когда Смогу Ответить На вопрос Кто Мой Нынешний Противник Кто Нанес Мне Столь Сокрушительный Самое Уязвимое Место Удар До того Мне нельзя Даже Приподнять Голову Как Тому Пехотинцу Что Не Видит Откуда По Нему Ссадят Длинными Очередями Шужой Пулемет Как Мне Вычислить Местоположение Этого Треклятого Пулемета Может Попытаться Как это делают На фронте Вызвать Огонь На себя Например На вновь Вышедший В сети Компьютер Но Я Не силен В этой Области Да И Зачем И Мой Компьютер Если У них Есть Вся Интересовавшая Их Информация На Похищенных Винтах Нет Следа Хотя Нет Что То Все Так Есть На Вместе Преступления Всегда Что Остается Что В этом Случай Из Того Что Не Требует Привлечения Специальных Криминалистических Методов И Полсотни Дополнительных Сотрудников Что Ну Хотя Б Почерк Почерк Преступления Индивидуальный Как Роспись Ведомости Очень Странный Кстати Почерк Нехарактерный Для Спецов Безопасность Обязательно Бо Убрала Второго Свидетеля То То есть Меня Дождалась Бы И Положила Рядом С первым Трупом А еще Лучше Предварительно Убив Изобразила Бы Мертвыми Но еще Не Окоченевшими Телами Мизансен Усцоры С последующей Дракой По Ножовщиной Или Выстрелами Два Мертвеца И Ни Одного Стороннего Преступника Следствие Даже Не Начинается Из-за Отсутствия Виновной Стороны Убийцы Наказали Себя Сами Судить Миловать Или Казнить Некого Типичный Для безопасности Прием А они Меня Не Дождались И Не Убили И Не Вложили В мою Руку Нож Которым До того Изрезали Бо Моего Напарника К тому же Ребята Из этого Ведомства Не Оставили Бо Мне Шанс На Поиск Дискеты Они Поставили Бо Загодя Под окна Человечка А после Завершения Операции Отсмотрели Бо Обнюхали Каждый Сантиметр Окружающего Пространства С целью Нахождения И уничтожения Возможного На них Компромата Нет Это Не Безопасность Или Безопасность Которая Действовала Спонтанно В Тропях Не И Не 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 Готовить Должным Образом Место Действия Или Безопасность Которую Вспугнули Но Кто Кто На территории Подведомственной Безопасности Может Вспугнуть Безопасность Не Милиция Ж Хорошо Кто Это Мог Быть Еще Методом Исключения Разведка Страны На Которую Мы Вышли Со Своим Посланием Так Быстро И Так Без Оглядки Нет Это Исключено Уголовники Надумавшие Ограбить Квартиру Но Они Не Забрали Даже Деньги Бывшие В Карманах Пиджака Александра Анатольевича Кто Еще Ответ Единственный Тот Кому Нужна Была Хранимая В наших Винтах Информация А Кому Она Была Нужна Всем А Все Это Никто Логическая Цепочка Вернулась К Началу Рассуждений К Обсутствию Адреса Преступников Что Остается Делать В этом Случае Только То Что Делает Всякий Хоть Районный Хоть По Особо Важным Делам Следователь Собирать Дополнительные Улики Как Ножками Ножками По Подъездам По Этажам По Квартирам По Соседям Дворникам Любителям Вечерних Пробежек И Собаководам Выгуливавшим Своих Собак По Быстрее Пока Не Явились Настоящие Следователи Я Надел Форму Капитана Милиции Нарисовал Соответствующие Убестоверения И Соответствующие Фотографии На нем Лицо И Пошел По Квартирам Вы Хотя Б Знаете Что На Четвертом Этаже Ограбили Квартиру Да Вы Что То Самое Вы Тут Дремлете А у Вас Подъезд За Подъездом Грабят Скоро Всех Вас Сложенными Вещами Торгуют Отнесут А Что Же Делать Помогать Ловить Преступников Нам Помогай Мне Как Представителю Закона Что Вы Видели Вчера С Такого То По Такое То Время Телевизор Что Еще Больше Ничего Из Дома Зачем Небудь Выходили Нет То Есть Да На Минутку Мусорное Ведро Выносило И Сразу Обратно Что Видели Во Двор А В самом Дворе Ну Там Машины Посторонних Людей Нет Ни Машин Ни Людей Так Похоже Надо Менять Тактику Человек Который Пытается Вспомнить Что То Необычное Как Правило От Натуги Забывает Все Попробуем Зайти С Другого Конца От Вторичных Напрямую Нефиксируемых Ощущений Подходы К Дому Загромождают Кто Машины Говорю Водители Дурную Привычку Взяли Свой Транспорт По дворам Расставлять Так что Пройти Невозможно У вас Пади Тоже Так Ваша Правда Расставляют Аккурат Посредине Дороги Что Ни Справа Ни Слева Не Обойдешь На Медне Шла Плащ Испачкала А еще До Того И Дорога А вечером Были Стоят Не Пройдешь Нормально Легкоушки Значит Две Машины Жигуль Последних Моделей Красного Цвета С игрушкой В форме Растопыренной Петерни На заднем Стекле И Белая Волга И Что Характерно Никто Из Жильцов Или Их Гостей В это Время К дому На машине Не Подъезжал И Уезжать Не Собирался То Есть Машины Стояли Просто Так Без Определенной Цели Постояли И Уехали Это Была Первая Полезная Информация Потом Я Закинул Невод Глубже Опросил Жильцов Еще Десяти Ближайших Кварталов Здесь На Периферии Место Происшествия Улов Был Пожиже Но Был В удалении Двух Домов Возначенный Промежуток Времени На тротуаре Возле Подъезда Стояла Еще Одна Машина А В подъезд Тоже Никто Не Заходил Но Самое Главное Минимум Четыре Человека Кто Из Окна Кто Соседнего Тротуара Видели Трех Молодых Людей Несущих Какие-то Короткие Такие Здоровые Из-под Телевизора Нет Поменьше Прямоугольные Такие Приплюснутые Размером С небольшой Чемодан Точно С чемодан Похожие Компьютеры А Номера На машинах Не Помните Нет Не Помним Ну Хоть Одну Цифру Одну Помню Семь Точно Семь Семь И еще Один Как раз Сегодня Семнадцатое Число И цифра Семнадцать И квартира У меня Семнадцатая Нет Семнадцать Не помню Тринадцать Было Чертого Дюжина Как на Моем Москвиче Я на нем По той причине Два раза В аварию Влетал Уж Думаю Сменить Номер Что Ли Итого Три Машины Волга Двое Жигулей Приблизительные номера Игрушки На вертовых стеклах И другие Второстепенные Детали А говорил Следов Нет А это Что Дырка От съеденного Бублика В ГАИ Очень милый Майор За очень Дополнительное Вознаграждение Посочувствовал Моему Рассказу О злостном Одновременном Наезде На мою Новую Иномарку Трех Раздолбанных Отечественных Легковух И Пожаловал Меня Полусотни Адресов Автовладельцев Со схожими Марками И номерами Каждый Адрес Я проверил Издалека С помощью Бинокля Большинство Машин Отсеялись По второстепенным Признакам Цвету Оформлению Салона И облику Владельцев Остались Те Которые Были Нужны Я их Так И засек Белую Волгу И красные Жигули Милой Идущей Друг за Дружкой Парой Которой Чуть позже Добавился Еще один Разыскиваемый Мною Кавалер Еще один Синий Жигуль Все остальное Труда Не составило На каждую Из машин Я налетил По радио Маячку И сопровождая Их на одолженных Уртазеев Автомобилях Установил Все адреса По которым Они разъезжали Таких Оказалось Немало От роскошных Гостиниц От банковских Офисов До стоящих На окраинах Покосившихся Коммерческих Киосков Но по-настоящему Перспективным Был только Один К нему сходились Нити всех Автомобильных Маршрутов С него Они начинались И им Заканчивались Этот адрес Был Средоточен Центром Жизни Разъезжавших По городу Автовладельцев Он Он был Их Штаб Квартирой Туда Уверен И ушли Наши Компьютеры Туда За ними И следовало Ити мне С помощью Все тех же Переевых Ручек Ластиков Общедоступной Бытовой Аптечной Химии И Преподанных В учебке Навыков Подделки Документов Я изготовил Очередные Липовые Корочки И пошел В жилищные Тресты Инспектор Горархитектур Надзора Как у вас Обстоят дела С состоянием Крыш Хорошо Обстоят Жильцы Не жалуются Значит Не протекают Как давно Вы их Обсчитывали Кого Жильцов Крыши В каком Смысле В самом Прямом Прочность Несущих Балок Усталость Опорного Крепежа Деформации Кровенного Материала Синусоиды Углов Стояния Работники Треста Вжимали Головы В плечи А разве Это нужно Было Делать А как Жи Иначе Вы что Не в курсе Каждые Десять Календарных Лет А в домах Постройки Середины Пятидесятых Годов Каждое Пятилетие Согласно Инструкции Все Росархитект Союза В противном Случа Может Произойти Деформирование И обрушивание Чердачных Конструкций С человеческими Жертвами Как было В Волонде Когда вы Последний раз Проводили Подобные Обследования Где Копия Экспертного Заключения Где Разрешение На эксплуатацию Крыши Чердачных Слуховых Окон Мы Не можем Вот так Сразу Сказать Мы Поищем Наверное Где-то Есть Раз Должны Быть Ищите И Обязательно Найдите А мне Пока Обеспечите Фронт Экспертно Исследовательских Работ Как Это Дайте Планы Домов Ключи Чердаков И крыш Предупредите Дворников И лифтеров Вот Это В первую очередь Мне и нужно Было Предупредить О моем Присутствии На крышах И чердаках Исполнительных Работников Жилтрестов Замки Я мог Открыть И сам А вот Аргументировать Своё Лазание По господствующим Высоткам Окрестных Домов Мог Только Посредством Выполнения Каких-то Официальных Работ Работ Прикрытия Хоть даже Просчёты Главархитект Чердак Надзора И бедный Отлучённый От метлы Дворник Матерясь Потея И сожалея Своей жизни Втаскивал На верхние этажи Чемоданы С научным Оборудованием Но Спасибо Почтеннейше На сегодня Можешь быть Свободным И вот Ещё что На-ка Получи персонально От меня Я всовывал В мозолистые пальцы Уличного пролетария Деньги на чай Ну Тот Который Сорокоградусной Крепости Заслужил Чаевые Гарантировали мне Отсутствие Соглядатая По меньшей мере До завтрашнего утра А как Насчёт Обратно Снесть Любопытствовал Дворник Прикидывая В уме Перспективные Финансовые Возможности Научно-чердачного Работника Завтра Любезнейший Завтра Мне тут Очень потрудиться Надо Сам понимать Должен Котангенсы Не терпят Суеты На очищенном От посторонних Дворников Чердаке Я смонтировал Обычную Визуально-звуковую Следящую аппаратуру Ничего Сверхоригинального Ничего из того Что нельзя было бы Купить за деньги За немалые деньги Я обложил Интересный мне Дом Со всех сторон Как ягеря Медвежью берлогу Каждую щель Я просунул Свои уши И не услышал Ничего Интересного Кроме Обычных Изрядно Сдобренных Матом И феней Разговоров Насчет того Что кто-то Кому-то Че-то Не додал Кому-то Включили Счетчик А кто-то Попытался Влезть Не в свою Кормушку За что И поплатился Неужели Это просто Уголовники Просто уголовники Заметившие Вносимые В подъезд Коробки с аппаратурой И тут же Нагрянувшие За добычей И убившие Попытавшегося Им помешать Владельца Убившие Александра Анатольевича Неужели Все так просто Что-то Не верится Я усилил Визуальное Наблюдение Отследил Каждое окно И каждую дверь Зафиксировал Всех входящих И выходящих Людей Научился Узнавать их По внешнему виду По походке И манере одеваться Их оказалось Не так уж много Две бригады Молодых Не обремененных Излишним Волосяным покровом И интеллектом Качков Всегда приезжают Утром И уезжают Через полчаса Эти точно Уголовники Самого низкого Пошиба Рексы Бригадиры Те же качки Только постаревшие И поднявшиеся На одну Две ступеньки Преступной иерархии Уголовники Авторитеты Лучше всех одеты Меньше всех Выходят из помещения Но тоже уголовники Хоть и Высокопоставленные Дюжина юных Длинноногих И примерно Столь же интеллектуально Развитых Как предыдущая категория Работников Секретарш Или как говорят Нынче Референтов И зачем им Столько секретарш Референтов Каждый день И каждую ночь Видно Работа Не в проворот Одна Со всей Не управляется Приходится Трудиться Референт Группой В общем Типичные девочки По вызову Для тех Авторитетов Далее Охрана Двое В дверях Еще двое Постоянно Где-нибудь Поблизости На улице Справа Или слева Изображают Зевак Или просто Сидят В припаркованной К ротуару Машине Судя по комплекции Под пиджачками Подбеты Бронежилеты Разумно В случае Нападения На входную дверь Противник попадает Под перекрестный огонь С двух сторон Ожидаемо С фронта И совершенно Неожиданно С тыла А это значит Что кроме пистолетов У уличной бригады На вооружении Должны состоять Скорострельные Автоматы Но по виду По манере двигателя По разговору Эти уличные бойцы Опять-таки Стопроцентная Уголовная Шушера Еще один Охранник Постоянно Дежурит На крыше Изображая Корабельного Впередсмотрящего В корзине Подвешенной На топе Мачты Еще один Маячит В окне Первого этажа Последний Начальник охраны Или кто-то Из его заместителей Каждый день Обходит Подведомственную Ему территорию Следит Чтобы часовые Не спали Не пили И не отвлекались На разговоры С проходящим мимо Слабым полом Тоже уголовник И близко Не тянущий На спеца И еще Наверняка Полдюжины Охранников Внутри здания В коридорах И у особо Важных дверей И еще Личные Телохранители Итого Итого Четыре десятка Вхожих В дом Жильцов И все Как один Уголовники Рексы Бригадиры Проститутки И авторитеты Полный набор Как в музее УВД Уголовники Значит Все-таки Ограбление С целью Наживы И значит Есть шанс Вернуть Утраченное Имущество Или хотя бы Сделать так Чтобы содержащаяся На дискетах Информация Не была использована Каким-нибудь Третьим лицом Или все-таки Не ограбление В любом случае Ответить на этот вопрос Можно будет Только познакомившись С обитателями Дома поближе Возможно такое Причем так Чтобы не сложить На первых же ступенях Буйную голову В целом Охрана любительская Громоздкая Затратная Бросающаяся в глаза И не способная Сдержать Сколько-нибудь Продолжительное время Наступающего противника Если то Тот имеет подготовку На уровне Хотя бы Общевойскового училища Всех их Можно было бы С успехом Заменить Одной гавкающей И хватающей Прохожих зубами За штанины Собакой Скорее Демонстрацией Охраны Чем охрана Если к примеру Пробиваться с боем Но мне Нужно было Войти в здание Без боя Без Пиротехнических Шумовых И прочих Эффектов Тихо Как мышка И так же Тихо уйти Как это сделать Изобразить Очередную Контрактницу Секретаршу Из-за невозможностью Применять Более тяжелое Вооружение Стреляя глазками Просочиться В искомое Помещение Нет Длина ног Не та И выражение Лица И профессиональные Навыки Раскусят На второй секунде Выполнение Непосредственных Служебных Обязанностей Сойти за Рэкетира Но их Уверен Дальше порога Не пускают А кого Пропускают Из тех Кто Не самый главный Личных Телохранителей Обслугу Приходящих Ремонтников Если что Вдруг сломается А сломается А почему бы и нет Вечной техники Не существует Равно как Специалистов Ремонтников На все случаи жизни Кроме конечно Меня Я могу Чинить все Все без исключения Если все это До того Сам же и выведу Из строя А что у них Должно выйти Из строя Лучше то С чем я за последнее время Уже Поднаторел Обращаться Через сутки В наблюдаемом Мною доме Вылетели Телефоны Все и сразу Кроме одного По которому Обслуга позвонила В ремонтную службу Городской АТС То есть Персонально мне Это АТС? АТС Ответил я В телефонный микрофон Сидя Скрючившись В колодце связи В двух карталах Отговорившего Служба ремонта? Служба ремонта Что у вас случилось? У нас Замолчали телефоны Давно замолчали Минут сорок Какие номера? Сообщите ваш адрес Мы высылаем Монтера Когда он прибудет? Через час А раньше нельзя? Раньше Можно было Идти-то Всего ничего Два шага За угол Но было бы Очень подозрительно Чтобы ремонтники Вдруг Сломя голову Носились по вызовам Какого не бывало Нет Раньше нельзя Ваш номер Не единственный Ждите И гудки 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 В моем распоряжении Был час Я приставил к стене Карманное зеркальце Вытащил из сумки Дамский косметический набор И еще заранее Заготовленные очки Усы И бороду Мне не надо было Творить Грим шедевр Мне довольно было Просто изменить Свою внешность До неузнаваемости Например залепить физиономию Густыми волосами Как маской Под которой потеряется Моя истинная физиономия Штрешок Еще один штрешок И еще И вот уже Зеркало на меня смотрит Неопределенного возраста И неопределенной внешности Субъект То ли растриженный Старик Манна То ли молодой Хипующий битник То ли просто Сбежавший Из зоопарка Горилла В любом случае Все что угодно Только не я Теперь проверим Маскарадную маску На прочность Подергаем бороду Усы Еще сильнее подергаем До боли в коже Хорошо взялась маска С мясом не оторвай Вот что значит Фирменный клей Не какой-нибудь там Суперцемент Или феникс Теперь поговорить Пошевелить губами Погремасничать Привыкая к новому Своему облику Удивиться Разгневаться Развеселиться Опечалиться Все нормально Все очень естественно И очень убедительно Как и должно быть Осталось взять Вирусоносную дискету И прибыть К месту действия И это действие Разыграть В намеченное время Я выбрался Из колодца И волоча сумку С инструментами Приблизился К охраняемому крыльцу Ты куда? Второй интернациональный Проезд Дом 19 Прочитал я По бумажке адрес Допустим Ну так и допускайте В помещение Я мастер Какой мастер По телефонам Вы что мне голову морочите У вас телефон работает или нет Мне возвращаться или как Так ты типа монтер Ну не папа Жеримский Я пять минут толкую Что я по телефонам По вызову А фамилия твоя какая Прохоров моя фамилия Степан Михайлович Подожди пока И охранники скрылись за дверью Сейчас они сверят названную фамилию С той что была сообщена По телефону диспетчером АТС И она конечно совпадет А как она может не совпасть Если ее назвал я А документ у тебя Какой антимейце Вот ведь замуды попались Вот ведь формалисты бюрократы Может и есть А может и нет С нас обычно документов не требуют Удивился я Ща поищу Я долго копался в карманах Пока не отыскал истёртый Несколько часов об колено шорпал И грязный Лично сам пятна сажал Пропуск На тебе смотрите Охранники посмотрели А почему не продлён? Где? Вот здесь Вам пропуск нужен или монтёр? Вы прямо скажите Я пойду продлевать пропуск А вы подождёте без телефона До послезавтра Ладно, проходи Давно бы так А то заладили Пропуск, пропуск Я шагнул вглубь здания В сопровождении одного из охранников С сильно помятой физиономией И разящим за приметы Перегарным духом изо рта Где здесь у вас? Телефоны-то не работают Везде они работают А где ближайший? Охранник завёл меня в комнату На первом этаже Вот этот Я для виду начал копаться С телефонным аппаратом Охранник Переминаться с ноги на ногу Сдыхать Охать И хвататься за голову Ну ты чё там? Скоро что ли? Аппарат исправен Видно где-то повреждения в линии Надо смотреть проводку Про что? Вздрогнул охранник Услышав памятное Со вчерашнего дня слово Я говорю Провод Надо смотреть Ааа Провод Мы вышли в коридор И двинулись по лапше Я останавливался Возле каждой двери И осматривал Каждый попавшийся На пути аппарат Компьютеров Нигде видно не было Похоже здесь Обходились ещё писанием Гусиными перьями И счётом на пальцах У вас компьютеры есть? Напрямую спросил я А чё? А то Что от компьютеров На телефоны Наводка может идти Охранник опять вздрогнул И шумно сглопнул слюну Нет у нас компьютеров И не было никогда Тогда пошли дальше Пошли Ещё комната Ещё И ещё И никаких признаков Интересующих меня предметов Слышь Мужик Ты Поработай здесь пока Я ща приду Попросил мой провожатый И пулей выскочил В коридор Я остался без пригляда И быстро Прикинул предоставленные мне Одиночеством Дополнительные возможности Но использовать их Не успел В помещение Весёлой гурьбой Ввалились несколько человек С недвусмысленно Побрякивающей При каждом шаге Спортивной сумкой И с повизгивающей Висящей на руках Секретаршей Опа-на Ты кто такой Разочарованно Спросили они Монтёр И что здесь делаешь Телефон ремонтирую И долго будешь ремонтировать Долго Возможно даже до вечера Действительно Ответил я Вошедшие Многозначительно Переглянулись Да ладно Чего там Махнул рукой Один из них Он же только монтёр И тоже человек Слышь Монтёр Выпить хочешь? Я на работе Мы тоже Парни прикрыли дверь Сдвинули столы И быстро вытащили на стол Бутылки и закуску Время моих возможностей Безвозвратно уходило Давай Присоединяйся Широким жестом Хлебосольных хозяев Пригласили они Нет ребят Не могу Да ладно тебе ломаться Зинка Посодействуй гражданину Мужчина Ну что же вы Ну мы же ждём Кокетливо пропела Зинка И приблизившись Подтолкнула меня Крутым бедром К накрытому столу Призывно потянула За руку А потом Произошло то Что я меньше всего Мог ожидать Ласково обхватив запястье Она прильнула ко мне И вдруг Забыв о нежности С жестким профессиональным Захватом вертанула мою кисть За спину И тут же с боков Навалились Прыгнувшие от стола Её кавалеры Вцепились мёртвой хваткой Развернули мордой вниз Спор обшарили подмышки Но-но Не дёргайся Чтоб хуже не было Вот это да Так лопухнуть меня Спеца с многолетним стажем Так в долю секунды Повязать Ай да пьяницы Ай да любители застолий Дальний от меня парень Вытянул из кармана пиджака Переносную рацию Включил и сказал Всё нормально Объект зафиксирован Нет Это не были уголовники Эти уголовниками быть не могли В принципе Эти были профессионалами высшей пробы Чтобы так разыграть мизансцену застолья Чтобы не допустить в многочисленных диалогах Ни единой нотки фальши Надо несколько лет учиться актёрскому мастерству У народных и заслуженных артистов А чтобы так в мгновение ока заломать руки Надо каждый день тренироваться в рукопашке Или ежедневно брать с поличным Таких как я лохов Откуда же они тут Где я ни одной нормальной физиономии не видел Взялись Откуда они вообще взялись Застегните ему руки Распорядился старший И обыщите Теперь надо было действовать Теперь в моём распоряжении Оставалось не больше нескольких секунд Если я их не использую Я банкрот и труп Наверное я в любом случае банкрот и труп Но хотя Есть надежда умереть по-человечески А не на коленях Один из сцепившихся в руки парней Отошёл за спину Наверное чтобы вытащить И использовать по назначению браслеты Ой ребята Больно Больно Благим матом заорал я Молчи Рявкнул на ухо кто-то Ой не могу Сейчас вырвет Ой прям сейчас Ой-ёй Я напряг мышцы живота и горла Резко выдохнул воздух И поднимая вверх по пищеводу Спазм Выплеснул наружу всё то что находилось у меня в желудке Выплеснул мощным Разлетающимся во все стороны Разноцветными брызгами фонтаном Так живописно очищать желудок От накануне употреблённой пищи Надо уметь Я так умел Вот сволочь Скрикнули стоявшие с боков парни Инстинктивно отшатнувшись Двинулись за меня И ослабили хватку Всего лишь на долю секунды Которой мне хватило Я ударил одного из них затылком в лицо Другого каблуком по голени Я услышал как хрустнули мои суставы Но вывернулся и успел освободить руки До того как в дело вступил Их зашедший за спину напарник С ним и с пришедшим в себя бойцом Получившим удар в голень Я справился легко А вот старшего я достать не успел Отскочив к стене Он распахнул полу пиджака Выдернул из заплечной кобуры И уставил мне в лицо пистолет Стоять! Теперь ему достаточно было нажать спусковой крючок Чтобы свести мои шансы на спасение к нулю Но он не нажал спусковой крючок Он, видно, хотел оставить меня в живых Наверное, таким был отдан ему приказ И мои шансы на спасение резко возросли Я схватил за волосы ближнего ко мне бойца Вывернул его лицом вперед Защитив им, как бронесчитом, свое тело Теперь не я Теперь он смотрел в дуло пистолета своего начальника Правой рукой я вытянул у него из кармана пистолет И взвел его, прижав затвор к бедру Взведенный пистолет я направил в голову Лежащего под моей ногой еще одного их товарища Того с разбитым о мой затылок лицом Не надо Сказал я Старший опустил пистолет Он был опытным бойцом Он понимал, что при таком раскладе Я в него стрелять не буду Лишний шум мне был только в убыток И дамочка тоже Попросил я Старший кивнул Зина опустила оружие И что дальше? Поинтересовался командир группы захвата Дальше Я этого пристрелю А этому сверну шею Если вы надумаете совершить какую-нибудь глупость Предупредил я Старший усмехнулся Ты все равно не сможешь уйти Выходы блокированы А может я не собираюсь уходить? А что ты собираешься делать? Торговаться Чем? Вот этими двумя жизнями Против одной моей Тогда начинай Не с вами Мне нужен ваш начальник Ваш непосредственный начальник Тот, который давал приказ об операции Этот неизвестный мне начальник Вернее разговор с ним Был единственной моей надеждой Он не придет Если он не придет Он останется без личного состава Который погибнет в неравном бою И без меня Который ему, судя по вашему числу И по вашей прыти Очень нужен Хорошо, я попробую Старший поднял губам радиостанцию И доложил обстановку Очень профессионально доложил В двух словах Подойдите ко мне Зачем? С вами готовы говорить Вначале пусть все выйдут из помещения Все Кроме тебя одного Старший молча указал глазами на дверь Его бойцы, обходя меня, двинулись к двери Кроме того, что без сознания лежал под моей ногой Что еще? Пусть закроют дверь И пусть отойдут от нее по меньшей мере на 10 метров Еще Повернись лицом к стене Ноги в стороны Руки за голову, локти вперед Старший повиновался Я подошел к нему сзади Упер ствол пистолета в затылок И взял радиостанцию Вас слушали Кто вы? Это не важно Скажем так, человек, которому принадлежали похищенные компьютеры По вдруг возникшей напряженной паузе Я понял, что не ошибся Что попал по адресу Именно туда, куда нужно было Что вы хотите мне сообщить? Об этом я могу сказать только при личной встрече Хорошо, передайте радиостанцию охраннику На свою вговорилку Сказал я старшему И послушай, что по поводу несения твоей службы думает твое начальство И протянул ему радиостанцию И из-за этого на какое-то неуловимое мгновение Ослабил давление ствола пистолета на затылок Я сделал то, что делать не следовало Я перенес внимание с руки, в которой было зажато оружие На руку, в которой находилась радиостанция Я снова, уже второй раз за этот день лопухнулся Конечно, если бы мне противостоял обычный опер Ничего бы не произошло Но этот не был обычным опером Этот был очень опытным и очень ловким спецом Чертовски ловким И чертовски внимательным И он не упустил предоставленный ему шанс Он использовал его в полной мере Потянувшись за радиостанцией Он слегка повернулся И мгновенным рывком головы в сторону Выскочил из-под дула Одновременно ударив меня каблуком ботинка в пах Я ожидал нечто подобное Но не ожидал такой от него резвости Я успел нажать пусковой крючок Но было уже поздно Грохнул выстрел Пуля покасательно обожгла висок моего врага И ушла в молоко В ближнюю стену От нестерпимой боли я на мгновение отключился Осел на колени И получил еще один мощнейший удар по лицу И по руке сжимавший пистолет Противник шел на добивание Противник все делал правильно Потом он бил меня еще минут пять Уже не по правилам Уже для души Вымещая на мне, как на боксерской груши Все унижения, которые ему пришлось претерпеть За прошедшие несколько десятков минут Потом он пригласил из коридора своих пострадавших приятелей И разрешил им в качестве компенсации За причиненный физический и моральный ущерб По одному удару В любую точку тела Моего тела Что они с удовольствием и сделали Потом старший поднял радиостанцию Объект готов к встрече Встреча состоится? И встреча, ради которой я, как пасть к волку, забрался в этот дом Состоялась Причем совершенно не такая, какую я планировал Глава шестидесятая Меня раздели Бросили в ванну И обмыли из гибкого душа холодной водой Как предназначенного к похоронам покойника Собственно говоря, для них я уже был покойником Только еще шевелящимся и шевелящим языком покойником Ну что, очухался? Тогда будем обрежаться Мою старую одежду мне не вернули То ли из-за того, что она потеряла свой товарный вид Была вся в дырах и кровавых пятнах То ли из соображений безопасности Возможно, они не хотели рисковать тем, что в самый неподходящий момент Я откуда-нибудь из шва извлеку ампулу с ядом И, раскусив ее, испорчу видом своего организирующего организма Настроение и аппетит высокого начальства Меня вытащили из ванны примерно в том же виде, что афродиту из моря И облачили в брюки без ремня, пиджак без пуговиц и ботинки без шнурков Как в нормальной российской тюрьме А вот дальше все развивалось не по тюремному сценарию А как в геройко-приключенческом, вроде графа Монте-Кристо, романе Видно, не перевелись еще в этом мире романтики Меня завернули в ковер, взвалили на плечи и понесли Ступеньки вверх, поворот, еще поворот, дверь, еще ступеньки Зачем в ковре-то? Я что, моль, что ли? Не могли по-человечески, придерживая подручки, провести Или моих свежих под глазами синяков постеснялись Или это не их территория, чтобы запросто разгуливать с побитым пленником подручку Вот это, пожалуй, вернее всего Не их территория, чужая, арендуемая на отдельные операции Остановка, лифт Поехали вниз Что-то больно долго едем со второго-то этажа Стоп! Двери открываются И сразу же специфический запах застойного воздуха И более гулкие, чем до того, звуки Похоже, подвал Приподняли И снова понесли Долго несут Если судить по скорости, прошли метров 150-200 То есть само здание должно было давно кончиться Интересно, куда же мы тогда двигаемся? К центру земли Встали Запах машинного масла, бензина, выхлопных газов По всей видимости гараж Соединенный четверть километровой галереей с основным зданием А ведь я этого подземного хода при внешнем осмотре не просчитал И исчезновение людей из здания не зафиксировал Значит, местные этим путем не пользуются Только избранные Только те, что меня сейчас куда-то волокут Или только авторитеты в случае возникновения опасности Очень удобно Особенно, когда милиция обложит все входы-выходы Подъехала машина Открылась дверца Для них Открылся багажник Для меня Бросили, захлопнули Повезли Недалеко повезли Но по очень извилистому маршруту Или они на всякий случай проверяются Сворачивая случайные переулки Снова остановка Пауза перед воротами или шлагбаумом Въезд внутрь какого-то помещения Перегруз на плечи Шаги Ступеньки вверх Дверь Лифт Снова лифт, но уже в другом здании Сбросили с рук Прислонили Повезли Этажи пять, не меньше Остановка Коридор Голоса Хлопани дверей Это уже не подвал Это уже обитаемое помещение И судя по отсутствию звука шагов По ковровым дорожкам По которым ступают мои носильщики Не самое запущенное помещение Куда рулон? Рулон Это надо понимать Я Пока поставьте здесь Поставили В ожидании аудиенции Но почти сразу же Снова подняли Перенесли И раскатали Небольшая комната без окон Тихая музыка И голос Человека, сидящего В глубоком кресле И даже не пожелавшего Повернуться в мою сторону Здравствуйте Это уж едва ли Дверь капитальная Массивная Способная выдержать Не один удар Что едва ли? Едва ли буду здравствовать После подобной Теплой встречи Изысканная Если не сказать Роскошная обстановка Стол Кресло Сейф Монитор компьютера Клавиатура Причем Самого компьютера Не видно Мы вас В гости Не приглашали Вы пришли Сами Это точно Что сам Собеседник Если судить По виду Сзади Средних лет Среднего роста Средней комплекции Плечи узкие Голова большая Слегка Приплюснутые Сверху Уши Топыренные С прижатыми Немного Несимметричными Мочками Все прочее С той Недосягаемой Для меня Как обратная Сторона Луны Лицевой Части Головы Немного Для составления Узнаваемого Словесного Портрета Что вы Хотели Мне сказать Я Ничего Не хотел Сказать Я Хотел Вернуть Принадлежащее Мне Имущество У вас Украли Кошелек У меня Украли Компьютеры И при этом Убили Моего Товарища Кроме Хозяина В кабинете Только два Охранника Те Что держат Меня За руки И старший Группы Захвата То Что Старший Очень Хорошо У меня С ним Еще Расчет Не Закончен Он Мне Еще Очень Нужен Глядишь Если Повезет И Сквитаемся Снова Голос По поводу Ограбления И убийства Вам Ищут Они А их Искать Не Надо Я Их Уже Нашел Самостоятельно И кто Они Ваши Нукеры И Вы Незнакомец Замолчал Словно Что-то Прикидывая В уме И Повернулся На Крутящемся Вокруг Своей Оси Тресле Подобную Топографию Обратной Стороны Луны Я Увидеть Не Ожидал Хотя Ожидал Увидеть Все Что Угодно Мои Потуги Составить По-видимому Мне Затылку И Оттопыренным Ушам Словесный Портрет Незнакомства Представились Мне По меньшей Мере Глупыми Это Лицо Не Надо Было Опознавать По Сумме Индивидуально Выраженных Черт По Шрамам Родинкам И По Другим Особым Приметам Это Лицо Вообще Не Надо Было Опознавать Это Лицо И Так Знали Все По Крайней Мере Те Кто Хотя Раз В Неделю Смотрит Телевизор Телепервые Страницы Центральных Газет Хорошо Давайте Поговорим Тем Более Что У Меня К Вам Тоже Есть Несколько Вопросов Переставший Быть Незнакомцем Хозяин Кабинета Кивнул На Дверь Охранники Отпустили Мои Руки И Вышли Остался Только Их Обеспечивший Мое Задержание Командир Он Отошел К стене Вытащил Взвел И Направил На Меня Пистолет На Этот Раз Он В Этом Я Был Уверен Выстрелит И Не Промахнется Вы Пришли Чтобы Узнать Где Находятся Ваши Компьютеры Я Отвечу Они Находятся На Городской Свалке А Информация С Дисков У Меня Скажу Больше Похищение Компьютеров Было Глупостью Мы Не Обнаружили На Ваших Дисках Ничего Для Себя Нового Ничего Сверх Того Чего Мы Уже Б Не Знали Это Была Напрасная Трата Времени И Напрасная Кровь Вы Хотите Сказать Что Информация С винтов Была Похищена Еще До Того Как Были Уворованы Сами Компьютеры Да Именно Это Я И Хочу Сказать Можно Узнать Каким Образом Можно Посредством Сканирования Через Компьютерные Сети Здесь Я Ему Не Поверил Здесь Он Конечно Угал Не Могли Они Знать Всего Того Что Знали Мы Не Могли Они Взломать Пароли Козловского Баранникова Даже Если Вышли На Наш Адрес Для Этого Им Потребовалась Масса Времени И Масса Усилий Пароли Не Консервные Банки За Секунды Не Вскрываются Я Не Верю Вам Вы Блифуете Информацию Вы Получили После Воровства И После Убийства Вернее В результате Воровства И Убийства Вы Грязно Играете И Потому Иногда Выигрываете Ну Верить Или Не Верить Ваше Личное Дело Я Говорю То Что Знаю Если Вас Не Устраивает Нельзящая Вам Правда Можете Верить Успокоительную Ложь Можете Верить Мою Грязную Игру В Игру Случа Или Во Что Еще Я Не Буду Перед Вами Оправдываться Вы Не Того Масштаба Противник Чтобы Я Был Забочен Обелением Своего В Ваших Глазах Имиджа Вы Узнали То Что Желали Узнать И Можете Распоряжаться Этой Информацией Как Вам Заблагорассудится У Вас Еще Вопрос Есть Есть Один И Последний Если Вы Утверждаете Что Сканировали Информацию Очищавшие Память Наших Компьютеров Так Так Вы Их Знаете Вам Это Так Важно Важно Мне Действительно Было Это Важно Мне Необходимо Было Убедиться Что Вынутые Из наших Машин Диски Расшифрованы И Прочитаны Если Они Хоть Что То Хоть Самую Малую Часть Заключенной В них Информации Не Смогли Прочитать У Меня Оставался Шанс На Торговлю На Торговлю За Часы И Дни Своей Жизни Так Знаете Вы Их Или Нет Знаем И Можете Назвать Хотя Б Один Назвать Вот Так Сходу Вряд Ли Тем Более Как Вы Понимаете Я Этим Вопросом Лично Не Занимался Но Я Могу Пригласить Человека Который Способен Исчерпывающе Ответить На Интересующий Вас Вопрос Сообщить Мне Пароли Который Сможет Сообщить Вам Все Пароли Которые Вы Захотите Узнать В ответ Я Надеюсь Услышать Возможно Более Честные И Возможно Более Полные Ответы На Вопросы Которые В свою Очередь Задам Вам Я Такие Условия Сделки Вас Устраивают В рамках Того Что Может Повредить Только Мне В рамках Которые Вы Посчитаете Допустимыми Для Себя Такие Условия Меня Устраивают Я Согласен Хозяин Кабинета Нажал На Кнопку Селектора И Что То Сказал Микрофон Придется Подождать Несколько Дополнительных Минут Пока Нужного Вам Человека Разыщу Дополнительные Минуты Меня Устраивали Ведь Это Были Дополнительные Минуты Моей Жизни Так Мы Замерли Хозяин Расслабленно Разваляясь В кресле Я Стоя Перед Ним Командир Охранников Возле Стены С Уставленным Мне В глаза Пистолетом Так Мы И Ждали Пока Дверь Не Открылась Вот Человек Который Ответит На Все Интересующие Вас Технические Вопросы Представил Вошедшего Хозяя Если Конечно Вы Не Раздумаете Их Задать Я Обернулся И Раздумал Задавать Вопросы Касающиеся Паролей Оберегающих Память Наших Компьютеров Я Вообще Раздумал Задавать Какие Либо Вопросы В дверях Стоял Козловский Баранников Часть Пятая Глава 61 Хозяин Не всегда Был Хозяином Когда-то И Слушкой Вроде Мальчика На побегушках При больших Людях Он И бегал Так Что Подошвы Новых Ботинок За месяц До сквозных Дыры стирались И до сих пор Бегал Как бы вовремя Не понял Что карьеры Не ногами Делаются И даже Не языком Который В нужное время Должен оказаться Вблизи Нужного Начальственного Места А расчетом Правильно Поставленной На игровое Поле Фишкой Хозяин Не бывший Тогда еще Хозяином Поставил Правильно Поставил На перестройку В свой Очередной Отпуск Он поехал Не на отдых В Сочи Не в закрытый Дом отдыха Не на дармовщинку За границу Руководителем Группы А в Москву К старинному Которого Он всячески Прикармливал Местной Деликатесной Продукцией Приятелю Вхожему Если не в Самые Высокие Кремлевские Кабинеты То в Их Предбаннике Точно И в Бани В смысле Сауны Дела Я тебе Доложу Дрянь Жаловался Размякший От многочисленных Тостов За встречу За дружбу И за успех Приятели Старики В кресло Задницами Вцепились С обивкой Не отодрать А позиции У них Сам знаешь Какие Во какие Позиции Они еще При генералиссимусе В эти кабинеты Вселились И запросто Так позиции Сдавать Не желают Но и молодежь Подрастает Ох и молодежь Я тебе Доложу Им палец В рот Положи Они руку До плеча Откусят Вместе С башкой Вот такие Ребята Правда Пока тихо Сидят Выжидают Время На них Работает Такое Положенец Не знаешь Под кого Первого Ложиться Под старых Ляжешь Молодые Потом Когда их Время Придет Все Припомнят Под молодых Старые Обидятся И по шапке Дадут Только не завтра А сейчас Сила-то пока На их стороне Ей-богу В пору Групповухой Заняться Чтобы и тем И другим Услужить Одновременно А может Вообще Ни под кого Не ложиться Может Выждать До момента Пока позиции Определяться Нет Большой политике Самому по себе Невозможно Минуты Невозможно Сожрут И те И другие Как волка Который от стаи Отбился Только Под кем-нибудь И чтобы Во все дыры И чтобы С энтузиазмом И чувством Глубокого Удовлетворения А потом Отсидевшись Самому На кого-нибудь Сгромоздиться И их Тут даже В передовицах газет Это называется Преемственностью Поколений А в жизни Политическим Блядством Так всегда Было И везде Вначале Тебя Потом Если повезет Ты И кто же Все-таки Вверх Возьмет Да Черт его знает Пока Совершенно Непонятно Как в футболе Где заранее Результатах матча Не договорились Но в целом Я тебе так скажу Против биологии Не попрешь Старики Они дряхлеют И умирают А молодежь Соки набирает Молодежь Она перспективней Если ей конечно До того голову Не свернут А могут свернуть? Могут Если они ее Раньше времени Высунут Последующие Несколько дней Хозяин Не бывший Еще хозяин Вместо того Чтобы греться На топчане Под южным солнцем Мылил спинки И попки Большому начальству Рассказывал Анекдоты Подносил полные И уносил Пустые стопки Короче Прислуживал И слушал И смотрел И запоминал А в конце Понял Что событий Не избежать Что события Не за горами Верхи Уже почти Ничего не могли Кроме Как вспоминать А былом Пить лекарства И жаловаться На доливающие Их старческие болезни А низы Могли И хотели Очень хотели Хотели Неограниченные На шестой части Земной суши Власти В общем Отпуск прошел Удачно Держи меня В курсе Попросил Отгулявший Своё время Отпускник Приятеля А за мной Сам знаешь Не заржавеет Будь спокоен Если в верхах Что-нибудь случится То первым Об этом узнаю я А вторым Ты Ожидаемое Что-то Случилось Через полгода Без освещения В центральной прессе Тихо В наглухо Закрытых Кремлёвских Кабинетах Заранее Предупрежденный Приятелем О сквозняках Перемен Потянувших В высоких Коридорах Все еще Бывший Мелкой Сошкой Хозяин Зашел На трибуну И заклеймил В самых крепких Выражениях Своё прошлое А заодно И прошлое Своих Непосредственных Начальников Первым В своем Регионе И задолго До того Как публичные Покаяния Приобрели Массовый Характер Случился Большой Скандал Неблагодарному Осмелившемуся Плюнуть Против Господствующей Розы Ветров Молодому Работнику Дали По шапке Не желая Согласиться Со столь Резкой Оценкой Своего Выступления Потерпевший Отправился В Москву Искать Правды И защиты Искать Именно У тех Кто Очень Нуждался В подобных Сигналах С мест Он Оказался Очень К месту Пострадавший За критику Молодой Функционер Как один Из аргументов В большом Завязавшемся В верхних Эшелонах Власти Споре Не принявшим Критику Местным Начальникам Поставили На вид Несправедливо Уволенного Работника Восстановили Во всех Правах Но В область Уже Не вернули Оставили При себе Той же Слушкой Но Уже При гораздо Более Высокопоставленных Господа А потом Все завертелось С калейдоскопической Быстротой Начальники Грызы Начальников Кланы Сражались С кланами Хозяева Кабинетов Менялись Как в игре В третий Лишний И здесь Было Очень важно Успеть Сориентироваться Вовремя Поставить На лидера И Вовремя Переставить Фишку Когда Лидер Выдыхался И Переходил В разряд Аутсайдеров Человеческие Будь то Дружеские Или напротив Враждебные Отношения В этой Гонке На выживание Во внимание Не принимались Важен Был Только Результат Когда Того Требовали Обстоятельства Бывшие Непримиримые Враги Составляли Против Третьих Лиц Союзы И Чуть ли Не Лобызали Друг Другу Щечки А Когда Хозяину Стал Помехой Его Бывший Московский Приятель Он Не задумываясь Сдал Его Самым Бессовестным Образом Ты Что Возмущался Тот Явившись К нему Домой Это Ж Я Тебя Сюда Это Ж Только Благодаря Моим Стараниям И Связям И Даже Это Квартира Только Потому Что Я Замолвил За Тебя Словечко За Квартиру Спасибо И Спасибо Папахи Не Сошьешь Ну Могу Судить Деньгами Если В Разумных Пределах Деньги Мне Не Нужны Мне Помощь Нужна Ты Знаешь В Каком Я Положении Оказался По Этому Поводу Не Ко Мне Помогать Тебе Себя Топить Извини Это Не Та Цена Которую Я Способен Платить И Приятель Уходил Навсегда Как И Десятки Других Приятелей Сослуживцев Коллег И Однополчан Политика Не Терпит Дружбы Которая В Убыток Тут Или Карьера Или Человеческие Отношения Хозяин Ставил На Карьеру Только В смутные Времена Период Безвластия И Беззакония Когда Падают Ниц Прежние Цари И На Их Место Восходят Новые Можно Легко И Безболезненно Взлететь Вершинам Власти Только Это Золотое Время Вгновение Ока Способно Лишить Человека Всего И Дать Человеку Все Все Желаемое Все То Что Устоявшихся Обществах Надо Заслуживать Годами И Делами Не Использовать Смуту В своих Хорыстных Целях Значит Показать Себя Распоследним Дураком Так Решил Для Себя Хозяин И Также Решили Десятки И Сотни Других Бросившихся В драку За свой Кусок Пирога Заведующих Партийными Отделами Партийными Кафедрами И Партийными Журналами Их Было Так Много Страдающих Чрезмерным Аппетитом Мелких Партийных И Околопартийных Функционеров Что Существующих Кормушек На всех Не Хватило И Они Стали Создавать Новое И Отпихивать От них Друг Друг Локтями И Коленями Очень Больно Отпихивать В сравнении С вновь Развернувшимися Закулисными Баталиями Прежние Аппаратные Игры Стали Казаться Смешной Вознёй Играющих Самоуправлении Октябрятских Звездочек Драка Пошла Не на Жизнь А на Смерть В прямом Смысле Слова Ведь Делились Уже Не Только Кресла Делились Деньги Огромные Деньги Невероятные Деньги Деньги Нажитые Целыми Поколениями Поставленного К станкам Кульманам И лопатам Народа Делилась Кубышка В которую Годы И годы Миллионы Людей Опускали Свои Трудовые Медные Пятаки Делилась Не ими И не для Них Страну Отдали На разграбление Как штурмом Взятый Войсками Город Только там Грабили все И три дня А здесь Избранные И бесконечно Долго Считанные Часы Разворотливые Люди Подгребали Под себя Капиталы Которые Рокфеллеры И Морганы Копили Всю жизнь Подгребали Одним Росчерком Пера В виде Целых Заводов Шах И НИИ И не Чувствовали При этом Угрызений Совести И не Переставали Считать Себя Интеллигентными Людьми Кухарку Утащившую со стола Серебряную ложку Называли Воровкой А себя Прибравшего К рукам Небольшой Горно-обогатительный Комбинат Или целую Железную Дорогу Спасителем Отечества Власть Играла с народом Крапленными Картами И поэтому Всегда Выигрывала И выигрывала Очень много Первыми Это осознали Преступники И попросили Свою долю Вор Потянулся К дубине Вора Хозяин Уже почти Ставший Хозяином Один из Первых Понял Что с Преступным Миром Лучше Договариваться Чем Воевать Потому что Они Преступники Ничем Не отличались От них Власть Придержащих Разве Только Масштабами Воровства Карманники Могли Умыкнуть Паучку Из кошелька Одного Двух Зазевавшихся В транспорте Граждан Политики У всего народа В целом Методы и цели Тех и других Были подобны И значит Союз был возможен И даже Неизбежен Хозяин Снова поставил На верного Конька Пока Других Склоняли К союзу С преступным Миром С помощью Совместных Хитроумных Финансовых И предпринимательских Операций Или вынуждали К нему силовыми Методами Он Не теряя Времени Пошел На сговор Сознательно Хозяин Встретился С несколькими Наиболее Известными В стране Авторитетами И объяснил Чем они Могут быть Полезны Ему И чем Небесполезен Может быть Им Он Экономика Не может Существовать Без политики Сказал он В том числе И теневая Экономике Необходима Крыша Которая В нужный Момент Способна прикрыть Ее от непогоды От дождя Ограда Или Не приведи Господь Молнии И еще Необходимо Бюро прогнозов Которое Способно Заранее Предупреждать О приближении Стихии Крыша Нужна Согласились Авторитеты Но Крыша Дорогого Стоит Но Меньше Чем Ликвидация Последствий Капризов Погоды Чем Пропущенное Стихийное Бедствие Меньше Кивнули Авторитеты Что могут Запросить Метеорологи Взамен Долгосрочных Климатических Прогнозов И защиты От дождевой Капели Играда Думаю Немного Страховку Силовую Силовую Необходимости Помощь Поддержку На местах И Возможно Кое-какие Средства Какие Фиксированные Процент Со сделок Которые Вам предложат И процент С налоговых Льгот Которые Вы получите Авторитеты Переглянулись Предложение Сулило Барыши Такие Барыши Что в пору Было задуматься О нечистой Игре Вновь Объявившегося Партнера Ваши Гарантии Мое Слово И обещание В течение Трех Дней Не обращаться С аналогичным Предложением К вашим Конкурентам Авторитеты Сдались Хозяин Получил Своё Полное Распоряжение Средства Которые Не приходилось Добывать Лично Компрометируя Себя Как политика И получил Исполнителей Способных Действовать Без оглядки На закон Он Получил Те рычаги Которые Как он считал Способны Свернуть Мир Точнее Шею Тому миру Если он Не согласится На добровольную И потому Бескровную Капитуляцию Хозяин Хозяин С энтузиазмом И уверенностью В незамедлительном Результате Взялся За дело Он Стал Расчищать Путь Наверх Кого-то Покупая Кому-то Угрожая Кого-то Убирая Физически Он Выигрывал Каждый Бой Но Никак Не мог Выигрывать Свойну Целиком Ожидаемого Результата Не было Был Совсем Другой Результат Который Его Не устраивал Хозяин Был Умным Человеком Потому Что Не однажды Битым Он Не стал Списывать Неудачу На игру Случая Не стал Надеяться Что со Временем Все Так Или Иначе Образуется Он Стал Думать От Чего Никак Не достигаются Намеченные Цели От Того Что План Плох Или Военачальник Или От Того Что Слишком Силен Противник Да Возможно План Не грешит Гениальностью И Военачальник Вовсе Даже Не Наполеон Но Все Это С лихвой Должно Компенсироваться Слабостью Противной Стороны Вернее Почти Полным Ее Отсутствие Единого Недруга Нет Есть Куча Мелких Конкурирующих И враждующих Друг с Другом Группировок Последней Серьезной Силой Были Старики Заслуженная Партийная Гвардия Которую Повыбили Еще в самом Начале Перестройки Все Остальное Шушера Но Вот Ведь Какой Парадокс Получается Противника Нет А Противодействие Есть И Еще Какое Противодействие Откуда Же Оно Взялось Неужели Пока Шла Мелкопоместная Мышиная Политическая Возня В стране Объявилась Какая-то Третья Никому Неизвестная Всеми Пропущенная Сила Неужели В стране Зреет Заговор Кого И Против Кого Хозяин Задумался Пропустить Политическую Интригу Подобного Масштаба Если Она Конечно Имела Место Быть Значило Потерять В будущем Правительстве Не кресло Саму Жизнь Основных Правителей Дорвавшиеся До власти Заговорщики Обычно Не жалуют В лучшем Случа Предлагают Уйти В отставку В худшем Подойти К ближайшей Стене Если ему Хоть Карта Дорога Его карьера И его Жизнь Необходимо Вычислить Эту Новую Силу Если Если Это Действительно Сила Может Статься Переставить Свои Фишки На Их Поле Пока Не Поздно По Каким Признакам Можно Вычислить Этих Людей По Разным В том Числе По Простейшим Например По Смелым Выступлениям В Печати Или По Должностным Успехам Кто В последнее Время Наиболее Успешно Продвигал Свою Карьеру Кто Мог Сделать То Что Не Удалось Несмотря На Все Старания Сделать Ему Хозяин Отсмотрел Список Аппаратных Перемещений За Последние Месяцы И Выделил Три Фамилии Эти Лидеры И Люди Их Ближайшего Окружения Шли Во Власть Прямо Таки Семимильными Шагами Хозяин Вызвал Авторитетов Вот Что Сказал Он Пошлите Ко Ваших По этим Адресам Пусть Они Снимут Квартиры Где-нибудь Невдалеке От Фасадных Дверей И Пусть Полюбопытствуют Кто В них Входит И Кто Выходит И Пусть Посмотрят Какие Машины Чаще Всего Въезжают В Ворота И Пусть Все Запишут И Эти Отчеты Представят Мне Зачем Это Нужно Спросили Авторитеты Затем Что Я Хочу Знать Не Объявилась Ли Сила Сильнее Нашей Силы Но Это Будет Стоить Нам Немалых Денег Пропущенная Смена Власти Будет Стоить Вам Всех Денег Кого Следует Смотреть Конкретно Всех Кто Приблизится К зданию Ближе Чем На Десять Метров И Предупредите Чтобы Они Не Очень Там Высовывались Эти Адреса Курирует Безопасность Безопасности Теперь Не до Нас Безопасность Теперь Не та И Тем Не Менее Квартиры Были Сняты В Квартирах Поселились Бравые Ребятки С Хорошим Зрением Усиленным Двадцатикратными Морскими Биноклями Безопасность Озабоченная Не столько Несением Службы Сколько Своими Внутренними Проблемами Реорганизациями Перемещениями Сокращениями И Чуть Ниже Квартальной Сменой Но их заметили Другие Глаза Глаза Конторы Их Увидел Надзирающий Запорученным Ему Членом Правительства Резидент Тот Первый Резидент Он Тоже Снял Квартиру И Стал Наблюдать За Наблюдателями Как В том Про Особо Утонченные Сексуальные Услуги Анекдоте Очень Быстро Он Понял Что Слежку Ведут Непрофессионалы Хотя И Очень Старательные Работники Небезопасность И Не МВД Тогда Кто Резидент Отследил Сменившихся Шпиков От Двери Снимаемой Квартиры До Другой Двери За Которой Как Пожаловались Словоохотливые Соседи Имел Место Вечный И Непрерывный Бардак То Изжали Женщины Ругались Мата Мужчины Звенела Битая Посуда И Кто-то Кому-то Угрожал Набить Морду Судя По их Рассказам За дверью Располагалась Воровская Малина Где Шпики Отдыхали После Очередной Трудовой Смены Совершенно Непонятно Зачем Ворам Наблюдать За Правительственными Зданиями С Целью Поживы Или Заказного Убийства Резидент Прошел Вслед За каждым Из обитателей Преступного Притона Маршруты Были Недалеки И Подобны Магазин Ресторан Киоск Видеопрокар Еще Магазин И Только Один Увел В сторону Дома Хозяина Один Из Бандитов Оказался Вхож В резиденцию Около Правительственного Начальника Неизвестно Чем Руководствовался Резидент Но В нарушении Всех Конторских Правил Он Решил Вести Разведку На Два Фронта Случайно Столкнувшись С интересным Ему Человеком На Улице Он Навесил На Него Микрофон На Чем И Прокололся Этот Мафиозник Был Не Мафиозником А Хорошо Обученным Хотя И В отставке Офицером Безопасности Надзиравшим За нанятые Для Несения Наблюдательных Функций Преступной Мелюзгой Это Он Выбирал Места Для НП Регламентировал Действия Их Персонала Следил За Соблюдением Ими Мер Безопасности Именно Благодаря Ему Малоквалифицированные Преступники Прошли Мимо Глаз Безопасности В Многочисленной Челяди Хозяина Он Числился Рядовым Референтом Фактически Являясь Начальником Службы Безопасности И доверенным Телохранителем Как Всякий Настоящий Профессионал Курирующий Мафию Референт Вечерами Вспоминал И анализировал Каждый Прожитый День До Мелочи До Брошенного На него Знал он И тот день От первой До последней Минуты В том числе И столкновения С незнакомым Прохожим Случайное Столкновение Может быть А может быть И нет Куда Ударил Его Прохожий В руку Или в плечо Он Споткнулся Или его Кто-то Толкнул Нет Его Никто Не толкал Он Споткнулся Сам На ровном Месте Телохранитель Референт Вытащил Из шкафа И проверил Бывшую На нем В момент Столкновения Одежды И нашел Микрофон Резидента Подвело Пренебрежительное Отношение К противнику Уверенность В том Что он Имеет Дело С малограмотной В области Разведки Мафии Против Профессионала Он бы Действовал Не так Не так Топорно Резидент Допустил Халтуру И в Конечном Итоге Поплатился За это Жизнью Референт Телохранитель Доложил о происшествии Хозяину И что вы Собираетесь Делать Искать Того Кто навесил На меня Жука Каким образом Посредством Обратной Связи Микрофоны Подобного Типа Работают Не более Чем В 200 Метровом Удалении От приемника И значит Наш Противник Или Звукозаписывающая Аппаратура Которая Он неизбежно Придет Находится Где-то Поблизости Аппаратура Которой Пришел Резидент Действительно Была Недалеко Резидента Решили Взять И Допросить Телохранитель Был Против Прямого Захвата Но На этот Раз Его Не Послушали Хозяину Не Терпелось Узнать Кто Начал Слежку За Его Людьми С Помощью Захваченного Языка Он Надеялся Быстро И Без Дополнительных Хлопот Выяснить Имена Играющих Против Него Против Никам Будьте Готовы К сюрпризам Предупредил Курирующий Безопасность Референт Я Не Исключаю Что Он Имеет Профессиональную Подготовку Мы Тоже Не Дети Ответили Мафиозные Боевики Это Они Сказали Верно Нормально Развивающиеся Дети К Их Возрасту Не Имеют За душой Столько Мокрых Дел Даже Если Начинать Считать С первых Промоченных Пеленок И Все же На этот Раз Мафиозники Отправились На дело Усиленной Бригадой Чтобы Исключить Возможность Каких-либо Сюрпризов Дождавшись Незнакомцев В подъезде Его собственного Дома Они Взяли Его В клеще Ухватив С двух Сторон За руки Если Вам нужны Деньги То Они В правом Кармане Сказал Незнакомец Нам Нужны Не Деньги Нам Нужен Ты Ответили Боевики Зачем Через Полчаса Узнаешь Каким-то Непостижимым Образом Взятый В тиски Заведомо Более Сильным Противником Незнакомец Вырвался И даже Успел Выхватить Из кармана Пистолет Стоявший В отдалении Боевик Больше С испугу Чем По необходимости Открыл Огонь На поражение Несмотря На несколько Полученных В грудь Пуль Незнакомец Успел Достать Каким-то Особым Ударом Одного Из Нападавших И еще Троих Он Успел Достать Всех Прежде Чем Умер Подхватив Под руки Потерявшего Сознание Товарища Боевики Ретировались К машине Этот Бой Закончился Для них С отрицательным Балансом Один Непонятно С помощью Какого Оружия Убитый И Трое Раненых Двое Относительно Легко Из газового Пистолета Один Опять-таки Непонятно Каким образом Тяжело Опасаясь Милицейской Погони И не желая Рисковать Боевики Бросили Тело Мертвого Товарища В случайной Яме В ближайших Лесопосадках Забросав Тело Ветками Почему Вы не Выполнили Приказ Почему Вы не Попытались Взять Его Живым Напряженно Спросил Хозяин Выслушав Сбивчивый Доклад Киллеров Мы пытались Да он Не согласился Что значит Не согласился Ведь Вас Было Четверо Четверо Против Одного Как Такое Могло Случиться Да Так И могло Психанули Потерпевшие Поражение Мафиозники Сами Вы Попробовали Хуй его знает Кто он Блядь Такой Но только Мы Блядь Ничего Сделать Не успели Хорошо Б хоть Ноги Унесли Мать Его Референт В отличие От хозяина В раздражительность Не впадал И зло За неудачу На исполнителях Не вымещал Он спрашивал Много И подробно Куда И как Он ударил В начале Куда И как Потом Что Сказал Как Посмотрел Как Перемещался По площадке Каким Образом Выхватил Пистолет Снова И снова Каждого В отдельности И всех Вместе На подобранной Очень похожей На натуральную Лестничной площадке Он заставил Боевиков Разыграть Целую сцену Где сам Изображал потерпевшего А они Нападающих То есть Самих себя Встаньте Где вы стояли Теперь Говорите Теперь Хватайте Теперь Бейте Так Это Выглядело Или Иначе В заключении Референт Самым Тщательным Образом Осмотрел И ощупал Находящегося В тяжелом Состоянии Боевика Несмотря На его Протестующие Стоны И Возгласы Имею основание Подозревать Что дело обстоит Серьезнее Чем представлялось Нам вначале Доложил он Хозяину Погибший Не был Случайным Человеком Погибший Был Профессионалом Почему Вы так Решили Посудите Сами Будучи Смертельно Раненным Он успел Произвести Несколько Попавших В цель Выстрелов И нанести Несколько Причинивших Серьезные Телесные Повреждения Нападающим Ударом И все Это В считанные Мгновения Другой На его месте Скончался Б от Болевого Шока В момент Первого Выстрела А он Дрался После Пяти Он Дрался Уже Будучи По ту Сторону Жизни Так На уровне До конца Работающих Условных Рефлексов Умеют Действовать Только Профессионалы Причем Самой Высокой Пробы Те Которым Эти Рефлексы Вбивали В голову И спинной Мозг В течении Многих И многих Лет Кроме Того Он Использовал Приемы Которые В кружках Рукопашного Боя Не преподают Это Закрытые Приемы Даже Для Милиции И ВДВ Опасаюсь Что Покойный Был Только Первой Ласточкой Той Которая Проводит Рекогностировку Местности Опасаюсь Как бы В догонку За ней Не Припорхала Еще Целая Стая Таких Жепернатых С какой Целью Чтобы Следить Чтобы Следить Или Чистить Кого Нас Точнее Вас Как так Чистить Физически Посредством Внезапного Приступа Сердечной Недостаточности Или Несчастного Случа Например Дорожной Аварии Взрыва Баллона С пропаном Падение Из окна Зачем Не знаю Это дело Не моей Компетенции Моей Определять Направление Возможной Угрозы Но Вы Можете Усилить Охрану Могу Могу Усилить Ее В 5 10 В 100 Раз Но Толку От этого Будет Чуть При Нападении Неопределенного Противника Только В 5 Случаях Из 100 Охране Удается Спасти Хозяина От Наемных Убийц Что же Делать Искать Противника Так В чем Дело Ищите Дело В средствах Для выполнения Данного Вида Работ Требуется Привлечение Специалистов Они Дешево Не стоят Сколько Телохранитель Референт Назвал Цифру От которой Хозяин Слегка Вздрогнул А Сами Вы не Справитесь Я Телохранитель Только Телохранитель Я Умею Стрелять Обнаруживать Слежку Уходить От погони Вычислять Направление Предположительной Угрозы Умею Немножко Думать А в этом Случае Надо Думать Много Очень Много Это Не моя Специальность Здесь Нужна Ищейка Ищейка Кроме Всего Прочего Имеющая Доступ К Специальным Архивам Вы Знаете Таких Людей Я Знаю Таких Людей Но Не знаю Согласятся Ли они работы Они Из вашего Ведомства Из моего Бывшего Ведомства Или Из подобного Ему Хорошо Я даю Согласие На их Привлечение Что Еще Я Буду Вынужден Ввести В курс Дела Частично Частично Это Насколько Ровно Настолько Сколько Потребуют Интересы Введения Следственных Мероприятий Ладно Сделайте Что Хотите Только Обеспечьте Быстрый Результат А в остальном Я полагаюсь На вас Тогда Последнее Вряд ли Они захотят Раскрывать Своё Инкогнито А я Отличным Знакомством С подобного Рода Работниками И не Стремлюсь Хотя И не Зарекаюсь Тогда Вопрос Исчерпан Люди Взявшиеся Вести Следствие Нашлись Глава 62 Копии Материалов Милицейского Расследования Окольными Путями Полученные Из городела УВД Сути дела Не прояснили Мотивы Преступления До сих пор Остались Неизвестными Личности Нападавших До сих пор Не установленными Соседи Ничего Кроме Выстрелов Не слышали И ничего Кроме Масок Вместо Лиц И пятен Грязи Вместо Номеров Машин Не видели А если И видели То молчали Как рыба О прошлогодний Лед В общем Все как обычно И бывает При заказных Убийствах Стрелянных гильз Трупов Во множестве А свидетелей Ни единой Живой души Но что самое удивительное Не были установлены Не только Совершившие Нападение Преступники Не была установлена Личность Самого Потерпевшего Его паспорт Водительские Права И прочие Имеющиеся У всякого Гражданина Всякого Государства Документы Нашли Но дело в том Что никто Эти документы Ни ему Ни кому Нибудь другому Никогда Не выдавал Ни паспорт Ни права Ни диплом Ни даже Свидетельство О рождении То есть Погибший гражданин Не рождался Не получал По истечении 16 лет Паспорт Не заканчивал Среднее и высшее Учебное учреждение И не сдавал На водительские Права Но все это Имел Как же такое Могло случиться Милиция На этот вопрос Ответить Не смогла Ничего нового Не добавили И пострадавшие Мафиозные Киллеры В сотый раз Через референта Телохранителя Пересказывавшие Перепетии Подъездной баталии Я сюда А он сюда Тогда я за шпалер А лысый Деревянным чурбаном Под ноги И уже не дышит А чем он его ткнул Не ясно Ножа я не видел А что вы видели Ни черта не видел Там темно было Как ночью В заднице У сидящего на ней негра Столь же невнятные Показания Давали соседи Нет Никто у него Не гостил Никто не ночевал Никто кроме Жековских слесарей И электриков Не приходил По всему видно Покойный Жил букой Посторонних Свою жизнь Не допуская Только здрасте И до свидания При случайной встрече На лестничной клетке Или на общем субботнике Может у него горе Какое случилось Или болезнь Одним словом Никаких контактов И эта ниточка Оборвалась Едва начавшись Прямо не человек А человек-невидимка Из Оилсовской книжки Вот эта изолированность От внешнего мира Больше всего И настораживала Нанятых хозяином Спецов-следователей Не бывает В этой жизни Людей С полностью Обрубленными контактами Чтобы без жен Сожительниц Близких и дальних Родственников Без друзей Приятелей И случайных Собутыльников Учился же он В школе Служил в армии Пил пиво Крутил романы Должит же он Кого-то И его Кто-то знать Этого не знал Никто Вернее Все Но ровно Настолько Насколько Необходимо Чтобы не привлекать К себе Лишнего внимания Вы были правы В своих подозрениях Этот покойник Не был обыкновенным Человеком Сказали следователи Этот покойник Только маскировался Под обыкновенного Человека Тогда кто он был Это самый трудный вопрос Мы получили его фотографию И отпечатки пальцев Но не смогли Идентифицировать их Ни в одной картотеке Он не привлекался Ни по линии МВД Ни по линии Органов безопасности Он не служил В спецчастях Министерства обороны И ГРУ Он не занимал Никаких должностей Ни в одной Известной нам Организации Подобного профиля Может быть Он не наш спец Может быть Он их спец Мы навели Некоторые справки Во внешней разведке И получили Отрицательный результат Кроме того У него Славянский тип лица И полное отсутствие Какого-нибудь акцента И каких-либо Внешних контактов Нет Он не похож На их шпиона Тем более Они уже давно Не засылают К нам своих агентов А вербуют их Из числа Имеющих доступ К государственным секретам Специалистов Это дешевле Безопасней И не требует Языковых И страноведческих Сверхусилий Которые необходимы Для превращения Среднего американца Из пригородов Нью-Йорка В выпускника Сельского ПТУ Срезанщины А если допустить Что он Не спец А просто Скрывающийся От элементов Прохожий А трагические Последствия Драки Между ним И нашими Дуболомыми Исполнителями Это только Игра случая С течения Разного рода Обстоятельств Алименчик Мы переложили Событийный ряд Имевшего место Происшествия На понятный Компьютеру Язык И отсмотрели Его в координатах Реального времени А затем В режиме 1 к 10 1 к 100 И 1 к 1000 Замедление Как на снятой Рапидом Видеопленке Мы провели Хронометраж Каждого Отдельного движения И И Сильно Удивились Его реакция В несколько раз Превышает уровень Реакции Нормального человека И даже Нормативную Для спецов Она равна А по некоторым Параметрам Превосходит Реакции Спортсменов Олимпийского Класса Выступающих В игровых И отдельных Технических Видах спорта Так Может Мы имеем Дело С уникумом С природным В данной Конкретной Области Талантом Может быть Некоторые Один на миллион Люди Действительно От рождения Обладают Исключительной Реакцией Но тогда Только реакцией Ею одной А он Кроме нее Демонстрирует Поразительные Способности В быстродействии Которые Одной природной Предлоспороженностью Не объяснить Всякое его Боевое движение Вдвое Опережает Аналогичное Движение Хорошо Тренированного В рукопашке Бойца Его руки И ноги Сгибаются И распрямляются Быстрее И значит Достигают Цели Быстрее Чем руки И ноги Его противников Мы Предложили Спортсменам Уровня Не ниже Мастера Спорта Международного Класса Повторить Известные Нам Движения На специальном Манекене И зафиксировали Траектории И скорость Полета Их Конечностей От Исходной До Конечной Точки У Валиболистов Она Оказалась Ниже У Каратистов И Дзюдоистов Значительно Ниже У Профессионалов Настольного Тенниса Почти Равной Но Те Спортсмены Были Гораздо Моложе Те Спортсмены Тренировались По специальным Методикам Из месяца В месяц И каждый День По Несколько Часов И Главное Они Готовы К Подобному Двигательному Быстродействию Настроены На него В отличие От Пострадавшего Который Действовал Спонтанно Не Готовясь К драке Как Спортсмен К рекорду Заранее И Тем не Менее Они Не Смогли Превзойти Показанных Им Результатов Но Самое Интересное Ни Один Спортсмен Продемонстрировавший Быстродействие Приближенное К аналогу Не Смог Показать Равную Ему Точность Точность Попадания В цель Спортсмены Мазали На Сантиметр На Два На Три Из Предложенного Им Положения Они Не Могли Попасть В Точку В Которую Попадал И Предшественник Вывод Мы Получили Документальное Подтверждение Того Что Имеем Дело Не Со Случайным Человеком А С Профессионалом Высочайшей Квалификации Мы Можем Представить Сравнительные Диаграммы На Основании Которых Были Сделаны Эти Выводы Нам Не Нужны Диаграммы Нам Нужно Знать Кем Был Этот Человек Спецом Теперь Это Совершенно Очевидно Я Понимаю Что Спецом Но Чьим Спецом Кто Его Навел На Нас Чей Приказ Он Выполнял Чтобы Ответить На Этот Вопрос Имеющейся У нас Информации Недостаточно Что Вам Нужно Еще Для Того Чтобы Ответить На Этот Вопрос Время И Еще Пожалуй Труп Труп Да Тело Потерпевшего Оно Давно Захоронено Значит Надо Провести Эксгумацию Без Осмотра Трупа Мы Не Сможем Двинуться Дальше Но Что Вам Может Дать Мертвое Тело Ведь У Вас Уже Есть Фотографии Живого Человека Его Описание И Даже Отпечатки Его Пальцев Что Вы Можете Увидеть Сверх Того Что Уже Увидели И Запротоколировали Патолого Анатомы Исследователи МВД Ничего Или Очень Многое Вряд ли Патолого Анатомов Исследователей Интересовал Потерпевший Их В первую Очередь Беспокоили Неизвестные Преступники И Значит Осмотр Тела Погибшего Мог быть Формальным Грешащим Пропущенными Родинками Неописанными Должным Образом Шрамами И Другими Незамеченными Отличительными Предметами Которые Мы Постараемся Обнаружить Кроме Того Есть Еще Код ДНК Зубы И Пломбы Химический Состав Волос Отображающий Экологию Место Жительства Данного Индивидуума Есть Болезни Внутренних Органов По поводу Которых Он Не исключено Обращался В медицинские Учреждения Или С кем-то Консультировался Или Как-то Лечился Есть Специфические Способные Указать Народ Его Деятельности Мозоли И Потертости На которые Проводившие Вскрытие Медики Уж Конечно Не Обратили Внимания Есть Много Такого Знать О чем Не Входит В обязанности Районных Патологоанатомов Нам Нужен Тру И Тогда Возможно Мы Сможем Сказать О нем Больше Чем Сейчас Хорошо Вы Получите Тру И Референт Телохранитель Вызвал Проштрафившихся Мафиозников Если У вас Не достало Ума Доставить Заказанного Человека Живым Принесите Хотя бы Его Мертвое Тело Надеюсь Это Вам По силам Интересно Где Мы Его Найдем В Морге Или На Кладбище Среди Захороненных Неопознанных Тел Зачем Нам Таскать Из Могил Мертвяков Затем Чтобы Не Лечь Рядом С Ними Глава 63 Камень Камень Был брошен И По воде Пошли Круги Тогда Еще Живому Шефу Куратору Позвонил Кладбищенский Сторож По одному Из диспетчерских Телефонов Тут Такое Дело Меня Просили Так Вот Я Это Звоню Кто Звонит Я Ну То есть Сторож Я Понял Я Все Передам Диспетчер Перезвонил Другому Диспетчеру Тот Еще Одному А тому С Произвольно Выбранного Телефона Автомата Шеф Мне Сообщения Были Да Звонил Какой То Сторож Сторож Ага Он Так И Сказал Звонил Сторож Ну Значит Опять Садовый Домик Обокрали Спасибо То есть Очень Жалко Но Вам Спасибо Через Час Шеф Куратор Был На Кладбище Со Скорбным Выражением До Неузнаваемости Изменившегося Лица И С Цветами В Руках Ну И Что Ну Вы Это Просили За могилой Приглядеть Так Я Позвонил Спасибо Что Приглядели Поблагодарил Шеф Куратор Сторожа В размере Его Полугодового Оклада И Двух Литров Водки Ну Да Как Они Ушли Так Я Сразу К Вам Прямо Бегом Я же Понимаю Обрадовался Сторож Водки Кто Они Не Знаю Я Их Ни разу Не Видел Что Они Делали Могилу Разрыли Ту Что Вы Сказали И Покойника Вынули Могила Была Под Инвентарным Номером В котором Метили Неопознанные И Невостребованные Трупы В могиле Был Вернее Теперь Уже Не был Погибший Резидент Кому Же Это И Зачем Мог Понадобиться Неопознанный Мертвец А Кто Могилу Раскапывал Так Это Петро И Федька Они Аккурат Плановых Покойников Зарыли А тут Эти Приехали Вот Они И мы копали А Где Этот Федька И Этот Петро Известное Дело В Подсобке Греются Давно Греются С Обеду Значит Согрелись Уже Изрядно Говорить Смогут Смогут Говорить Федька И Петро Могли Если Медленно И Простыми Словами Они Документ Какой Нибудь Показали А Разрешение На Эксгумацию На Чего На Выемку Тела Из Могилы Не Или Да Мы Не Знаем Мы Не Помним А Кто Распорядился Копать Они Показали И Сказали Копать А Разрешение Это Не Та Могила Которая Спокойником Которую Нельзя Которую Мы Никогда Потому Что Понимаем А Которая С Тем Которого Никто Не Узнал И Потому Наверное Можно А Как Они Объяснили Свои Действия Что Сказали Ну Сказали Что Братана Вначале Потеряли А Потом Здесь Нашли И Хотят Увезти Домой Чтобы Все По-людски Как Они Выглядели Кто Которая Братана Нашли Вот Так Показали Могильщики Вот Что Мужики Сейчас Я Вам Дам Таблетки Для Трезвости Могильщики Претестующие Затрясли Головами А Потом Ящик Водки Для Похмелки Могильщики Согласно Закивали И Вы Мне Попытаетесь Описать Этих Людей Потому Что Боюсь Они Не Своего Братана Уволокли А Моего Которого Я Тоже Разыскиваю Ну Что Договорились Мы Согласны Даже Без Таблеток Шеф Куратор Вытащил Переносной Ноутбук С Программой Портретного Опознавания Голова Такая Или Такая Шире Уже А в Скулах Лоб Высокий Низкий С Морщинами Или Без Уши Такие Или Такие Ресницы Разрез Глаз Нос Губы Зубы Подбородок Итого Четыре Более Или Менее Похожих На Оригиналы Портрета Узнаешь? Спросил Для сверки Шеф Куратор Кладбищенского Сторожа Этих Двух Точно Эти Были Я Помню А этих Не Помню Я Их Издалека Видел Может Это Они А Может И Не Они Ну Тогда Все Да Кстати А какую Они Могилу Вскрывали Вон Ту Шо С краю Как С краю А разве Не ту Что В середине Да Нет Же Мы Ж Сами Копали Мы Точно Помнят Так С краю С краю Что Ж Вы Мне Голову Морочите Я То Думал Они В мою Могилу Влезли А Они Совсем В Постороннюю Зачем Ж Мне Было Их Портреты Рисовать Что Ж А я Из-за Вас Кучу Времени Убил И Чуть Чужого Покойника Не Взял Зачем Мне Чужой Покойник Мне Мой Нужен Ладно Пойду Документы Выправлять А там Разберемся А Водка Что Водка Водку На Похмелку Возмутились Протрезвевшие До состояния Стекла Могильщики Ну Че Получается Из-за Ваших Дурацких Таблеток Зря Сегодня День Провели Который Так Хорошо Начался Это Я Согласен Это Я Не Прав Раз Обещал Получите На Пол Ящика Вы Обещали Ящик А Вы Обещали Моего Покойника А не Рассказ О Чужом Ждите Когда Вернусь Будет Вам Полный Расчет С Премией И Шеф Куратор Ушел С Фотороботом Людей Которые Забрали Тело Резидента С Манера Общения С Маркой Цветом И Характерными Особенностями Машин На Которых Они Приехали И Даже С Возможными Отпечатками Пальцев На Предметах Которых Эти Неизвестные Кладбищенские Похитители Касались Шеф Куратор Ухватил Хвостик Ниточки Которая Если Ее Удачно Потянуть Могла Размотать Весь Клубок Загадочных Обстоятельств Связанных С Гибелью Резидента Время Неразрешимых Загадок Закончилось Глава 64 Осмотр Похищенного Трупа Не дал Ничего И В то же Время Дал Очень Много Были Обнаружены И Зафиксированы Десятки Пропущенных Патологоанатомами Шрамов Самого Разного Происхождения От Проникающих Огнестрельных И Колото Резаных Причиненных С помощью Холодного Оружия Ран До Почти Неразличимых Невооруженным Глазом Косметических Шовчиков Косметически Это Самое Интересное Труп При жизни Не был Молодящейся Женщиной Труп Был Выше Среднего Возраста Мужчиной Которому Не пристало Скрывать Свои Морщины Зачем Же Он Подвергал Себя Косметическим Операциям Причем Многочисленным Наслаивающимся Одна на Другую Может У него Была Не та Сексуальная По результатам Патологоанатомического Осмотра Зачем Же Тогда Косметика Уж Не для Изменения Или Внешнего Облика А зубы Точнее Пломбы В тех Зубах Для Человека Ведущего Безвылазно Тихую Жизнь В одной Из Московских Девятиэтажек Они Слишком Неоднородны Ни в одной Поликлинике Их ставили И даже Ни в одном Городе Одну Так просто В полевых Условиях С помощью Примитивной Переносной Бормашинки Вроде Тех Что Используется В многомесячных Арктических Экспедициях Или В космосе Как Быть С этим Географическим Разбросом Пломб А Волосы А Кости А Ногти Что Это Не Результат Результат Да Еще Какой Непростым Человеком Был Тот Покойник Неоднозначным А Каким Был И Вообще Кем Был Вот На этот Вопрос Ответа Так и не было Не числился Он В медицинских Архивах Ни одной Поликлиники Больницы Или Госпиталя Ну Ладно Косметическую Операцию Допустим Можно Умудриться Сладить Где-нибудь В полуподпольном Кабинете Или Даже На дому Хирурга Если Хорошо Заплатить Но Полостную После Огнестельного Ранения В грешную Полость Ее На столе На кухне Под светом Настольной Лампы Не сделаешь По крайней Мере Так Виртуозно Не сделаешь И Не Скроешь Любая Даже Не столь Серьезная Рана Фиксируется Во всяком Куда Обратился Пострадавший К травмпункте И Автоматически Открывается Следствие А Здесь Ни Обращение Ни Следствие Компьютер Перебрал Подобные По полу Возрасту И характеру Ранения Случай И Не зафиксировал Ни одного Совпадения Личности Всех Пострадавших От пуль Живот Больных Были Установлены И Все Они Принадлежали Какому-нибудь Ответственному За них Ведомству Кроме Тех Что Умерли Ничего Себе Рассказать Не успев Но Этот После Операции Остался Жив Кто Же Это Его С того Света Вернул Или Он Сам Себе Свинец Из Брюха С помощью Перочинного Ножа Выковыривал И Ту Рану Суровыми Нитками Через Край Штопол Все То же Самое Можно Было Сказать О Зубных Пломбах Внутренних И Прочих Преследующих Каждого Человека Болезнях Медицинская Помощь Была Оказана Но Опять Таки Неизвестно Кем И Неизвестно Где Имелись Наличие Болезни И Лечение Но Не Было Пациента И Врачей Была Полная Неясность И Одновременно Полная Ясность Логически Вытекающая Из той Неясности Не Думаешь Ли ты Что за Твоим Шефом Ведется Наблюдение Спросили Нанятые Следователи Своего Бывшего Коллегу Это Исключено Я Многократно Отсмотрел Все Подходы Постоянная Слежки Не А Фрагментарная Кому Нужна Значит Ты Притащил Его На Пятках Откуда Откуда Угодно А Откуда Угодно Такие Кадры Не Объявляются Где Ты Был В То И В Предыдущие Дни С Кем Встречался С Кем Разговаривал По Телефону Желательно По Секундам Референт Телохранитель Назвал Несколько Адресов Следователи Прошли По Его Следам Отсматривая И Обнюхивая Чуть Не Каждый Сантиметр Мест Возможных Наблюдательных Засад И Нашли То Что Искали Но Не Того Кого Искали На Чердаке Дома Выходящего Слуховыми Окнами На Фасад Резиденции Одного Из Членов Правительства На Деревянной Балке Поддерживающей Крышу Они Обнаружили Два Небольших Отверстия От Фотографической Струбцины Делать Семейные Фотографии На Пыльном Чердаке Было Некому Значит В Этом Месте Кто То Устанавливал Звука Или Визуально Следящую Аппаратуру Так Подумали Они И Навели Справки И Узнали Что Не так Давно Здесь Имел Место Инцидент С Пораженным Электрическим Током Охранником Обратившим Внимание На Подозрительную Возню На Крыше И Пожелавшим Проверить Документы Работавшего Там Электрика Охранник По своей Глупости Влезший Под Напряжение В В конечном Итоге Очухался Электрик Сбежал Нанятые Следователи Вышли На Доклад К Хозяину Их Выводы Были Просты Неоспоримы И Невероятны Покойный Был Спецом Высочайшей Квалификации Которых В стране По пальцам И В то же Время Не состоял Ни до Того Ни После Того На Службе Ни В одной Из Ныне Действующих Служб Государственной Безопасности Над Его Телом Не Один Раз Трудились Первоклассные Хирурги Хотя Ни В Одной Больнице Или Госпитале Он Не Лежал И Минуты Покойный Не Имел Биографии Но Имел Полный Набор Натурально Исполненных Документов Он Имел Многое Кроме Тянущихся За ним Информационных Хвостов Он Был И Его Не Было Он Действовал Всего Этого Следует Нетерпеливо Спросил Хозяин Только То Что В Стране Кроме Известных А Последнее Время Просто Таки Разрекламированных Силовых Структур Действует Еще Одна Возможно Частная Но Скорее Всего Государственная Та О которой Никто Ничего Не Знает Как Это Не Знает Как Можно Не Знать О Целой Организации Существующей И Активно Работающей Внутри Собственной Страны Это Же Не Оброненный Пятачок Должны Же Быть Какие-то Принадлежащие Ей Здания Сооружения Транспорт Должны Быть Начальники Подчиненные Зарегистрированные Приказы Входящая Исходящая Документация Наконец Зарплаты Ведомости Листы Нетрудоспособности Пенсии Служебные Квартиры Должна Быть Прорва Бумаг Наконец Должны Быть Слухи Которые Невозможно Скрыть Следователи Промолчали Скорее Всего Вы Ошибаетесь Это Просто Талантливый Авантюрист Одиночка Действовавший На свой Страх И риск Зачем Например С целью Шантажа Он Что Не мог Найти Для Шантажа Более Благодатный Объект Какого Нибудь Подпольного Миллионера Или Проворовавшегося Банкира Нет Это Не Авантюрист Одиночка Не Обольщайтесь Это Спец Причем Спец Представляющий Организацию Но Почему Обязательно Организацию Хотя Потому Потому Его Незаконченную Работу Сейчас Доделывает Его Приемник Что Мы Нашли Следы От Двух Вернутых В разное Время Но В одном И Том Месте Струбцин Тех Которым Привинчивают Сканирующие Микрофоны Или Видеокамеры И Еще Мы Узнали Что При Проверке Данного Места Пострадал Охранник Одного Из Правительственных Зданий Какого Не Вашего Значит Охота Шла Не За Мной Не За Вами Но Кому Тогда Он Или Они Подчиняются Чьи Приказы Выполняют Перед Кем Отчитываются Где Получают Зарплату Вам Не Кажется Что Все Это Напоминает Какой То Дурной Вестерн С Героями Одиночками В качестве Главных Действующих Лиц Я Не Очень Верю В Тайные Организации В Разные Там Не Известные Официальные Масонские Ложи Рыцарские Ордена Братство Вольных Каменщиков И Штукатуров Если Бы Что Подобное Существовало Я Бы О Том Знал Как Не Самое Последнее Лицо В Существующей Табеле Орангах Такого Шила В Таком Дырявом Как Наше Государство Мешке Не Утаишь Я Думаю Вы Перестарались Я Думаю Что Ваши Опасения Сильно Преувеличены Наемные Следователи Не Обиделись На Резкий Тон Они Вообще Не Имели Дурной Привычки Обижаться Они Сказали В Начале Мы Подумали Так же Так же Как Вы Что Невозможно Спрятать Организацию Если В ней Числиться Больше Чем Два Работника Но Потом Вспомнили О царящем В нашей Стране Бардаке Под Прикрытием Которого Если Умеючи Можно Расквартировать Целую Вражескую Армию И Вспомнили Давние И Устойчивые Кулуарные Шепотки О Наличии В стране Еще Какой-то Или Каких-то Специальных Сил И Решили Эти Слухи Проверить Мы Побеседовали Со Своими Коллегами Со Многими С Теми Что Служили Раньше И С теми Что Служат До Своей Деятельности Присутствие Какой-либо Третьей Силы Многие Сказали Нет Многие Да И Кивнули На Конкурентов Из Военной Разведки Или МВД Мы Нашли Ветеранов ГРУ И МВД И Сопоставили Их Воспоминания И Узнали Что В тех Операциях Они Никакого Участия Не Принимали И Даже Не Знали О них Конкурентов Не Было А Противодействие Было Тогда Мы Под Видом Создания Фонда Помощи Ветеранам Безопасности Нашли И Образили Наших Людей На Местах Тех Что Служили Вдали От Столицы И Там Нам Повезло Больше Мы Нашли Нескольких Отставников Которые Столкнулись С этой Неизвестной Силой Впрямую Что Называется Нос К носу И Проиграли И Были Отправлены Своих Противников Но Видели Результаты Их Работы Это Была Виртуозная Работа Но Выходящая За рамки Писаных Государственных И Неписанных До Безопасности Законов Это Была Работа Людей Не Связанных Под Отчетностью Ни С Безопасностью Ни С ГРУ Это Была Работа Профессионалов Таким Образом Мы Смогли Утвердиться В Своих Подозрения И Все же Я Продолжаю Сомневаться Зачем Государству Еще Одна Служба Безопасности Кроме Уже Существовавших И Обладавших Абсолютной Властью Потому Что Абсолютной Властью Они Не Обладали Так Как Действовали В рамках Закона И В рамках Подчиненности ЦК Куда Входило Немало Ответственных Партийных Работников В том числе Немало Ответственных Работников От Союзных Республик С которыми Тоже Надо было Работать Неужели Вы всерьез Думаете Что Такой Гигантской Империей Как Бывший Советский Союз Можно Было Управлять Только Легальными Методами Особенно На местах Где Правили Бал Клановость Национализм И Теневой Капитал Не Хотите Ли Вы Убедить Меня В том Что Безопасность Всегда Чтила Закон Как Монашка Божьей Заповеди Не Всегда Но Как Правило Ведь Она Являлась Государственным Учреждением В том Числе Подотчетным Прокуратуре Она Даже Не Имела Права Следить За Членами Правительства Как Вы Сказали Когда Вот Только Что Буквально Секунду Назад Что Они Не Имели Права Следить За Высшим Руководством Страны Так Как И Сейчас Не И Сейчас Не И Так Вот В чем Дело Послушайте Но Кем В таком Случа Должна Направляться Подобная Служба Кто Должен Быть Ее Главным Заказчиком Только Первое Лицо Государства Только Первое Повторил Как Эхо Хозяин Все Могут Быть Свободны Пока Но Есть Еще Несколько Соображений Не Надо Соображений Все Что Мне Было Нужно Услышать Я Услышал Спасибо Хозяин Действительно Услышал Все Все Что Ему Требовалось Все Что Требовалось Для начала Гона Через Хороших И Хорошо Прикармливаемых Общих Знакомых Он Вышел На Руководителей Охраны Президента За Обильными Уставленными Водкой Икрой Столами Они Рассказали Много Нового О Нелегкой Судьбе Приближенных Главному Телу Телохранителей О Настроениях И капризах Этого Тела И еще О том Что Не Всегда Но Случается Президент Оставляет Свою Охрану За Порогом И Уходит На Встречу Один С Кем Хоть Черт Его Знает Мы Не Интересовались Нам Лишние Вопросы Задавать Себе Вредить От Чего Же Такое Исключение Из Раз И Навсегда Установленных Правил Как Можно Президенту Оставаться Без Охраны При Личном Разговоре С Неизвестным Визитером Когда Даже При Встрече С Высшими Руководителями Страны Квартира Он Не Остается Без Присмотра Что Вернее Сказать КОГО Он Не Хочет Показывать Телохранителям Этот Вопрос Стал Центральным На Него Следовало Ответить Чего Бы Это Не Стоило Через Несколько Дней На Стол Одного Приближенного Президенту Помощника Лег Компромат На Него Эту Козырную Карту Хозяин Придерживал На Самый Крайний Случай И Не Собирался Использовать В ближайшее Время Но Использовал Помощник Успел Прочитать Документы Но Не Успел Ничего Предпринять Потому Что К Нему В Кабинет Через Полчаса После Того Как Был Скрыт Конверт Случайно Зашел Хозяин Переживаешь По Поводу Чего По Поводу Письма Я Не Понимаю О чем Ты Говоришь Какого Я Ты Я Помощник Президента Не кричал Не топал Ногами О ковер Он был Политиком И знал Что крик Делу Не помощник Политические Конкуренты Не уличные Насильники Их на испуг Не возьмешь С ними Нужно Торговаться По Формуле Ты Мне Я Тебе И мы Оба Ему Что Тебе Нужно Очень Немного Информацию Об особой Дублирующей Безопасность Спецслужбе О внутренней Разведке Разведка Не бывает Внутренней Разведка Бывает Только Внешней Я Тоже Так Думал До Недавнего Времени Но Теперь Я узнал Некоторые Факты Заставляющие В этом Усомниться Что Я получу Взамен Оригинал Интересующих Тебя Документов Всех Всех Гарантии Информация Против Конверта Из Рук В Руки Хорошо Я попробую Для тебя Что-нибудь Сделать Для Себя Сделать Для Себя Через Три Дня Хозяин Знал То Что Хотел Знать Да Организация Была И Одновременно Ее Не Было Потому Что У Нее Не Было Ни Вывески Ни Зданий Ни Постоянных Телефонов И Ответственных Работников Была Куча Периодически Меняющихся Подставных Учреждений Через Липовые Счета Которых Она И Субсидировалась Организация Подчинялась Только Лично Главе Государства Раньше Генсеку Теперь Президенту Или Его Доверенным Лицам Но Даже Глава Государства Не знал Работников Организации В лицо С ним Встречались Только Особые Посредники Которые Выслушивали Задания И Передавали Его По Инстанции Президент Не видел Исполнителей И потому Не мог Вольно Или Невольно Раскрыть Их Инковнито Но Видел Результаты Их Работы Скорые И Действенные Наверное Такое Положение Дел Устраивало Первое Лицо Страны В Неофициальной Беседе С Нераскрывавшим Рта Собеседником Он Высказывался О тревожащей Его Проблеме И Проблема Переставала Существовать Иногда Вместе С Ее Носителем Это Было Удобно И Безответственно Потому Что Никаких Письменных Приказов Не Отдавалось И Вообще Никаких Приказов Не Отдавалось Разве Только Высказывалась Озабоченность В присутствии Частного Никого Не Представляющего Лица Возможно Тот Руководитель Страны Который Надумал Создать Подобную Негосударственную Службу Знал Больше Но Он Давно Умер Остальные В подробности Существования Какой-то Там Специальной Службы Старались Не Вникать Чтобы Потом За ее Деяние Не Отвечать И Что Эта Служба Никому Не Подчинена Ни Перед Кем Не Отчитывается Ни Перед Кем Только Перед Президентом Или Его Доверенным Лицом И Ее Работа Никогда Не Проверяется Никогда Не Ревизуется Никогда Но Такого Не Может Быть Но Есть Значит Не Должно Быть И Хозяин Сказал То Что От Него Меньше Всего Жидали Услышать То Что Он Сам От Себя Не Ожидал Услышать Мне Не Не Обходимо Стать Доверенным Лицом Президента По Проверке Работы Данной Организации Ты Сошел С ума Этот вопрос Может решить Только Президент Сам Лично Ну Что Ж Если Никто Кроме Него Но Он Его Решать Не Станет Почему Потому Что Он Президент Президент Тоже Человек И еще Должность Выборная Должность И Значит Ему Нужна Поддержка Населения И Таких Людей Как Мы Которые К этому Населению На ступень Ближе И Еще Нужны Средства Помимо Тех Что Числятся На Балансе Государства Потому Что Средства Это Возможности А Возможности Власть Ты Предлагаешь Мне Я Не Предлагаю Ничего Криминального Только Проревизовать Деятельность Гос Структуры Которую По нерадивости Не Проверяли Со Дня Основания Налогоплательщик Должен Знать Как Тратятся Его Деньги А Президент Должен Быть Уверен Что В Его Епархии Все Благополучно Не Так Ли Президент Не Позволит Сторонним Лицам Ревизовать Службу Починенную Лично Ему Тогда Это Помимо Него Сделают Еще Более Посторонние Лица Например Ныне Действующая Законодательная Власть В Порядке Служебного Расследования Лучше Мы Чем Они Вряд Ли Я смогу Тебе Помочь В этом Вопросе Я Не Прошу Тебя Помогать Я Прошу Тебя Донести Мою Мысль До Президента Так Донести Чтобы Он Принял Единственно Верное Решение Государственное Решение Тогда Или Нет Боюсь Что Нет Я Сделал Все Что Ты Просил И Получил То Что Мне Уверен Что Да Потому Что Это Еще Не Расчет Это Только Задаток В данном Конверте Была Лишь Часть Столь Понравившихся Тебе Документов Но Ты Обещал Что Они Будут Все Обстоятельства Изменились Мне Показалось Что Запрашиваемая Цена Превышает Реальную Стоимость Товара Твой Товар Судя По Всему Достался Тебе Легче Чем Мне Оплата За Него Извини Но Я Не Люблю Переплачивать Все Документы Ты Получишь Только После Того Как Выполнишь Мою Просьбу И Еще В Качестве Приварка Получишь Папочку С Информацией На Одного Очень Интересного Тебе Человечка Нашего Общего Знакомого Кого Хозяин Написал На Листке Фамилию Компенсация За Наглость Благодарность За Участие Я Не Уверен Что То О Чем Ты Просишь Может Выгореть Зато Я Уверен Как Утверждал Основоположник В том И уж Тем Более В Ныне Существующем Бардаке И Кухарка Может Стать Премьер Министром Если Хорошо Смазать Бюрократическую Машину И Знать Где И Чем Смазывать И Если Есть Чем Смазывать За Это Пусть У Тебя Голова Не Болит Действуй А Я В Свою Очередь Попробую Нажать С Другой С С Какой Еще С С С Самой Действенной С Тыльной И Хозяин Собрал Авторитетов Мне Нужны Подходы К Президенту Ого А Главному Прокурору Не Требуется Я Серьезно Серьезнее Чем Когда Либо Откуда У Нас Простых Смертных Могут Быть Подходы К Главе Государства Он С Нами По Одному Делу Не Проходил На Одних Нарах Не Парился Но Рос Учился Женился Там же Где Вы И Совершал Те Же Ошибки По Молодости Только Потом Ваши Пути Разошлись И челядь И они Совершают Ошибки И у них Есть Свои Пороки И свои Проблемы Опять Верно А главное Президент Хоть он И президент Играет В те же Игры Что и все Вынужден Играть Для того Чтобы удержаться У власти Ему Нужны Деньги Неучтенные Деньги И очень Большие Деньги А о том Где вводятся Неоприходанные Государством Большие И очень Большие Деньги Вы осведомлены Лучше Меня Хм И опять В точку Поэтому Перестанем Играть В темную Вскроем Прикуп Вскроем Наверное Ты прав Наверное Мы можем Помочь тебе В поисках Обходных Тропинок Президенту В том числе И по нашим Каналам Например Через его Крышу Чью Крышу Президента Но скорее Всего Приближенных К нему Людей От таких Прямолинейных Формулировок Хозяин Слегка Вздрогнул Не дергайся Сейчас у всех Есть Своя Крыша Ну или Скажем Люди Которым Можно доверять С которыми Можно посоветоваться На силу Деньги Авторитет Которых Можно опереться В трудный В трудный Момент Мы Знаем Этих Людей И Знаем Людей Которым В свою Очередь Доверяют Эти Люди А эти Люди Знают Нас Мы Готовы Потолковать С ними Но Нужны Встречные Предложения Те Что Могут Заинтересовать Их И Тех Кто С ними Сведет Деньги Нет Не Деньги То Что Дороже Денег Связи Информация Свои люди На местах И То Что Помельче Кредиты Таможенные Льготы Налоговое Послабление Вы Знаете Возможности Которыми Располагаю Я Знаем Поэтому И Разговариваем С тобой С другим Зашили бы Губы Суровой Ниткой Где Гарантии Что Вы Меня Не Прокинете Наши Гарантии Твоя Беда Мы Тебе Нужнее Чем Ты Нам Наверное Тебя Очень Допекло Раз Ты Бросаешься В Такие Опасные Игры Наверное У Тебя Нет Выбора И Значит Нет Возможности Торговаться Может Быть Они Правы Может Быть У Меня Действительно Не Осталось Выбора Подумал Хозяин Слишком Далеко Все Зашло Теперь Остается Только Победить А С Ними Можно Будет Разобраться После Лишь Бы Дело Выгорело Дело Выгорело Дотла Президент Дал Добро На Проведение Ревизии Подчиненной Ему Организации Глава 65 Такого В конторе Еще Не Случалось Святая Святых Запускался Посторонний Человек Пусть Очень Высокопоставленный Чиновник Но Посторонний Который Вообще Не Должен Был Знать Что Контора Существует Руководитель Конторы Пытался Возражать Но Его Не Слушали У Вас Действительно Ни Разу Не Проверялась Документация У вас Действительно Не Исключены Финансовые Кадровые Злоупотребления Бубнил Личный Представитель Президента И Прятал Глазки Но У нас Не Совсем Обычное Учреждение И Не Совсем Обычные Кадры И Финансы Это Ничего Не Значит Работа Любого Государственного Учреждения Должна Контролироваться Так Считает Президент Я Могу С ним Встретиться Пока Это Исключено Но Я Передам Ему Вашу Просьбу Когда Как Только Представится Возможность Пробить Бюрократическую Броню Было Невозможно На Какой День Назначена Проверка На Завтра Пытаетесь Застать Врасплох Как Проворовавшегося Кладовщика Никто Никого Как Вы Изволите Выражаться Не Пытается Застать Врасплох Это Лишь Плановая Проверка Какая Не при дамах Будет сказано Место Если Президент Решился Пусть На Частичное Но Разглашение Тайны Видно То самое Место Тому Самому Президенту В тиски Завернули Кто И По Какому Поводу Руководитель Конторы Перебрал Мысленно Политиков И события Последних Дней Нет Явных Причин Для Проявления Столь Бурных Реакций Не Было Что 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 Трудно Было Это Узнать На То И Существует Контора Чтобы Раскрывать Чужие Тайны Но Президент Не Дал Добро На Расследование Президент Дал Добро На Совсем Другое Президент Не Поставил На Контору Президент Подставил Контору Завтра В 9 Часов Утра Я Представлю Вас Ответственному За Ревизию Человеку Не Мне Представите Посреднику Меня Лично Вы Можете Представить Только Президенту Или Вашему Преемнику Хорошо Завтра В 9 Я Представлю Ревизора Назначенного Вами Посредника Надеюсь У вас В процессе Работы Не Возникнут Проблемы Требующие Моего Или Президента Вмешательства Это Будет Зависеть От Ревизора За Ревизора Можете Быть Спокойны До Свидания Прощ Прощайте Глава 66 В 9 30 Следующего дня Ревизор Затребовал Первый Пакет Документов Перечень Происшествий Повлекших Гибель Либо Утрату Трудоспособности Работников Организации За последние Полтора Года И Выбрал Наугад Одно Последнее Расстрели Агента В подъезде Жилого Дома Только Его Мы Предоставили Объяснительное По настоящему Делу Сказал Представитель Конторы И Тем не менее Я бы не стал Спрашивать вас О подробностях Этого Дела Если бы Не особое Обстоятельство Затрагивающее Интересы Высшего Руководства Страны Мне Необходима Встреча С непосредственными Начальниками Погибшего Агента И агентами Курировавшими Данную Операцию Это Невозможно Прямой Контакт Работников Нашей Организации С посторонними Лицами Допускается Лишь В экстраординарных Ситуациях С которой Мы Имеем Дело Нетерпеливо Перебил Ревизор И только По прямому Указанию Главы Государства Посредник Блифовал Такого Правила Не Существовало Равно Как И других Писаных Правил Равно Как И самой Конторы Просто Никогда И никто Из Высокопоставленного Начальства На прямой Контакт С непосредственными Исполнителями Выходить Не пытался Разве Только С посредниками Этот Случай Был Первым И Единственным Но я Уполномоченное Президентом Лицо Я Знаю Почему И нахожусь Здесь И готов Ответить На все Интересующие Вас Вопросы Мне Нужны Не Вы Мне Нужны Разработчики И И Исполнители Операции Повлекшие Гибель Агента Мне Поручено Служебное Расследование Данного Инцидента Я Могу Запросить Необходимую Дополнительную Информацию Вы Меня Не Понимаете Или Не Хотите Понять Повторяю Проваленная Операция Равно Как Еще Несколько Проведенных До Нее Задели Интересы Безопасности Государства Мне Поручено Знакомиться С обстоятельствами Дела И Дать По ним Заключение Получать Объяснение От потенциально Заинтересованных В сокрытии Служебного Неблагополучия Начальников Я Не Намерен Я Буду Работать Только С первоисточниками Только С людьми Непосредственно Исполняющими Работу Все ваши Ссылки На невозможность Организации Таковых Встреч Я Буду Истолковывать Как Попытки Сокрытия Порочащие Вашу Организацию Информации Как Саботаж И Буду Ставить Вопрос О Правомощности Существования Вашей Организации С чем Готов Выйти На Президента Если Вы Будете Продолжать Настаивать На И Посредник Вынужден Был Пойти На Уступки Хорошо Я Проконсультируюсь Со своим Непосредственным Начальником Определю Время И место Встречи И Доложу Вам Не Позднее Чем Через Два Часа Не Позднее И Посредник Как Обещал Пересказал Обстоятельства Дела Своему Непосредственному Начальнику Слово В слово Потому Что На память Не Жаловался Потому Что Служил В Конторе Где Забывают Только То Что Лучше Не Помнить Так Вот Значит Откуда Ветер Дует Кивнул Руководитель Вот Где Мы Прокололись Теперь Они Вцепятся Мертвой Хваткой И Не Отпустят Пока Мы Может Попытаться Потянуть Время Нет Время Работает На них И Против Нас Придется Приносить Жертвы Отдавать Кусок Чтобы Сохранить Целое Придется Отдавать Разработчика Операции Но Это Значит Придется Отдавать У нас Нет Другого Выхода Кроме Как Выполнять Его Распоряжение Как Уполномоченного Представителя Президента Или Мы Накличем Гораздо Большую Беду Мы Будем Вынуждены Отдать Ему То О чем Он По всей Видимости И так Осведомлен А вот Все Прочее То О чем Он Не Знает Руководитель Руководитель Медлил С последним Наставлением Руководитель Прокачивал В голове Варианты Действия Десятки В минуту Их Ближние Отдаленные И очень Отдаленные Последствия Позитивные Негативные Нейтральные Для Конторы Для Него Для Отдельных Работников Для Страны В целом Поступим Следующим Образом По линии Расследуемого Ревизором Вопроса Никаких Припон Чинить Не будем Чтоб Не попасть В дурацкое Положение Мы Не знаем Степени Его Осведомленности Что Ему Известно А что Нет Но Усердствовать В самокопании Подносить Информацию На блюдечке С голубой Каемочкой Тоже Не станем Что Вытянет То Его Что Упустит Наше Заостряйте Его Внимание На частностях Путайте Топите В мелочах Во второстепенных Деталях Как можно Больше Деталей Лучше Всего Скандальных Деталей За которые Цепляется Внимание Глядишь За мельтешней Мелочевки Он не Разглядит Главного А пока Он Барахтается В потоке Вторичных Фактов Мы Будем Подчищать Хвосты По Основным Четырем Позициям События Документы Финансы И люди На каждую Определите По человеку События Необходимо Перетасовать Таким образом Чтобы наша Работа Ушла в тень Чтобы она Выглядела Второстепенной Вознёй На фоне Боевых Успехов Безопасности И МВД Лавровые Лавровые Венки Победителей Нам Ни К Чему Если Они Оттягивают Шею Документы Ну Документов У нас Практически Нет Тогда Они Должны Появиться Потому Что Он Вознанительных Постарайтесь Чтобы После Их Прочтения У всякого Человека Сложилось Впечатление Что Наша Организация Сродни Городскому Архиву Где Сотня Покрытых Мхом И плесенью Архивариусов С утра До вечера Ковыряется В ислевших Бумажках Мы Только Собираем Информацию Только Собираем И Очень Редко И Лишь По прямому Указанию Президента Ввязываемся В реальные События Но Эти дела Естественно Можно Отсматривать Только С письменного Разрешения Президента Которое Еще Нужно Получить И Верно Оформить И Правильно Обозвать Архивное Дело И Умудриться Найти Его В горе Бумаг Понятно Понятно Но Такое Количество Бумаг Мы Оформить Не Успеем Оформите Сколько Успеете Но Обязательно На те Что Успеете На Вести Гриф Совершенно Секретно Остальные Дайте Списочным Перечнем Если Он и Начнет Осмотр Документов То С самых Секретных А на Простые Даже Внимания Не Обратит Тем Более Пришел Он Сюда Не За Бумагами А За Головами Теперь Финансы Реанимируйте Документацию Прикрытия Если Ее Окажется Мало Позаимствуйте Готовые Архивы В каких Нибудь Прикрытых За ненадобностью ЖЭУ СМУ НИИ Они Ничем Не будут Отличаться От наших Проще Выправить Документы Удостоверяющие Личность На уже Готовые Командировки Чем Рисовать Печати Городов На эти Командировки Теперь Люди Здесь Руководитель На мгновение Запнулся Люди Были Самым Узким Пунктом Люди Были Носителями Информации Живыми Носителями В общем Так Разработчика Из задействованных В операции Агентов Выведите Из всех Дел Из всех Кроме Того Которым Они Занимаются В настоящий Момент Если Мы Откажемся От Разработки Данной Операции То Косвенным Образом Признаем Свою Вину Перепроверьте И перекроите Под новые Обстоятельства Их официальные Биографии И послужные Списки Отсмотрите Контакты За последние Пять лет Бывших С ними В контакте Сотрудников Изолируйте Например Отослав Длительные Командировки Используемые Шифры Пароли Адреса Смените И обязательно Издайте Приказ О наказании Разработчиков Операции Но Мы никогда Не писали Подобных Приказов Раньше Нам И дураков Ревизоров Не присылали А теперь Вот он В соседней Комнате Сидит Сформулируйте Приказ По заковырести И по суровее Завизируйте Зарегистрируйте Под каким-нибудь 105 номером Вышестоящие Органы Должны Видеть Что мы Не щадим Своих Проштрафившихся Работников Может Проще Сразу На Пенсию Проще Но хлопотней Неожиданные Пенсии Подотчетных Лиц В процессе Ревизии Настораживают И заставляют Копать С утроенной Энергией Нет До завершения Расследования Никаких Резких Шагов Не предпринимайте Пусть все идет Как идет Всему Свой срок И место Руководители Конторы Говорили Об очень Страшном И одновременно Об очень Простом И само собой Разумеющимся В их Среде О том Как наилучшим Образом Уйти Отсевших На хвост Преследователей Как Пожертвовав Многим Сохранить Хоть что-то Они не были Дорвавшимися До власти Садистными Чиновниками Мечтающими Только о том Чтобы Перерезать Глотку Паре-тройки Своих Подчиненных Они были Спецами Знавшими Правила Игры И подчинявшимися Этим Правилам Находясь На боевом Задании В тылу Противника Раненых За собой Не тащат И не оставляют На поругание Врагу Контора Во главе Со своими Командирами Находилась В глубоком Тылу На территории Собственной Страны И случились Раненые По собственной Вине И халатности Спасти Их Было нельзя Но спасая Их Можно было Угробить Всех И дело И удлинить Срок Их же Мучений Потому что Если дело Дойдет до Настоящего Потрошения И сплененных Языков Постараются Вытрясти Всю информацию Вместе С внутренностями Несчастный Случай Для них Был лучшим Выходом Из положения Он вообще Был лучшим Выходом Для всех Но Время Несчастных Случаев Еще Не Пришло Вторым Эшелоном Обороны Подготовьте Еще Нескольких Мальчиков Для Битья Которые Пойдут Вслед за Разработчиком Если Ревизия Затянется А если Ревизия Затянется Больше Чем На Несколько Мальчиков Сомневаюсь Эта Проверка Не Похожа На Плановое Разрушение Скорее На Фрагментарный Укус Разведку Боем Но Но Все же На тот Самый Крайний Случай Продумайте Шаги По Полной Эвакуации Вплоть До Самороспуска И Чистки Организации Цель Сохранение Тайны И Сохранение Наиболее Ценных Людей Спецтехники И Спецсредств Если Этому Президенту Мы Не Нужны Дождемся Следующего Глава 67 И Встреча Ревизора С шефом Куратором Состоялась Мне Нужны Все Задействованные В операции Исполнителя Потребовал Ревизор Все Исполнители Погибли Ответил Куратор Как так Все Все До Единого Все В лице Того Единственного Агента Он Работал Один Один Ревизор Не Поверил В безопасности К участию В операции Подобного Уровня Были бы Привлечены Десятки Специалистов А здесь Один Единственный Агент Все Это Попахивало В лучшем Случай Злостной Халтурой Мне Необходимо Познакомиться С деталями Операции В частности С заданием Которое Получил Агент С тем Что он Успел В данном Направлении Сделать Детали Операции И методы С помощью Которых Мы Работаем Я Раскрывать Не имею Права Это Наша Кухня На что Вы имеете Право Обрисовать Общую Событийную Картину Без Оперативных Подробностей Какова Была Цель Операции Организация Наблюдения За одним Из членов Правительства За Каким Этого Я тоже Сказать Не могу На разглашение Имен Я разрешение Не получал Это требует Дополнительного Согласования Зачем Велось Наблюдение Не знаю Нас Не ставят В известность От целях Той или иной Работы Нам Формулируют Конкретные Тактические Задачи Которые Мы Выполняем На этот Раз Отследить Все Контакты Объекта На протяжении Месяца И представить Отчет Почему Эта работа Была поручена Именно Вашей Организации Другие Силовые Структуры Не имеют Права Вести Разработку Объектов Подобного Уровня Шефу Куратору Очень Не понравился Высокопоставленный Инспектор Прежде всего Тем Что Он обрекал Его Шефа Куратора На скоропостижно Неизбежную Пенсию Засвеченный Работник Конторы Переставал Быть Работником Конторы Засвеченный Работник Конторы Либо Уходил В посредники Либо Уходил Место 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 Посредника Было Занято Значит Завершив Все Беседы Шеф Куратор Должен Был Скоро И Неизбежно Почить В отставку Шеф Куратор Не догадывался Знал Доподлинно Что Направив К нему Инспектора Его Непосредственный Начальник Тут же Вычеркнул Его Из списков Действующих Работников Конторы И Переподчинил Всех Работавших С ним Исполнителей И Направил Их От греха Подальше В неблизкие Края Если Не на ту же Пенсию И Провел Еще Целый Ряд Обязательных Как Смена Времен Года Орг Мероприятий Направленных На Сохранение Тайны На Сохранение Конторы Гидра Отбросила Прищемленный Хвост И Отползла В нору Зализывать Полученную Рану И Предназначенным Для съедения Хвостом Стал Он Шеф Куратор С Этой Минуты Вокруг Него Образуется Информационный Вакуум Мало Чем Отличающийся От Последующей Смерти Именно Поэтому Шеф Куратор Не Испытывал Приязни К Своему Собеседнику Еще Потому Что Ему Очень Не Нравились Задаваемые Им Вопросы Какие То Они Были Не Совсем По Исследуемой Теме Или Его Собеседник Был Очень Далек От Ведения Следственных Мероприятий И К тому же Глуп Или Наоборот Знал Что Хотел Но Хотел Совсем Не Того Зачем Официально Пришел Что Установило Наблюдение За Объектом Не Знаю Вернее Знаю Только Половину Агент Погиб Не Успев Дать Полный Отчет Вы Считаете Его Гибель Связано С Его Работой Впрямую Скорее Всего Нет Косвенно Вполне Вероятно Ревизор Усмехнулся Про Себя Он Более Чем Кто Либо Был Осведомлен Об Этой Косвенной Связи Какие Выводы Можно Сделать Из 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 Делали Выводы Мы Только Наблюдали А Вы Лично У Вас Может Быть Личное Мнение По Данному Вопросу Что Вы Можете Сказать О Моем Личном Мнении Лучше Вам Спросить Моего Вышестоящего Начальника Ревизор Поморщился Какими То Они Оказались Совсем Простыми Эти Таинственные Супер Агенты Как Пряжка Солдатского Ремня Он Ожидал Встретить Более Гибких Противников Впрочем Наверное Именно Такие Президенту И его Окружению И Нужны Удобные Абсолютно Подчиняющиеся Приказу Не Задающие Лишних Вопросов Понимающие Ровно Столько Сколько Им Надлежит Понимать Хорошо Натренированные Руки И Ноги Без Головы Я Могу Ознакомиться С данными Наблюдений Только В общих Чертах Чего Он добивается Этот Холеный Очень Большой Начальник Что Хочет Узнать Причины Гибели Агента Так Почему Он Спрашивает Не о Деталях Сопутствовавших Его Гибели А Все Больше О Характере Его Работы И Почему Вдруг Смерть Рядового Работника Всколыхнула Такие Верхи Как Будто Их Раньше Не Случалось Или Она Всколыхнула Не все Верхи А только Отдельных Ее Представителей Только Вот Этого Очень Большого Начальника Выполняющего Роль Ревизора Проводилось Ли Служебное Расследование По данному Происшествию Проводится В настоящий Момент Все Еще Все Еще Кем Мною Здесь Куратор Солгал Расследование Проводилось Не им Вернее Не только Им Уже Работал Уже Шел По следу Еще Один Сорванный С места Резидент И его Поиск Уже Дал Результат Правда Совершенно Не Тот Что Ужидал Получить Шеф Куратор Убийцы Установлены? Пока Нет Почему? Имеющегося В нашем Распоряжении Материала Недостаточно Для того Чтобы Делать Окончательные Выводы Недостаточно Материала? О чем Вы говорите? Есть Гильзы Есть Кровь Есть Свидетельские Показания Люди Видели Нападавших Выносивших С подъезда Тело Своего Погибшего Напарника Они Видели Преступников Да Любому Районному Следователю Хватило бы Этих Улик Чтобы Откуда Он знает Что Преступники Выносили Труп А не Потерявшего Сознание Напарника Этих Сведений Не было В деле Об этом Знал Вернее Об этом Догадывался По характеру Удара Только Шеф Куратор Я Буду Настаивать На том Чтобы Были Сняты Все Информационные Ограничения Чтобы Мне Были Предоставлены Все Сведения Касающиеся Настоящего Дела Нет Но Все же Очень Интересно Откуда Он знает Что Четвертый Нападавший Был Убит Если Конечно Он Не Оговорился Если Конечно Не Оговорился А Если Не Оговорился То Почему Его Так Заинтересовала Гибель Неизвестного Ему Агента И Результаты Проведенной Им Работы И Методы Этой Работы И Откуда Он Вообще Взялся Этот Ревизор Каким Образом Получил Доступ Святая Святых К Пока Еще Живому Работнику Конторы Которого Сам Того Не Подозревая Своим Визитом Обрек Начистку Занятная Может Выковаться Цепочка Если Все Разрозненные Звенья Сцепить Воедино И Если Не Побояться Сделать Вывод Факты О которых Не Должно Быть Известно Никому Узконаправленный Интерес Личность Ревизора Сама По Себе Ревизия Может Доложить О своих Соображениях По Инстанции Впрочем Нет В данной Ситуации Начальство Никак На это Сообщение Не Прореагирует Ни в сторону Да Ни в сторону Нет Вплоть До Завершения Ревизии А После Завершения Ревизии Уже Будет Все Равно Может С этим Разобраться В порядке Предпенсионного Трудового Аккорда Раз Терять Уж Нечего Если Половить В мутной Воде Жирную Рыбу Кто За это Спросит Сверх Того За что Все Равно Спросят На этот Раз Шеф Куратор Изменил Правилам Конспирации В пользу Правил Хорошего Тона Он Не Стал Уходить Не Попрощавшись Он Сопроводил Своего Высокого Гостя До Самой Двери До Двери Его Резиденции И Постоял Возле Нее Некоторое Время Двадцать Пять Часов И Увидел То Что Не Ожидал И Одновременно Предполагал Увидеть Убить Первого Резидента Тех Которых Он Опознал По Словесному Портрету И Соединил Звенья В цель И Сделал Вывод Резидента Убили Слушки Очень Большого Начальника Резидента Убил Очень Большой Начальник Назначенный Президентом Ревизор Конторы Дальше Ехать Было Некуда Дальше Была Пропасть Глава Шестьдесят Восьмая Я должен Знать Об этом Человеке Все Куда Он Ходил Где Спал Что Ел Какой Посещал Туалет И С кем Там Встречался Приказал Хозяин Референту Телохранителю Я Должен Быть Осведомлен О каждом Его Шаге И Каждом Вздохе Это Невозможно Почему Потому Что Он Профессионал И Срисует Нашу Любительскую Слежку В первые Пять Минут Спецу Должен Противостоять Спец Или Очень Масштабная Слежка Такая Когда Лица Встретившихся Ему Прохожих Не Повторяются Ни Разу Но Это Это Означает Привлечение К работе Сотен Специалистов Которым Нужно За эту Работу Платить Платить Сообразно С С их Квалификацией Деньги Меня Не Волную Но Это Потребует Очень Больших Денег Значит Я Найду Очень Большие Деньги Экономить В подобного Рода Делах Глупо Лучше Снять С себя И Продать Последнюю Рубашку Этот Действительно Снимет И Действительно Продаст Подумал Про себя Референт Телохранитель Но Не С себя С Ближнего Слежка Началась Кроме Постоянно Сменяемой Бригады Топтунов Вооруженных Первоклассной Следящей Техникой К работе Были Привлечены Несколько Специалистов Аналитиков Они Осмысливали Всю Получаемую От шпиков Информацию Где И Предположительно Зачем Объект Появлялся В городе Особенно Где Появлялся Более Двух Раз Где Останавливался С кем Разговаривал Что И Зачем Покупал Они Вычерчивали Карты Его Ежедневных Маршрутов И Накладывали Их Друг На Друг Только Они Знали Об Объекте Все Так Стал Понятен Вектор Интереса Объекта Так Были Вычислены Люди С которыми Он Контактировал Так Под Колпак Слежки Попал Ведущий Расследование Резидент И Все же Топтуны Аналитики И Руководивший Слежкой Референт Телохранитель Знали Не Все Они Не Знали Что Через Три Недели После Ее Начала Шеф Куратор Вычислил Слежку Но Изменить Что Либо Было Уже Нельзя Он Сам Того Не Подозревая Подставил Под удар Подчиненных Ему Людей Бежать Было Поздно И Некуда Обращаться За помощью Конторы Невозможно Он Был Уже Списан В Тираж Он Доживал Свои Последние Рабочие Месяцы Единственное Что ему Оставалось Это Продолжать Жить Как Жил И По Возможности Вывести Из-под Удара Небезразличных Ему Людей А Это Было Возможно Только В двух Случаях Найти Силу Сильнее Нападавшей Силы И Подставиться Под удар Собственной Головой Кто Мог Быть Сильнее Очень Большого Начальника Только Равный Ему Или Превосходящий Его По Положению Человек Кого Из них Знал Шеф Куратор Настолько Чтобы Обратиться За Помощью Только Одного Того За Которым Наблюдали Погибший И Вставший На Его Место Пока Еще Живой Резидент С Этим Начальником Он Мог Попробовать Договориться С Помощью Имеющегося У Него В Распоряжении Компромата Очень Зыбкого Очень Косвенного Но Все Компромата В Любом Случае Это Был Предпочтитель Ней Другого Того Который Убивал Резидентов И Было Еще Одно Обстоятельство Говорящее В Пользу Данного Выбора Скрытый Конфликт Первого Начальника Со Вторым И Очень Сильная Заинтересованность Второго Первым Обратившись Просто В Правительство Можно Было Напороться На Покровителей Липового Ревизора И Задарма Сложить Буйную Голову В Этом Случае Подобная Ошибка Была Исключена Первый Начальник Не Был Другом Второму И Значит Мог Быть Другом Шефу Куратору В Разведке Отношения Чаще Всего Строятся Именно По Этому Принципу Дружат Не С Кем Нибудь А Против Кого Нибудь А Потом С Кем Нибудь Третьим Против Бывшего Друга Шеф Куратор Встретился С членом Правительства И Выложил Ему Все Что О Нем Думали Совсем Большой Начальник Не Испугался Не Попытался Выторговать Или Выбить Силой Опасный Для Себя Компромат Чем Очень Удивил Куратора Он Попросил Продолжить Исследование Обещав Всяческую От себя Поддержку Это Было Непонятно Но Это Было На Руку Группа Шефа Куратора Обрела Очень Высокого Покровителя Того Которого Интересовал Результат Исследований А не Личности Работников Шеф Куратор Развернул Бурную Деятельность 90% Которой Было Направлено На Отвлечение Сил Противника На Отвлечение Этих Сил На Себя И Когда Эти силы Повели Планомерные Наступление На Липовую Размещенную В шикарном Особняке Компьютерную Базу Шеф Куратор Очень Обрадовался И Покончил С собой Выбив Из цепочки Звено Которое Вело К его Группе Выбив Себя Ему Очень Повезло Шефу Куратору Он Умер Не от Наиболее Часто Встречающегося В конторе Диагноза Пенсия Не в результате Случайного Кирпича В темечко В бою Прикрытие Своих Уходящих От погони Товарищей Резидент Остался Один И Хозяин Остался Один Но С Очень Горячим Желанием Продолжить Столь Внезапно Оборвавшееся Знакомство При Любой Представившейся Возможности И Такая Возможность Представилась Резидент Вышел На членов Правительства С краткой Информацией По имеющемуся В его Распоряжении Материал Правители Материал Не заметили Вернее Постарались Не заметить Но Его Не пропустил Хозяин Найдите Мне Его Любой Ценой Потребовал Он У референта Телохранителя Мы Не можем Бросать Дело На пол Пути Тем более Что Оно Приобрело Такой Интересный Поворот Мы Ищем У всех наших Людей Есть его Портреты И описания Но Они Очень Квалифицированно Обрубили Хвосты Значит Ищите Его Как Нибудь Иначе Ищем Как По Аналогии Теперь Мы знаем Направленность Информации Которая Его Интересовала И Технику Которую Он Предположительно При этом Использовал И Что Пока Ничего Но Рано Или Поздно Наши Пути Пересекутся Лучше Рано Для вас Лучше Первыми Погоню На прямой След Вывели Аналитики При сборе Данного Рода Сведений Он Не мог Обойтись Без Квалифицированного Программиста Взломщика Почему Потому что Эти сведения В большинстве Случаев Защищены Паролями Которые Надо Взламывать Насколько Серьезная Квалификация Должна Быть У Такого Взломщика Очень Высокая Референт Телохранитель Начал Поиск Специалистов Их Оказалось Даже Меньше Чем Он Предполагал Их Оказались Единицы Подавляющее Большинство Которых Работали В безопасности Или Сидели Под тюрьмом За своих Мы Ручаемся Сказали Его бывшие Коллеги По цеху Разведки А вот За тех Что сидят Ничего Сказать Не можем Референт Обратился К хозяину Тот К авторитетам Зоны Не близки Вокруг Зон Высокий Забор А сверху Забора Сидят Вертухаи Но В заборах Есть дыры А Вертухаем Холодно И Одиноко Твоя Правда Кого Мы Должны Найти Всех Специалистов По Компьютерному Взлому О чем У них Спросить Об Их Дружках Оставшихся На воле У тех Кто Сел Недавно Вот Об Этом Человеке И Хозяин Передал Авторитетам Портрет Резидента Нужный Ответ Пришел Неожиданно Быстро Несколько Месяцев Назад Из Одной Северной Зоны Совершил Побег Заключенный Сидевший Как раз За такое Преступление За взлом Паролей В банках Референт Телохранитель Запросил Подробности Побега И Понял Что Попал В точку Так Умыкнуть Нужного Зэка Зоны Мог Только Очень Опытный Человек И Очень Талантливый Примерно Такой С каким Им Приходилось Именно Дело Устан Установите Адрес Беглеца И адреса Всех Его Друзей Подруг Однокашников И приятелей По ближайшей Пивной И все Телефоны И организуйте За ними Наблюдение Возможно Он захочет Приехать К ним в гости Или хотя бы Позвонить Как долго Держать Наблюдение До его Приезда Или звонка Или до Смерти Этих Приятелей Звонок Раздался Через Три Месяца Сбежавший Зэк Позвонил Домой Маме Чтобы сообщить Что он Жив Здоров Откуда Был Звонок Спросил Референт Телохранитель Из Африки Откуда Из Африки Вот Страна Вот Город Вот Номер Телефона В Далекую Африканскую Страну Вылетела Группа Богатых Желавших Потешить Себя Экзотикой Туристов Надоели им Богам И Деканары Захотелось Чего-нибудь Необычного И Необязательно Комфортного Они Отыскали Телефон С которого Звонил Незнакомец И Отыскали Этого Незнакомца А еще Спустя Неделю Зэк Эмигрант Был возвращен На свою Историческую Родину По собственной Обращенной В посольство России Просьбе Которую Поразительно Быстро Удовлетворили Терпкий Дух Африканской Саванны Сменился Привычным Зловонием Отечественной Тюремной Параши В мгновение Ока Оглушенный Столь Быстрыми Переменами Своей Судьбе Беглый Зэк Долго Не упирался И Рассказал Все Все Хозяин Не поверил Его рассказу Слишком Фантастично Он Звучал Он Решил Что Беглец Просто Испугался И С Испугу Нагородил Всякую Колесицу Поговорите С ним Используя Ваши Методы Приказал Он Референту Телохранителю Все Методы Все Но Так Чтобы Он Остался Дееспособен К Бывшему Беглецу Применили Все Методы Дознания Но Он Не изменил Своих Показаний Мне Кажется Он Говорит Правду Доложил Референт Телохранитель Хозяин Взглянул На него С подозрением То есть Вы хотите Убедить Меня В том Что Все Что Он Здесь Наговорил Имело Место В действительности Да Тогда Вот Что Предоставьте Ему Все Требуемое Оборудование И пусть Он Повторит Свой Компьютерный Путь Но Беглый Зэк Не смог Повторить Свой Прежний Путь Потому Что В конце Этого Пути Он Мог Одолеть Любые Компьютерные Препятствия Но Не мог Одолеть Их Отсутствие Замки Которых Нет Не Способен Взломать Даже Самый Квалифицированный Медвежатник Я Ничего Не Могу Сделать Признался Он Почему Потому Что Компьютерная Цепочка Распалась И Никуда Не Ведет Тогда Найдите Ваших Бывших Друзей Которые Были Там Куда Вы Можете Попасть Сейчас Это Последний Ваш Шанс Ну Как Я Могу Найти Ведь Я Не Знаю Их Адрес Но Вы Знаете Адреса Которые Их Интересуют И На Которые Они Могут Выйти Ловите Их Там Если Конечно Все Что Вы Мне Тут Рассказали Не Блеф Если Вы Их Не Найдете Мы Вынуждены Будем Снова Допросить Вас Чтобы Узнать Правду Я Их Найду Твердо Пообещал Враз Побледневший И покрывшийся Холодно Испаренный Зэк Обязательно Найду Обязательно И он Нашел Их Нашел И скачал Большую часть Заключенной В памяти Машины Информации Потому Что Лучше Чем Кто Либо Знал Пароли Блокировавшие Подходы К ней Хозяин Отсмотрел Распечатанный Материал И Понял Что Привезенный Из жарких Стран Заключенный Не лгал Что С ним Теперь Делать Спросил Референт Телохранитель Отправить Обратно В Африку Или Убрать Беречь Как Зеницу Ока И обеспечить Максимально Комфортную Жизнь Дайте Ему Все Что Он Пожелает Еду Выпивку Девочек Все Он Мне Теперь Важнее Всех Вас Вместе Взятых За Его Доброе Расположение Духа Отвечаете Лично Вы Хозяин Понял Какой Бриллиант Свалился Ему На ладони И еще Понял Чего Ему Не хватало Чтобы Получить Неограниченную На одной Шестой Части Суши Власть Ему Не хватало Самой Малости Мозгов Лучших Мозгов Мира Теперь Он Получил Их Пусть Даже Ценой Двойного Воровства И без Их Прямого Согласия Эти Мозги Отыскал Их Работу Оплатил Другой Человек Живущий В доме С белыми Колоннами Стоящим На далеком Холме Но Он Отыскал Их Сам Того Не Подозревая Для Него Для Хозяина Теперь Хозяину Не надо Было Ничего Придумывать Теперь Ему Довольно Было Лишь Выполнять Чужие Идеально Пригнанные К существующей Ситуации Рекомендации Он Только Поменял Имена Главных Героев Гениально Написанные Пьесы Он Поменял Их На Своё Имя Единственное Что Мрачало Его Победу И портило Ему Настроение Присутствие Где-то Здесь В этом Городе Может Быть В десяти Может Быть В двух Кварталах От него Еще Двух Людей Информации Не Отыскав Их Он Рисковал В любое Следующее Мгновение Получить Себе В противнике Еще Одного Действующего Точно По таким Желикалам Конкурента Если Бы Они К примеру Надумали Продать Кому Нибудь Свой Пакет Документов Хозяин Снова Вызвал Референта Телохранителя Сколько Помощников Вам Необходимо Чтобы Найти В городе Двух Известных Нам Людей Как Быстро Их Нужно Найти Лучше Мгновенно Мне Не Требуется Много Помощников Мне Требуется Очень Много Денег Очень Много У Меня Уже Нет Тогда Много И Продление Сроков Поиска Референт Телохранитель Получил Деньги И Нанял На них Дворников Всех Дворников Всех Городских Дворов Вы Должны Сообщать Мне О Всех Появившихся В ваших Домах Новых Жильцах О Всех Приехавших На Время Гостях О Сдаваемых В Наем Комнатах О Людях Втаскивающих Подъезд Громоздкие Сумки Коробки И Вообще О Всех Незнакомцах Впервые Попавших Вам На Глаза За Каждого Из Них Я Буду Платить Вам Пособие В Размере Одной Пятой Вашего Оклада А За Опознание Вот Этих Двух Личностей Сто Окладов Единовременно Они Че Преступники Спрашивал Каждый Из Дворников Да Они Преступники И Какие Преступления Они Совершают Они Насилуют И Убивают Дворников Поступающий Объем Информации Был Огромен Деньги Разлетались Как Осенние Листья Под Ураганным Ветром Бригады Шпиков Опознавателей Не Вылезали Из Машин Подобно Шахтерам Рекордсменам Из Забоя Но Облава Дала Результаты Она Не Могла Не Дать Результатов Когда Чешешь Мелким Гребнем Рано Или Поздно Вычешешь Даже Самую Мелкую Верткую Вож Я Узнал Показанные Вами Рисунки Сообщил Очередной Дворник Я Видел Их В своем Дворе Когда Видели Десять Минут Назад На Место Выехала Одна Из Групп Захвата Но Захватить Она Смогла Только Компьютеры Единственный Бывший В помещении Жилец Погиб Попытавшись Завязать Драку Что Делать Со Вторым Спросил По Радио Телефон Руководитель Группы Попробовать Взять Живым Или Не То Не Другое Отпустить С Миром Сказал Референт Телохранитель Отпустить Да Отпустить И Отследить Его Маршрут Он Должен Вывести На Тайник С Дубликатом Информации Я Высылаю Вам Помощь И Второго Жильца Отпустили Но Проследить Не Смогли Потому Что Он Пришел И Ушел Раньше Чем Прибыла Помощь Он Снова Ушел Хозяин Внимательно Выслушал Доклад Об Очередной Неудаче И Вопреки Ожиданиям Не Разозлился Черт С ним Словим Его Чуть Позже Когда Когда Он Придет К нам В гости А Он Придет Придет Обязательно Придет Теперь Все Его Дороги Ведут К нам Только Постарайтесь Не Упустить Его В Собственном Доме Часть Шестая Глава Шестьдесят Девятая Передо Мной Стоял Козловский Баранников Это Не мог Быть Он Но Это Был Он Собственной Персоной Невдалекой Жаркой Африке Перед Моими Глазами Ты Только И мог Сказать Я Я Опустил Глаза Козловский Баранников Как Ты Здесь Оказался Об Этому Надо Спросить У Нас Встрял В беседу Хозяин Кабинета Это Мы Вызвали Ли Его Издальней Командировки Из той Куда Вы Его Направили Негоже Разбрасываться Подобными Кадрами Направо И Налево Непатриотично Козловский Баранников Молчал Уперев Взор В пол Он Напоминал Ученика Разбившего В школьном Туалете Стекло И Приглашенного По Этому Поводу В Директорский Кабинет Но Он Не Разбивал Стекла Вы Все Еще Требуете Назвать Вам Пароли Спросил Очень Большой Начальник Уже Нет Мне Все Ясно Я Отвернулся От Своего Бывшего Подчиненного Так получилось Я Не Думал Тихо Бубнил Поднос Козловский Я Не Хотел У Вас Еще Есть Какие То Вопросы Один Какой Как Вы Собираетесь Использовать Полученную Информацию По Прямому Назначению Будете Работать На Них Кивнул Я Куда То В Сторон Нет Буду Работать На Себя Под Добытым С Вашей Помощью Рецептам Ведь Их Уже Нет После Вашего Грозного Предупреждения Они Так Испугались Что Свернули Все Программы Я Напрягся Кажется Они Знали Больше Чем Я Предполагал Кажется Они Знали О Моем Разговоре С Главным Заказчиком Возможно Именно Во Время Него Они Влезли В Память Компьютера Или Я Не Понимаю О Чем Вы Говорите Я Говорю О Чем Вы Думаете И Что Боитесь Услышать Но Услышите Через Мгновение Что Я Могу Услышать Такого Чего Не Знаю Например То Что Никакого Президента Не Было И Вашего Обращения К Нему Не Было И Разговора Между Ним И Вами Тоже Не Было И Вы Никого Ни От Чего Не Удержали Как Не Было Не Было Я Так Растерялся Что Даша Перестал Изображать Недоумение Не Было Не Было Вы Хотите Что Нибудь Возразить Хотите Спросить С Кем Вы Тогда Разговаривали Если Не С Президентом Я Обреченно Молчал Отвечаю Вы Разговаривали С Нами Вернее С Вашим Африканским Приятелем Вот Такая Печальная Промашка А Вы Думали Что Забрались За Облачные Высоты Власти Вы Думали Ухватили За хвост Жар Птицу Нет Это Был Лишь Облезлый Хвост Вашего Бывшего Коллеги Вы Метали Бисер Перед Баранниковым Я Молчал Чтобы Не Кричать От Бессилия Мне Была Забавно Ваша Самолюбивая Уверенность И Была Смешна Ваша Слепота Гордая Слепота Верящего В свою Непогрешимость Авторы Творца Ваше Самолюбие Сыграло С вами Дурную Шутку Вы Набирали Старый Адрес Даже Не Задумываясь О том Что Он Мог Смениться И Убеждались Что Он Не Сменился И Попадали К нам Потому Что Тот Адрес Стал Нашим Адресом Приманкой На Которую Вы Не Могли Не Клюнуть Первым Набором Цифр Вы Выдали Себя С Потрохами Если Бы Не Ваша Любовь К Обращению Вышестоящей Инстанции Мы Бы Не Вычислили Вас Никогда Это Ты Назвал Им Компьютерные Адреса Ты Так И Поднявший Головы Козловский Баранников Кивнул Зачем Они Меня Били Битье Еще Не Повод Для Предательства Не Нападайте На Своего Приятеля Он Действительно Большой Умница Хотел Бы Я Увидеть Ваши Физиономии Когда Вы Взламывали Пароли На Наших Компьютерах Наверное Вы Напоминали Наполеона При Аустерлице Или Кутузова При Бородино Может Хватит Поясничать Резко Сказал Я Похоже Очень Большой Начальник Отвык От Подобного Обращения Потому Что Слегка Напрягся Хорошо Согласен Я Проиграл Но Вы То Чего Добились Пока Немногого Но Скоро Всего Я 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 Обладателем Товара С помощью Которого Не Достигнут Желаемого Может Только Хронический Лентяй Или Непроходимый Тупица Я Не Тупица И Не Лентяй Я Имею Союзников И Деньги Хотите Стать Тем Самым Диктатором Не Хочу Буду А Вы Уверены Что Вы Единственный Претендент На Престол И Единственный Обладатель Той Самой Информации Что Больше Больше Ни У Кого Только У Разработчиков У Меня Вот В Этом Компьютере И У Вас В Не Известном Мне Месте Разработчики Не В Счет Они Как Мне Кажется Свернули Работу Возможно После Вашего Проникновения В Архив Возможно После Смены Политического Курса Или Смены Главного Хозяина Но Это Их Проблема Я Столь Непросто Доставшийся Мне Информацией Делиться Ни С Кем Не Намерен А Что Касается Вас То Вас На Этом Свете Уже Практически Нет Если Конечно Мы Что Мы Если Мы Не Столкуемся Ведь Вам Как Соавтору Данной Программы Наверное Не Безинтересно Увидеть Ее В Действии А Я Смею Вас Уверить Ничем Не Худший Правитель Чем Ныне Существующий И Умею Ценить Преданных Помощников Но Что Ну Вы Принимаете Мое Предложение Мне Надо Подумать Думайте Но Не Больше Хозяин Кабинета Взглянул На Часы Пятнадцати Минут На Шестнадцатой Мы Будем Вынуждены Расстаться Навсегда У Меня Назначена Встреча Значит У Меня Пятнадцать Минут На Все На Решение На Жизнь И На Смерть Четырнадцать Умнее всего Мне было бы согласиться Не все ли равно Кто стоит в руля Государства Все они Еще те Капитаны Глупее всего Было продолжать Воплощать в жизнь Мой первоначальный план В свете Вновь открывшихся И все Поставивших С ног На голову Фактов Тринадцать минут В первом случае Меня ожидает Безбедная Жизнь Во втором Просто Жизнь Если Очень повезет А если Нет Если Принимать Предложение То Сейчас Если Отказываться Тоже Сейчас Позже Будет Поздно Двенадцать Я Огляделся По сторонам Сбоку Недвижимо Замершей Гипсовой Фигурой Девушка С веслом Стоял Охранник С упертым Мне в глаза Пистолетом С другого Боку Козловский Баранников Спереди В кресле Возлежал Очень большой Начальник С самодовольным Выражением На лице Ничуть Не менее Опасным Чем пистолет Охранника Нет В первом Случае Мне кажется Тоже Ничего Не светит С такими Рожами Благородство Не играют И кодекс Чести Не чтут С такими Рожами Вначале Берут Все что надо А потом Все равно Отправляют К праотцам Я жив Пока ему нужен А нужен Я ему буду Очень недолго То есть И в том И в другом Случае Меня ждет Смерть Если Без иллюзий И самообманов Только в первом Путем предательства Во втором Драки В драке Помирать Как-то Предпочтительней Потому что С куражом И надеждой На спасение Одиннадцать Я еще раз Осмотрелся Но уже А дальше Если взять В заложники Этого самого Начальника И потребовать Подъезду Самолет до Израиля Миллион долларов Ящик пива И бортпроводницу Поднимут на уши Всю безопасность Человек Человек-то Не из последних И по-тихому Пристрелят Где-нибудь На подходах К трапу Я даже Пиво Вскрыть не успею Проехали Девять Тогда Вернемся К изначальному Плану К тому Которым Я руководствовался Вначале Вначале Своего К ним Визита Что Мне мешает Воплотить Его в жизнь Мое Опознание Но я Был к нему Готов Переход В незнакомое Мне здание И по этой причине Невозможность Самостоятельного Из него Выхода Это да Это решающий Аргумент Против А почему Мне обязательно Нужно выходить Из него Самостоятельно Я снова Взглянул На уже известную Мне троицу И снова Другими глазами А почему Бы Собственно И нет Восемь Восемь минут На все Про все Я согласен Сказал я Очень большой Начальник Расплылся В довольной Улыбке Он был Уверен В моем Положительном Решении И получил Его Иначе Быть не Могло Кто Согласится Предпочесть В небытие Жизни Сладкой Жизни Хоть и Короткой Дрогнул Пистолетом Охранник Он тоже Ждал Моего решения И теперь Слегка Расслабился Теперь Он мог Позволить Себе Расслабиться Теперь Я Был Почти Своим Которого Завтра Придется Охранять Обрадовался Козловский Баранников Искренне Просто Как дитя Получившее Килограмм Шоколада И даже Не столько Моему Уравнивающему Меня С ним Предательству Просто Тому Что мы Будем Вместе Что ему Будет С кем Общаться Семь Минут Поспешили Начальник Охранник И Козловский Баранников С выводами Поспешили Я согласен Но хотел бы Уточнить Детали договора По разделу Моих требований Могли бы Вы изложить Их письменно Мог бы Шесть минут Хозяин Кивнул охраннику Охранник Стволом Пистолета Мне Я подошел К стоящему У стены Столику Который давал Мне гораздо Больше Оперативной Инициативы Вот ручка Вот бумага А наручники Показал я Пока придется В ней Мне же неудобно Охранник Пожал плечами Я взял Ручку В правую руку Писать Все 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 Что хотите И я Выписал Пункт Первый Хорошее Питание Мне было Все равно О чем Писать Лишь бы Писать Пункт Второй Хорошая Выпивка Пять Минут Хозяин Кабинета Начал Собираться Он Надел Висящий На спинке Кресло Пиджак Пролистал Свою Записную Книжку Набрал Какой-то Номер Телефона Четыре Минуты Да Да Скоро Буду Но вначале Заеду Еще в одно Место Да Да Три Машину К подъезду Спросил Охранник К подъезду Охранник Не отрывая От меня Глаз И дуло Пистолета Отдал Распоряжение По переносной Радиостанции Две минуты Вы тут Теперь Сами Без меня Добро Сказал Очень большой Начальник Добро Ответил охранник Когда вы Вернетесь Часа Через два Он как раз Успеет Закончить Свой список И хозяин Кабинета Пошел К выходу Мимо Меня Очень Зря Что Мимо Ему Меня Надо было Обходить За версту Вот Черт Выругался Я Случайно Уронив На пол Авторучку Неудобно Писать В наручниках Извинившись Стал Ее Поднимать Очень Большой Начальник На мгновение Замедлил Свой шаг Любой Замедлил Б Увидев Перед Собой Стоящего На коленях Человека И он Замедлил Охранник Среагировал Первым Но Уже Не вовремя Он Тоже Поверил В Естественность Моего Жеста А Когда Спохватился Было Уже Поздно Совсем Поздно Между Дулом Его Пистолета И его Потенциальным Врагом Оказался Его Хозяин Охранника Подвела Всепоглощающая Любовь К начальству И Вбитые В мозжечок Инстинкты Телохранителя Он Слишком Много Внимания Уделил Перемещающейся Пространстве Фигуре Своего Подопечного И Упустил Мою Я Развернул Очень Большого Начальника Лицом К пистолету И Надавил Замком Наручников На Горло Он Захрипел Опусти Пушку На Пол Очень Вежливо Попросил Я Охранника Сцепи Руки На Затылке И Подойди Ко Мне Спиной Пока У твоего Шефа Кислород Не Кончился Охранник Положил Под ноги Пистолет И Медленно Попятился В мою Сторону Теперь Он Был На Стороже Но Теперь Быть На Стороже Было Бессмысленно Свой Бой Он Уже Проиграл Но Сейчас Непременно Попытается Отыграть Очки Костяшками Левой Руки В Висок Или Каблуком В Голень Или Проделать Какой Нибудь Другой Подобный Пирует Но Сейчас Не Тогда Не В комнате Где Меня Повязали Сейчас У Него Этот Номер Не Пройдет Сейчас Игра В Приблизился Ко мне На Достаточное Расстояние За Секунду До Его Встречного Выпада Ударил Носком Ботинка В Шею Не Очень Сильно Ударил Чтобы Не Убить Но Так Чтобы Отключить На Время Охранник Охнул И Упал Хозяин Вдохнул Воздух Дурак Ты Хрипло Сказал Он Теперь Мы Будем Торговаться С тобой На Совсем Других Условиях Просто На Жизнь Без Излишеств Но Пока За горло Держу Я Вас А Не Вы Меня Это Временное Преимущество Скоро Все Изменится А Это Как Получится За Моей Спиной Тяжело Дышал Козловский Баранников Я Подобрал Уроненный Охранником Пистолет И Открыл Вытащенным Из Кармана Его Пиджака Ключом Наручники Слыш Козловский Где У них Тут Спросил я Вставляя В ручку Двери Ножку Стула Дверь Была Добротная Дубовая Рассчитанная Минут на Десять Активного Натиска Превосходящих Сил Противника Главного Компьютера Нет Он В сейфе В соседнем Помещении Здесь Только Клавиатура Дисковод И Монитор Отозвался Очень Большой Начальник Увы Для Тебя Увы А где Ключ От Сейфа Тоже Не У Меня И Тоже В Сейфе Тогда Придется Обходиться Одним Дисководом Зачем Тебе Дисковод Чуть Насмешливо Спросил Начальник Ну Например Чтобы Стереть Всю Информацию К Чертовой Матери На Правах Авторского Надзора У Тебя Ничего Не Получится У Тебя Не Получится Даже Войти В Систему У Меня Нет У Него Получится Кивнул Я на Козловского Баранникова Давай Запускай Баранников Не Тронулся С места И Помни Об Инвентарном Номере На Пустой Могиле На Твоей Могиле И Я Показал Баранникову Пистолет В Близи И Со С С С Дуло Он Зажмурил Глаза И Подошел К Монитору Входи В Систему Я Не Могу Здесь Установлены Пароли Баранников Я Посмотрел На Него С Некоторым Даже Удивлением Тебе Ли Говорить О Паролях И Мне Ли Который Осведомлен О Твоих Способностях Лучше Чем Кто Нибудь Взламывай Защиту На Это Потребуется Время Пролепетал Баранников Косясь На Хозяина Кабинета Он Все Еще Не Понял Кого Ему Надо Было Бояться Больше Его Все Еще Парализовывал Страх Который Можно Было Выбить Только Более Сильным Страхом Десять Минут Сказал Я И Сильно По Настоящему Сильно Несколько Раз Ударил Его По Лицу До Крови Я Не Испытывал Угрезений Совести Мой Бывший Коллега Заслужил Большего Чем Просто Зуботычин Хотя Бы Равного Тому Что По Его Милости Получил Александр Анатольевич К Станку Козловский Еще Один Удар Чтобы Разрушить Свой Образ Добросердечного Человека Размазывая По Лицу Кровь И Испуганно Оглядываясь Баранников Придвинулся К Очень Большой Начальник Если Ты Поможешь Ему Ты Умрешь Но Эта Смерть Тебе Покажется Лишь Избавлением От Предшествующих Мук Не Мешайте Мне Работать С Моим Бывшим Подчиненным Попросил Я Вы Ломаете Воспитательный Процесс И Ударил Баранникова Еще Раз И Снова До Крови Пойми Сказал Я Ему Вытирая О Его А я Тебя Изобью Сейчас До Смерти И Снова Ударил И Снова По Лицу Только По Лицу Своим Поведением Обращением Своими Не Самыми Изысканными Манерами Я Напоминал Дворового Хулигана Типичного Которого И Хотел Напоминать И Которых С детских Лет Более Всего И Странился И Боялся Благовоспитанный Мальчик Коля Баранников Ну Ты Понял Меня Понял Тогда Шустри И Делай Что Тебе Велели Пока Я Окончательно Не Рассердился И Вновь Кулаком В Подбородок Правильно Выбранный Узнаваемый На уровне Безусловных Рефлексов Тон Обращения Возымел Своё Действие Козловский Баранников Начал Ломать Пароли Очень Быстро Примерно С такой Же Скоростью Как Вытряхивал Когда-то В детстве Мелочь Из карманов В ладони Хулиганствующих Старшеклассников Есть Первая Степень Защиты Есть Вторая В углу Злобно Шипел Наблюдавший За происходящим Хозяин Кабинета Но Молчал Наверное У него В подростковом Возрасте Тоже Не всё Складывалось Благополучно С учащимися Старших Классов Есть Третье Компьютер Открыт Для Пользователя То есть Для Меня Больше Предвидится Нет Ну Смотри Показал я Кулак Козловскому Баранникову Который Уже Мало Напоминал Козловского Баранникова А больше Боксёра Профессионала После Вчистую Проигранного Боя Сопровождавшегося Частыми Падениями На ринг Лицом Вниз Интересно Как вы Собираетесь Стирать Память Если Программа Уничтожения На этом Компьютере Попросту Нет Подал Голос Начальник Дискетой Не смешите Меня У вас Не может Быть Никакой Дискеты Это Почему Не может Потому Что Вас До Прихода Сюда Обыскали Три Раза И Даже Ванне Помыли И Даже Во все Скрытые От Широкой Общественности Места Заглянули Но Вот Видите Нет У вас Никакой Дискеты Ни Откуда Ей Взяться Лучше Давайте Прекратим Эту Комедию У Вас Еще Остается Шанс У Меня Точно Дискеты Нет И Не Могло Быть Но Вдруг Она Была Не У Меня А У Моего Сообщника Который До Поры До Времени Не Высовывался Например У Вашего Телохранителя О Таком Повороте Сюжета Вы Не Размышляли У Моего Телохранителя В Голос Расхохотался Хозяин Кабинета Который Ваш Сообщник Вы Говорите Абсолютную Чушь А Вдруг Не Чушь Вдруг Так Оно И Есть Ведь Покупаются Все А Кто Не Покупается Тот Убеждается Разными Действенными Способами Разве Не Так Разве Он Исключение Из Правил Ну Подумайте Сами Ну Вдруг Иначе Зачем Бо Я Лез Волку Впасть Без Надежды Выбраться Обратно Я Подошел Все Еще Находящемуся Без Сознания Охраннику И Перевалил Его На Живот И Жестом Фокусника Достал Из Заднего Кармана Его Брюк Дискету Ту Самую На Которую У Меня Была Вся Надежда За Что Ему Моему Врагу Сообщнику Самое Искреннее Спасибо Ну Как Бо Я Без Помощи Самого Главного Охранника Смог Протащить Нужную Мне Вещицу Через Все Препоны И Рогатки Что Он Же Здесь И Понаставил Я Же Понимал Что Меня Если Поймают Пересмотрят И Перещупают С ног До Головы Как Жених Невесту В Первую Брачную Ночь Долго Я Голову Ломал Как Мне Умудриться Сделать То Что Сделать Практически Невозможно И Вспомнил О Ювелирном Деле О Котором Нам Еще Курсантам Инструктор Под Спец Подготовки Рассказывал Допустим Вам Нужно Украсть Бриллиантовое Колье И Спрятать Не выходя Из Помещения Ювелирной Лавки Давал Он Вводное Что Вы Будете Делать Пять Минут На Размышления И Мы Начинали Размышлять В рамках Сидящих Наших Головах Стереотипов Мы Вскрывали Полы И Ковыряли Штукатурку Довясь И Царапая Пищевод Глотали Бриллианты Засовывали Их Самое Труднодоступное Углубление В мебели И Собственном Теле Но Колье Всегда Находили Быстро Прибывшие К месту Преступления Полицейские Потому Что Невозможно Спрятать Вещь В помещении Которое Будет Неспеша Отсматривать Профессионалы А Он Спрятал Тот Настоящий Преступник И Колье Не Нашли Хотя И Помещение И Его Осматривали И Простукивали И Просвечивали Рентгеном Не Нашли И Отпустили С миром Так Где Он Спрятал Украденную Драгоценность Где Мы Капитулировали В Заднем Кармане Брюк Хозяина Лавки Когда Он На Мгновение Повернулся К нему Спиной И У Которого Сообщник Преступника Это Колье Вытащил Когда Тот Вышел На Улицу Чтобы Проводить Полицейских Ну Кто Ж Станет Обыскивать Хозяина Который Является Главным Потерпевшим Кому Такое Придет В Голову Ясно Ясно Гаркали Курсанты Ясно Как Божий День Кто Ж Станет Обыскивать Главного Потерпевшего Или Главного Охранника Вот Этот Старый Как Мир Прием Я И 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 Противника На Себя Как На Живую Приманку И Сунув Дискету Старшине Охранника В Карман В Момент Когда Развернул Его Носом К Стенке А Чтобы Он Ничего Не Почувствовал Пальнул Для Остраски Возле Самого Уха И Подставился Под Удар Затем Чтобы Меня Куда Надо Привели И Туда Ж Дискету Принесли Не Оставит Же Ее Хранитель Меня Без Присмотра Он Ж Главный И Вне Всяких Подозрений Вот Такой Очень Надежный Сейф На Очень Быстро Передвигающихся Ножках А Вы Говорите Не Может Быть Ну Вот Ж Она Дискета Предатель Только И Смог Выдохнуть Очень Большой Начальник Кадры Надо Уметь Подбирать И Не Экономить На Зарплате А Теперь Извините Я Не Хочу Чтобы Вы Наблюдали За Моими Дальнейшими Действиями С Глазу Боюсь И Лишний Раз Вашу Нервную Систему Травмировать Не Хочу Я Затянул На Запястьях И Щиколотках Очень Большого Начальника Его Же Ремень И Натянул Ему На Голову Его Же Пиджак И Набросил Сверху Штуору Сорванную С окна Теперь Очень Большой Начальник Напоминал Очень Большой Куль С Неизвестным Содержимым Освободившись Я Воткнул Дискету В Дисковод И Нажал Клавишу Запуска Компьютер Не Поперхнувшись Заглотил Содержимое Дискеты Дверь Вежливо Постучали На Это Я Не Рассчитывал Вернее Я Рассчитывал Что Это Случится Чуть Позже Вот Что Козловский На Права Старой Дружбы Покарауль Дверь Попросил Я И Показал Дулом Пистолета На Его Пуговице Что Не Понял Баранников Дверь Посторожи Повторил Я Сдирая С него Рубаху И Демонстрируя Уже До боли Знакомый Ему Кулак Баранников Понял И Быстро Разделся И Переоделся В мою Одежду А Я В Его Что У вас Случилось Все Менее Вежливо Кричали Из-за Двери Ну Ты Скажи Им Что Нибудь Успокой Людей Все Нормально Крикнул Козловский Баранников Стучаться Стали Тише Пора Было Подумать Об Эвакуации Я Подозвал К себе Пальцем Козловского Баранникова И Закричал Дурным Голосом Ты Что Делаешь Брось Пистолет Дурак Брось Немедленно Козловский Баранников Обалдело Уставился На меня И на Пистолет Зажатый В моих Руках Он Не Понимал Что Происходит Все Еще Не Понимал Прекрати Он Может Выстрелить Продолжал Орать Я Заговорщически Подмигивая Улыбаясь Дружески Похлопывая Его По Плечу И Прижимая Указательный Палец Губам Я Словно Играл Веселую Игру Призывая Сотоварища По Розыгрышу К Очередной Забавной О которой Он Еще Ничего Не Знает Про Делки Хотя Если Честно Эта Игра Не сулила Ничего Доброго По Крайней Мере Одному Из Шоколада Мертв Так Как Александр Анатольевич За дверью Наступила Мгновенная Тишина И Тут же В нее Забарабанили С утроенной Силой Теперь Надо было Спешить Единым Движением С кровью И мясом Это Хорошо Что С кровью И мясом Я Содрал Со своего Лица Парик Усы И бороду И Прилепил Их К обезображенному Лицу Мертвого Бараникова Который Стал Мной Потом Несколько Раз Я ударил Себя По лицу С полной Отдачей Так Как Если Бил Своего Врага Как Бил Совсем Недавно Козловского Бараникова И Лег На Пол И Стал Козловским Бараникова Тем Которого Сильно И все Больше По лицу Избил Пойман И злоумышленник То есть Я И Которого Он Изуродованный До Неузнаваемости Каким То Образом Завладев Его же Оружием И Убил Тремя Выстрелами В лицо После Чего Это Лицо Уже Невозможно Было Опознать И Вот Все Это В свою Очередь Видел И Слышал Барахтающийся В ворохе Штор И Собственного Пиджака Свидетель Главный Свидетель Которого Никто Не сможет Оспорить Потому Что Не решится Дверь Не Выдержала Напора Множество Тел Что Что Случилось Кто Стрелял Ты Стрелял Уже Почти Очухавшийся И Приподнявшийся На локте Охранник Внимательно Смотрел На свою Пустую Руку И На лежащий Поодаль Труп Я А кто Ну Тогда Получается Я Да Как же Он Когда Пистолет Не у Него А где Да Вот Он Картина Была Абсолютно Сумбурная И Абсолютно Ясна До Запятой Кто Кого Из чего И По Какому Поводу Убил И Почему Главные Герои Сами На Себя Не Похожи Ты Живой Осторожно Тронул Меня Кто За Руку Я Застонал Очень Естественно Потому Что Мне Было Действительно Больно Живой Давайте Срочно Носилки И Машину И В Больницу Пока Он Не Помер Ну Вот И Машину Подали И Носилки И Носильщиков А Я Собирался Своими Ножками Выбираться Вот Как Все Хорошо Закончилось Впрочем Нет Не Закончилось Программистов Громко Перекрывая Все Голоса Скомандовал Очень Большой Начальник Срочно Программистов Все Остальное Потом Программистов Доставили Через Минуту Немедленно Проверить Память Компьютера И Если Там Что То Есть Программисты Склонились Над Клавиатурой Есть Что Вирусы Они Уже Действуют Да Сколько Информации Уничтожено Пока Меньше Трех Процентов Вы Можете Остановить Их Действия Конечно Судя По всему Они Не Самых Опасных Тогда Не Стойте Болванами Работайте Я Снова Застонал Теперь Уже Не От Боли Теперь Уже От 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 Отчаяния Я Сделал Все Что От Меня Зависело И Я Не Сделал Ничего Я Прокололся Там Где От Меня Не Зависело Ничего И Там Где Я Меньше Всего Ожидал Чистим Чистим Быстро Застучали Клавиши Программа Пошла Как Тупо Все Закончилось Если Я Знал что эти вирусы такие дохлые я бы забаррикадировал дверь и занял круговую оборону и держал ее до тех пор пока они не выяли бы все внутренности компьютера час бы держал 2 день если бы я знал что эти вирусы такие эх александр анатольевич как же вы так подтащили носилки этого куда спросили в стороне показывая по всей видимости на козловского баранникова который был мной это пусть пока полежит только прикройте его чем-нибудь как же так вышло что все потеряно подле самой финишной черты когда ленточка уже щекотала грудь как же так а может не потеряно может попробовать поспособствовать этим неповоротливым вирусом более знакомыми мне методами я еле заметно приоткрыл глаза и огляделся этого я если сдвинуть хотя бы на пять сантиметров сторону смогу достать ногой этого стоящим рядом стулом этого правой рукой этого левой а что делать с теми двумя стоящими возле двери и и с тем с автоматом он нашпигует меня свинцом раньше чем я мама успею сказать ну-ка снова этого этого потом этого потом ну если повезет может получиться если очень повезет я смогу отвоевать минут двадцать чистого времени может этого им хватит выесть большую часть чужого пирога я сконцентрировал мысли и силы сконцентрировал для броска единственного который давал мне шанс начну на счет три раз два что такое что происходит удивленно спросил сидящий за клавиатурой программист что черт возьми происходит поплыла база данных утрачено пять процентов информации десять как так поплыла какая база если вы уничтожали вирусы мы уничтожали вирусы поплыла база а поплыла база пятнадцать процентов семнадцать двадцать пять как корова языком тридцать я ничего не понимаю похоже он что он похоже он закодировал пусковые команды вирусов под включение антивируса и мы борясь с вирусом сами того не желая размножаем его геометрической прогрессии черт сорок процентов информации ну так выключите компьютер это ничего не даст его все равно придется включать позже и вирусы продолжат свое дело с того самого места где мы прервали их работу выход надо искать сейчас пока еще можно что то сделать попробуй пробую шестьдесят процентов информации а может быть может семьдесят процентов у меня такое впечатление что он заранее знал наши ходы что мы работаем по его сценарию восемьдесят процентов восемьдесят пять девяносто аут как так аут вы хотите сказать программисты молчали и компьютер молчал безмозглый как новорожденная амеба что вы сидите делайте что-нибудь а что делать больной то помер поздно пациента на операционный стол тащить когда его уже в морге вскрыли ай да александр анатольевич ай да молодец а я грешным делом подумал глава семидесятая в общем не так уж плохо все кончилось если не считать моего многомесячного прогула по месту основной службы ну в той организации где я состою ну короче состою оказывается не закрыли ее и не разогнали это просто шеф-куратор меня на пушку взял для пущей убедительности чтобы я согласился сделать то что я ни при каких других условиях сделать бы не согласился вот я и согласился прогул мне я так понимаю не засчитали потому что случайный кирпич с крыши не упал пока не упал но на вид поставили с занесением в личного дело и регион пребывания сменили на очень захолустный на тот что возле самой границы с ну не важно какой а как нашли меня да очень просто через аварийный почтовый ящик который я при отсутствии других форм связи должен был проверять каждые полгода хоть живой хоть мертвый и который я проверил вот так вот а что касается одного известного мне очень большого начальника то ему повезло меньше скрутила его какая-то хворь скоротечная с осложнением на память в неделю скрутила был человек стал калека что вчера было помнит что раньше хоть убей ну то есть полная амнезия да смешного главное дело непонятно откуда та болезнь взялась врачи говорят может он съел чего или выпил а я так думаю что узнал он чего-то лишнего с чем его здоровье не справилось вот такая ужасная инфекция возможно даже вирусная почему инфекция а потому что не один он пострадал а говорят еще его референт телохранитель и кто-то из обслуги ничего не помнят как новорожденные младенцы словно им память ластиком стерли ладно хоть не умерли а то кое-кто утверждает что могли бы такая страшная болезнь инфекционная для тех кто не бережется в общем все кончилось благополучно если газет не читать и телевизор не смотреть а если читать и смотреть то создается впечатление что сценарий за которым я так долго охотился был не один и даже не два и даже не три а гораздо больше если судить по результатам и тогда совершенно не ясно зачем были все эти мои умопомрачительные цирковые кульбиты и глупые попытки остановить руками катящийся под откос паровоз может все это было зря кто его знает вернее сказать кто-то знает да только другим не говорит конец книги вместо послесловия это неприступная крепость мы можем победить советский союз только другими методами идеологическими психологическими пропагандой экономикой квадрат… м м м м Продолжение следует...